МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СТУК В ДВЕРЬ КРИК СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Привет дворянскому гнезду. СТУК В ДВЕРЬ На швам. СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ А чего вы такие угрюмые, на ночь глядя? СТУК В ДВЕРЬ Понял. Молчу. СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Отстрелялся, отписался, и вот он, я. Встречайте. Вера Ивановна, возвращаю вам ваш... СТУК В ДВЕРЬ Здрасте. СТУК В ДВЕРЬ Располагайтесь, майор. Будьте как дома. СТУК В ДВЕРЬ А как дома это как? Как в управлении или мой дом тюрьма? СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Доигрались, братики? СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Заместитель начальника службы собственной безопасности полковник Тюленев. СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Лето. По статистике, самые дорогие тачки угоняются летом. Ага. Чего говоришь? Ничего не говорю. Молчу. Готов? Хватит спрашивать. Открывай. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Влезьте. Чего, мартинцы, банк грабанем, а? СМЕЕТСЯ Банки, Юра, грабят банкиры. Каждый должен заниматься своим делом, не распыляйся. Этим вскрываешь. Этим глушишь. Этим глушишь. Этим заводишь. Этим заводишь. Этим. Ну, сам поймешь. Если все выгорит, представляю рожью этого шахматиста с утра. СМЕЕТСЯ Выгорит. Ага. Вот она. Семейная тачка полковника Теленева. Какая вот эта? Хрена себе, вот сука, а! Всему мало. Ты чего разбушевался? Не на митинге же. Давай-давай. Поехали. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Первый. Первый на связи. Идешь. Иду. Пиццу закинь в микроволновку. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ага, чисто. Ох, череда, седу, волновы уже кранты. Давай звони. ВИЗГ ТОРМОЗОВ Да ё-моё, уходим! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА А ну стой! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну где они? Невинно. Ушли, гады. Но наследили. А это как раз ментам. Погоди. Погоди, они уже отвяли. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Дай отдышаться. Куда ты? Засветиться решил? Тормознул, значит, Серега. Перебздел я. Ну, конечно, с таким-то напарником. А что, я, что ли, виноват? Ты говорил, там одна сигналка будет, а там вторая стояла. Орг, выводы с занесением в солнечное исплетение оставим на потом. Погнали. Ере пьянишься, майор. Такой же борзый, как и твой брат. Не зря вас чертями прозвали. Уж больно похоже. На чертей? Друг на друга. Два брата, два акробата. Но вы одного не учли им. Даже если угона не было... Нет заявления, нет угона. А вот Лексус... За таможенной на Грузию. Не только по документам. Физически. Был? Да спорил. Мой консультант подвести не мог. Значит, сами где-то возгонулись. Ну, знаю, я все делал, как ты говорил. Обосраться тоже я тебе говорил? СМЕХ Чего такое? Да ладно, Ерис. Для первого раза красавчик. Ну и что дальше, черт? Ну и что дальше. Меня это мало интересует. Я не машину ищу, а угонщиков. Мне за найденную машину спасибо и то не скажут. А вот угонщиков взять, это... Это другой клинкор. Даже мертво? А... В смысле? Угонщик, насколько я знаю, убит. А откуда вы знаете? В материалах дело об этом ни слова. Я умею считать и предвидеть. Например, твою незавидную участь, если ты не перестанешь со мной юлить. Я не юлю. Не имею права раскрывать материалы следствия. Совершено убийство. Если у вас есть вопросы, обращайтесь в следственный комитет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мы машину пытались угнать. Только что у дома. Поздравляю. Ну, то есть, не угнали же. Это очень хорошо. Пару дней назад усилил. Противоугонку, видимо, это помогло. Но я хочу знать, кто посмел. Кто эти мрази? Я так понимаю, я могу быть свободен. Ты и твой брат. Вот вы мне их и найдете. Иначе... Орло! Орло! У тебя чем тут воняет? У тебя что, полумер кто-то? Орло! Знаешь, что я узнал? Что вот если не жрать, то инфляция почти не ощущается. То-то я смотрю-то все выходные на хлебе и воде. Угу. На хлебной воде. Понимаешь, Орлов? На хлебной. Давай-давай-давай. Угу. Командирскую. Чего? Чего? К Сиеву. К Чертановскую, что ли? Угу. А он не сдавал. И за это сегодня огребет. От твоего настоящего командира. Мальцева. А ты уже стуканул, да? Ты уже успел, да, стуканул? Угу. Здрасте. Здрасте. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Один другого спрашивает. А тебе эротические сны снятся? Говорит, не-не, не снятся. Ну, в детстве снились. Говорит, а сейчас. А сейчас сплошная порнуха. Расписывайся. Рожнов. Редактор субтитров. ГОВОРИТ ПО-КУАЮЩИЕ СОБАИ Nolan ГОВОРИТ ПО-КУАЮЩИЕ СОБАКИ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Какой симпатичный блюдевик. Или я все еще сплю? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Извините, мне может выйти? Нет, нет, зачем же? Это же... Это же ваш кабинет. Да, Сергей. Это кабинет. Служебный. А, да. Ну, тогда проходите, ложитесь, рассказывайте. Нет. Это я от вас жду. И не рассказов, а объяснений, Сергей. Прозвучало как показание. Кто угнал Лексусу, Сергей? Как и где вы его нашли? Да еще так быстро. Где угонщик? И почему я должна скрывать, как и у кого мы нашли Янин телефон? Вы обещали объяснить. Я жду, Сергей. Хорошо. Объясняю. Хотя нет, не объясняю. У меня через 20 минут развод. Вот как? Вы же говорили, что вы уже разудены. Исключительно с бывшей женой, но не с Мальцевым. С ними развожусь каждое божье утро. Кстати, мне вчера показалось, что между вашим братом и вашей бывшей... Бывшей? Угу. Наконец-то вы это признали. Бывшей. Бывшей и вновь прибывшей. Ну что же вам показалось? Так? Ничего. Вы же торопитесь, Сергей. Угу. Так. Ну уж сумку-то могли не убирать. Я не из тех людей, которые любят без спроса копаться в чужих вещах. Угу. Верю. Для этого существуют уборщицы. Так, ну ладно, мне надо еще обмыться, плавиться. Шкурку сменить. Я в душ. Можем вместе. Там все обсудим. Заодно мне спинку потречь. Нет, Сергей. Я не собираюсь разговаривать с вашей спиной. Вы после смены домой? Угу. Сюда. На диванчик сеновальчик. Ну и отлично. Значит, дома и поговорим. Я дождусь. Приходите. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я на одной заправке проезжаю четыре смены. Вы одну. А многим полного бака и на дну не хватает. Меньше кататься надо. А больше палочкой работать. Значит так. Впредь. Любое отклонение от маршрута без доклада дежурному будет рассматриваться как грубейшее нарушение дисциплины. Со всеми вытекающими. Ну а теперь по графику. Капитан Рожнов. Я. Заступайте в патрулирование старшим экипажем. А... Есть. Садитесь. Майор Чертанов. Заступайте старшим смены. В паре со мной. Неожиданно. Может, ну и вы нахрен. Это приказ, Чертанов. Сразу после развода вы начальник, я подчиненный. Товарищи офицеры. За мной. Товарищи офицеры, рты закрыли. Ноги согнули. СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Сядь. Не знаю, думай о чем-нибудь, прохладно. А я вот время обычно думаю про ценники в магазине. Товарищи офицеры, у нас пополнение. Лейтенант Леонова Алена Андреевна. Моя... Мой... Новый помощник по связям с общественностью. Тимох, мы же с тобой общественность. Не то слово. Ну тогда нам и связь в руки. Тебе нельзя. Тебя жена ругает. Действуй, напарники, я прикрою. Так, разговорчики. Потапов, Кузьмин. Покровский. Я? Покровский, Леонид. Наш компьютерщик и киношник. Любое кино. И снимет, и прокрутит, и... Что там с ним еще делают? Смотрит. Так, Лень, давай, не умничай. Будешь работать соленой. Андреевной. Что она тебе скажет, то и будешь снимать. Есть. Лень, да давай, не зажимайся, снимай. Поперла же. Музыку погромче, Светка видеть потише. Кузьмин Потапов. Ну что ли, танец с палочкой? Товарищи офицеры, посерьезней. Не забывай про закон полосатые палочки. Зиновий Макарович, как Кочин наш по самому рукояти. Я забыть не могу. Вот и не забывай. Тем более, что свежие вводные из управления. Эти угонщики, они, мать их так, совсем уже обнаглели. Извините, Алена Андреевна. На машину нашего руководства уже позарились. А это управление ждет от нас жесточайших мер противодействия. Отличившимся будут серьезные премии, звания. Так что все, хватит баклуши бить за дело. Мальцев, закругляй, развод. Есть. Алена Андреевна. Товарищи офицеры! Садимся, продолжаем. СМЕХ 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 Вот. Еще один анекдот. О, здорово. 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 Тоже, слушай, анекдот. Короче, гаишник останавливает музыкала после Нового года, а с такой начинает. Ну что, голубчики, ну что? Выпивали, да, выпивали. Нет. А? Ну почему? СМЕХ Хорош. Ладно, все, давай. Давайте, давайте. Здорово, воярь! Серег, на минутку от суровых будней оторву. Вообще не очень удачное время. Мальцев в машине ждите. Круто у вас, у дворян. Или тебя за найденный лексус повысили? Оторвал, минута пошла. А что ты такой злой? Что, прыжинка из дивана не в то место впиявилась? Серег, давай, давай только не здесь. Пойдем. На меня, между прочим, СБшник наехал. Тоже, знаешь, не кайф. И Тюленив обратился именно к тебе? Угу. И как я понял, у Тюленив на тебя такой огромный зуб. А из-за лексуса этого сраного теперь он с меня не слезет. Серег, я бы, конечно, сам пошел к дяде Боря. Но мне же он хрен кого сдаст. А вот тебе, если знает, сольет все, как на полиграше. Поспрашиваешь? Для Тюленива? Нет. Для меня. По-братски, Серег. Для тебя тем более. А по-братски, Никитос. Хорошо прямо здесь тебе морду расковырять. Да что с тобой не так? Мы же вчера все устаканили. На хрен вчера? Сегодня мне снова намекнули, что ты и Вера. Намекнули тебе? А мне прямым текстом сказали, что ты при ней меня говном поливаешь. Значит, я старые шмотки за тобой донашиваю, да? Все на тебя наши разговоры передали. А это не твое собачье дело. Мое. Мое не донос. Братишки, братишки! Здесь вообще-то камера. Вы бы шли биться в другое место. Ладно. Я тебя в последний раз предупредил. Да и хрен с тобой. Сам их поймаю. Вперед, и с песней. Давай. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Оду! Я смотрю, ты быстро в старших тасовался. Не я себя назначил. Вперед! Ну, вообще-то да. Только вот я не понимаю, на хрена? На хрена я тебя старшим назначил? А хотел посмотреть. Какой ты командир. Устраивай, чертаны. А теперь ходу. А вот теперь ходу. Ты, кстати, не голодная? Перекусила на ходу. А ты? Мне неохота. Как голова? Нормально. Никита, ты чем занят? Чем-чем? Как всегда, уголовным розыском. Никита! Эй, Никита! Чего? Мне кажется, это не очень похоже на наше дело. Виноват, гражданин начальник взял надомную работенку. Покушение на угол личного автомобиля замначальника службы собственной безопасности. А больше тебе нечем заняться? Ну, как это нечем? Я по тебе скучал. Со вчерашнего дня. А это очень важное занятие. Зайдет куда-нибудь. А мы прикинемся, как будто бы занимаемся каким-то очень важным делом. Например, я тебе докладываю. В служебной машине Мальцева завел свой шастый ручок. Так что, если хочешь, можно послушать, как у Мальцева в животе ручит. Это очень хорошо. Что с подложными номерами на вчерашнем лексте? Ай-яй-яй, Вера Ивановна. Изготовлены по заказу Мальцева для некой, как вы предполагали... Я Эльза. Извините, Эльза. Вы предлагали мне посмотреть машину. Лексус. Который давно уже металлом. Все-то вы знаете, Вера Ивановна. Как-то с вами даже неинтересно. Но, Вера Ивановна, есть кое-что такое, чего и вы не знаете. Давайте побыстрее. Дверь закройте, пожалуйста. В общем, убивец, который пытался меня переехать, а потом застрелил Шмеля, раньше работал в ГИБДД инспектором. Поперли его оттуда из-за того, что отмывал грязные машинки. Любого другого бы посадили на его месте, а ему дали отползти. Но самое интересное, что в то время он корешевался, как вы думаете, с кем? С Мальцевым? Точно, Вера Ивановна, абсолютно точно. А Шмель, перед тем, как его убили, пугал меня какими-то дядьками из ментовских верхов. А кто у нас ручкается с дядьками из ментовских верхов? Опять же Мальцев. Правильно. Я вчера ночью, когда вернулся сюда, у Мальцева был такой взгляд, что будь его воля, он бы меня разорвал на куски. А все из-за чего? Опять же, из-за того же самого Лексуса. Что там на обед? Паста. Отлично. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Не расслабляемся, Мальцев, работаем. Палку в зубы и на дорогу, а то минусую как недоработку. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА А сам что, даже затницу не оторвешь? Оторву, если она у тебя на болтах. Еще привлекание? Слушай, что ты бесишься, а, Чертанов? Ну, выйди, поговорим по-мужски. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Созрел. А сразу нельзя было вот так, по-простому? Без этих лишних подкатов? Я начальник, ты дурак. Кто бы, кстати, сомневался? Смертик готов. Выхожу. Ну, давай, мужик, разговаривай. Помнишь, Чертанов, я тебе говорил, что ты мне нужен? Ты мне не нужен. Я передумал. Что-то устал я от тебя. И мог бы слить хоть сегодня. Причем легко. И ты это знаешь. Так в чем проблема? Сливай. Мне интереснее с тобой сепаратный мир заключить. Слово какое-то умное, даже знакомое. Но непонятно. Сделка. Ты мне, я тебе. Но только чтоб Кутузов ничего не знал. Ты мне обещаешь не хамить, не настраивать против меня народ и вообще не мешать моей карьере. А я закрываю глаза на твои выборы кона. Назначаю старшим смены на постоянной основе. Может, и Мерин мне свое дашь? А это перебьешься. Назову тебе стукача СБ из твоего окружения. Стукача? Так, чтобы Кутузов не знал. Угу. Идет. Мужской разговор, говоришь? Только рука у тебя какая-то. Не мужская. Жизненькая, мальцев. Но ты не боись. Стукачок мне твой не нужен. Хочешь мира? Будет мир. Можем с тобой мизинчиками. Давай только без этого. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Опа! А с рукой-то я погорячился. Ну что, ушиблись, молодой человек? Да так чуть-чуть. Вы грубо нарушили правила дорожного движения. Правилами дорожного движения категорически запрещено передвигаться по тротуару, а вы тем более сбили пешехода и попытались скрыться с места ДТП. В этой части вам все понятно? Понятно, и что? А вы задержаны для судебного разбирательства. Эй, командир! Пошел! Чертанов, обеспечьте эвакуацию безмоторного транспортного средства. Опрос потерпевшей свидетелей. О, Господи! Есть, товарищ майор? Выполняйте. Когда уже порядок-то с ними наведут? Ведь такие не видят кроме себя никого. Расстреливать их нужно! Согласен с вами, Малышка. О, Господи! Согласен. Ой! Ладога, ноль первый. Ладога на связи. Вызывай эвакуатор. Принял. И расстрельную команду. Только пистолеты или автоматы тоже привезти. Давно коллекционируете? Давно. Можно сказать, всю жизнь. Ты бы видела, что у меня дома, а это так, как отголоски. Да? Да. Дома еще больше? Да. Правда, от внука приходится все прятать. Он вот что ни возьмет, все ему раскурочить надо. В кого такой пошел? Мальчишки. Они все такие. Да. Мальчики они такие. Зиновий Макарович, Покровский. Запускай. Вызывали, товарищ полковник. А что ты? По собственному желанию, что ли? Да. Бери Алену Андреевну. Берлогу свою покажи. Расскажи, что там да как. Ну и вообще. Есть. Идемте. Угу. Разрешите идти, товарищ полковник? Вот по-кровски учись. Выправка. Идите, товарищ лейтенант. А Леонид, а вы тоже из группы гор? Сказать, что да, так нет. Если по штату отношусь к отделу пропаганды, но прикомандирован горцам. Горцам? Забавно. Ну да, патруль я, правда, не езжу, оружие мне тоже не дает. Но в батальоне я самый страшный. Американцы и те боятся. Американцы? Почему? Я русский хакер. Читали про таких? Вообще-то я про таких пишу. Ну, писала раньше. Читали мы, что вы писали. Вот как? А, вы про Мальцева? Ну да. Кстати, а Сергей... Майор Чертанов, вы его давно знаете? Ну что значит давно? Всегда. А вас что-то конкретно интересует? Нет, я просто интересуюсь. А... А что про него говорят? Ш-ш-ш-ш. Про него не говорят. Про Чертанова думают. Молча. А что это значит? Как про Черт, а? СМЕХ 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 Понятно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Господи, угольный Вова! Я в порядке. Шташок! Ко мне. Можете ехать, извините. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-то ты задергался в очередях на крючке. Следов на рожу. Спецбатный позор. Сыркач. Офицер! Вы свидетель. Я не могла предвидеть, что эта машина так резко затормозит. Подождите. В правилах что сказано? Вы обязаны обеспечить дистанцию для безопасных... Нежный. Приведайте документы для проверки. И бланк европротокола тоже. Никакого европротокола. Об этом не может быть и речи. В этой аварии виновна третья сторона. Вот этот юноша. Что вы такое пытались изобразить своей палочкой? Ну, вас я точно не останавливал. И под машину ко мне тоже не прыгали. На вашу беду, молодой человек, я федеральный судья. И у меня в машине работает видеорегистратор. Я же не специально. Я извинился. Тем самым признали свою вину. Ну, что я и говорю, никакого европротокола вызывайте инспектора. А так они же сами. Они заинтересованные лица. Им обоим грозит очень строгое дисциплинарное взыскание. Кстати, представьтесь. Старший инспектор ГИБДД, капитан Рожнов, 102-й спецбат ДПС. Элитарный батальон. Кто у вас там комбатом? Кутузов до сих пор? Так точно. Я ему позвоню непременно. Вы же стажер, я правильно понимаю? Стажер. Нежный. Со стажера просто никакой. А у вас вас, капитан Рожнов? Рудик. Рудольф Артурович. Рудик. 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 Лен, не может быть, мне говорили, что ты... Да сорокий ты, квалибрист. Закон о полосатой палочке, знаешь? Вот это вот мое. А все остальное тебе знаешь, куда засунули? Даже веревочки не найдешь. Товарищ капитан, если бы вы мне под руку не гудели... Ты что, издеваешься надо мной, что ли? Вы реально с вами лекарской мозгами не догоняешь? Виноват, товарищ капитан. У нас в России три извечных вопроса. Кто виноват, что делать. И третье самое главное. Ты меня уважаешь? Я уважаю. Давай отъедем. Тут... Тут рядом. Ресторанчик... Маленький, тихий. Там по-домашнему все. Тебе обязательно понравится. Только, пожалуйста. Бога ради. Не... Не теряйся больше. Не потеряйся, Руди. Теперь уже нет. Теперь уже никогда. Лен, это... Это фантастика. Да его не может быть. Это какая-то... Это какая-то фантастика. Послушай, стажер, ты кудесник. Ты сотворил чудо. Знай. Мы не могли найти друг друга 30 лет. Представляете? И тут вот так вот на дороге с твоими шаманскими фокусами. Что там? Билет. Держись за мной, не отставай. Капитан! Обвинение отменяется, но выводы сделай. Счастливо. Счастливого пути! Фу! Пронесло. Чему? Пронесло тебе? Прощаю тебя! На этот раз веревочка останется снаружи. Понял? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А это что? Ну, лежи. Арсенал профессионального гонщика. А вам зачем? Мне незачем. Это чтобы патрульные знали, что искать в трюмных тачках. Ну, как это в натуре выглядит. А вот это, например, код-граббер. А вот там глушилка. А вот это, это радиоотмычка. Мы еще называем ее длинная рука. Длинная рука? Угу. Звучит жутковато. И что, вы это все изъяли у настоящих угонщиков? Нет, у малюжей угонщиков. Ну, конечно. А вы думали, спецбаты это только полосатые палочки? Ну-ка. Э-э-э. Так. Вот, смотрите. Узнаете? Ваша кухня? Моя? И, судя по всему, ноутбук стоит на столе. Да я его выключала. Или нет? Это тоже легко проверить. Выключали. Только что это вам дает. Я все равно могу управлять камерой и дистанционно подключиться к встроенному микрофону. Какой кошмар, а? Что вы за человек? Мне даже дурно. Ну, а вы не делайте то, что дурно. Калёне? А ну, Покровского? Угу. С цветочком. Как положено, гусар. Угу. Поручик Ржевский. С собственной персоной. Ты кабинет освободил, поручик? В процессе... Вот, так сказать, прощальная песня. Завтра освобожу. А не надо. Оставайся. Алена похлопотала. Днем, говорит, тебя все равно нет. А ночью кабинет ей ни к чему. О как! Надо же, за меня уже кто-то хлопочет. Не хотел, придется. Что? Жениться. Трепло ты и есть трепло. Скажи-ка мне, пока я добрый, Макарыч, кто из моих стукач? Ты кого не возьми. Мне каждый что-нибудь несет. Но с Тукачем я никого из вас не считаю. Кто на меня стучит СБ? СБ? Вдруг мне не говоришь, что ты не в курсах? Ну, я-то в курсах. А ты откуда узнал? Так от них же узнал. От СБшников. Как тебе? Он не стукач, не племянник. Генерала Шевчука. Нежный. Пожду. Не трось его. Хороший парень. Правда? Ну, я тогда поднадзорный рецидивист. Спасибо, Макарыч. Спасибо. Пока. Сергей, нам надо поговорить. Надо поговорить? Вызывай повесткой. Леонид, спасибо большое. Я пойду, наверное, уже? Вы меня просто убили. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Это вот так, значит, вы меня дожидаетесь, да? Ну, как-то так. Ну, либо вы меня слишком буквально поняли. Леонид, скажите, пожалуйста, мне есть за что вас убивать? Всегда есть за что. Но за это, к сожалению, нет. Ладно. Живи пока. Весь день пытался вспомнить, что я хотел сделать, но не сделал с утра. Вспомнили? Только что. ЛИРИЧНАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА ВЫСТРЕЛЫ Зачем? Лишний шум. НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Ништяк. Побегать напоследок. Потом покудишь. Сейчас здесь такое начнется. Подрываться надо. НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Ай! Что там? Ключ? Твой? Ключик мой. От моей бывшей... Бывшей коптерки. Я там раньше ночевал. Вот на этом самом диванчике. Теперь... Стоп, подожди. Давно мечтал это сделать. СМЕХ Ну, давай. Да. А теперь там следственный кабинет. А мы с диванчиком здесь. Может, переедешь ко мне? Отоспишься? Отосплюсь? С тобой? СМЕХ 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 Я не собираюсь себя трогать. Я себе даже касаться не буду. Правда? СМЕХ Ну, тогда я не понимаю, какой смешал мне переезжать. Я иногда не понимаю, когда ты шутишь, а когда нет. Иногда. СТОВТОРОЙ СПЕЦБАД! Усиление! КОТ ОДИН ДРОБЬ ОДИН! ЗАСЛОН! Труба зовет. Сирена. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А что это значит? СТУК Алена Андреевна! Чертанов у вас? СТУК Алена Андреевна, откройте! Важная информация! Где Чертанов? А он в ГАИ уехал права выкупать. СТУК 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 Орлов, ты если будешь вот так вот шею выкручивать, голова оторвется. Орлов, лучше-то я так для порядка. Давай, давай. Давай. Что означает заслон? Это значит, что мне опять обломали лишнюю жизнь, а так ничего особенного. Но пока заслон не отменится... Город тебе не вышовывается. Это понятно? Понятно, а так ничего особенного, да? И ты опять меня не обманываешь. Просто немного не договариваешь. Да, Сереж? Ключик, положи, пожалуйста, в верхний ящик. Спасибо. Хорошо. СТУК 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 Доктор, скажите, а градусник куда нужно ставить? Под мышку или под киску? Да я ничего и не ставлю. Ага. Ничего себе ничего. Но вот это вот точно не градусник. Товарищ капитан, слушайте, у него и так пожизненное. Плюс сегодня три трупа, ему терять нечего. Вам-то хорошо, у вас броник, каска, автомат. Вам есть из чего отстреливаться. А мне из чего? Из пальца, что ли? Ну, давайте, товарищ капитан. Вы ничего не видели. Володь, я тебе так скажу. Я тебя здесь не видел и не увижу. Потому что ты дома. Как? Дома покакаешь. Иди домой. Второй светбак. Усиление. Рожнов, почему еще не на выезде? Выезжаю. Стажер. А ты? Товарищ майор, я... Где жилец? Где каска? Отсидеться у нас решил? Так а я... Товарищ майор, по боевому расчету стажер не может никуда выдвигаться. Может? На зеркала встанешь. Да нищие машины досматривать. Капитан, я не понял, ты еще здесь? Никак нет. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ чтобы его с Полярной Савы к нам этапировали наследствие. Сбежать ему помогли. Значит, он все это планировал заранее. А я чего? Я ничего. Это все Мальцев. Товарищ майор, я с вами. А я знаю, чей ты родственничек. Казачок-то засланный, а, Володенька? Сергей Антонович. Молчи. Я тоже буду молчать. А то, если ребята узнают... Я не стукач. Я никогда никому не слова. Начальник собственной безопасности. Генерал Шевчук. Тебя кто? Родной брат. Мама. А с Тюленивым, заместителем дяди, знаком? Он мне помогал, разрешение на оружие делалось. Но я с ним никогда о вас не разговариваю. Честное слово, товарищ майор. Ладно, под пытками ты мне все скажешь. Шучу. Пытки запрещены. А вот мордобития нет. Едешь? Полиция призывает водителей к бдительности и по возможности отложить запланированные поездки. В рамках операции «Заслон» в городе объявлен план перехват. Другие новости после рекламы. ГРУСТНАЯ МУЗЫКА Стоп, подожди, а Ира где? Ира, где? Да, да, я тут застряла. Я тут, я тут. Что мы тебя ждем опять? Да придурок один пристал. Господи, что он тебе сказал? Не важно. Давайте быстрее, девочки. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Вот посмотришь, вроде нормальный парень. У меня подвалит, ну, урод какой. Руки распускают, и работы смешают. Они пьяные все козлы. Так устала сегодня. Да, я тоже. Погода, что ли, меняется? Башка трещит. Какие ваши годы, девчуль? Я и то не желаю. Нам еще в двух ночниках танцевать. Ну, кто за что деньги получает. Ну что, все, готовы, поехали. КРИК Помогите! Хавальник прикрой! А, мужчина, скажите, а зачем вы так грубо? Можно же по-хорошему? Скажите, что вам надо, и мы... что хотите. Шарик, шмаруха, телефон у товаров собери! Свой доставай! Да, я понял. И полезай за руль! Хорошо. Ты куда скребешься? Да я за руль хочу. Тут ныряй! Я понял. Из города вылезешь, не трону. Я понял. Я понял. Оружие, взрывчатые и другие запрещенные вещества в автомобиле имеются? Нет, таким не занимаюсь. А в кузове что, пассажиры есть? Нет пассажиров. Я за товаром еду. Пустой! Пойдем покажу. Все чисто. Ну, отлично. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ладно, езжайте. Только с попутчиками сегодня поаккуратней, хорошо? Угу. Спасибо. Я по радио сегодня слышал. Ну как, поймали его? Ну ладно. Счастливого пути. Счастливого пути. Чего не весело такое? Не думал, что так смена затянется? Ну это же наша работа. Вот именно. Привыкай, стажер. Слышишь, Шифирюга? Ты замотал меня петлять. Не знаешь, где выезд из города? Знаю. Прикрыли все. По тещиному языку попытаюсь объехать. По тещиному? Ну давай. Когда с нами такие женушки едут? Как же без тещи? Э, ты! Иди посмотри. Там за нами менты едут? Ну? Ну, нет никого. На место сидеть! И тут перекрыли. Гаишники стоят. Что делать? Останавливаемся? Не остановимся, все равно догонят. Еще и стрелять начнут. Не трясись. Остановимся. Депсы не менты. Слышь? А? Если что, останавливайся. Останавливайся. Уже. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА КРИКИ КРИКИ Майор Чертанов, ДПС. Куда направляетесь? В область. Артисток везу. В парк-отель. Танцовщица. Выступление у них там. СМЕХ Рожнов? Просто вспомнилась. Погорячилась. Танцовщица на шпагате. Танцовщица, говорите? Танцовщица. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Посадка низкая. Навряд ли можно человека спрятать. И хорошо. Стажёр, куда? НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Назад! Назад, сучьё, подарок моя! У меня тут репа быть! Ещё раз рыпнитесь, буду кончать по одной! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Водила! Водила соскочил! Водилу на место, суки! Или кончаю первую! Водила испёкся, я за него! Горастуешь, мент! Сначала рацию и ствол на землю, чтоб я видел! Вопросов нет! Я прошляпил и успел остановить! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Володя, ну, ничего, голова целая не задела. Дураком он до этого был. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ВСКРИК Где? Где? Тихо ты. Напугал, напугал меня с Володей! Что ж так подставился-то, а? НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Владушки, закрой зубы, падла! И своим скажи, если я увижу хвост, то я им подарок под колёса кину, вот её! ВСКРИК НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Что случилось, у меня стреляли? Если бы не твоя кастрюля, ты бы сейчас с ангелами разговаривал, а не с деть Виталиком. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Кто стрелял? Молодая с трёх раз. Кого мы искали, вот ты нашёл. Виталь, я тут с тремя танцовщицами прокачусь ненадолго! На танцы! Командир, он тебя убьёт! Если что, за мной не подглядывать. Я не одет, ты меня понял. Ну что, Шарап, прокатимся? Мобила где? А мобилы у меня нет, извини. Следаки одолжили. Кончай базары за баранку! Количество заложников уточняем. Как только выясним, доложу. Понял вас, 33-й. Доложи. В заложниках три женщины и командир за рулём, место водителя. В заложниках три женщины и командир за рулём, место водителя. Отбой, Ладыгар. Ты куда? У-у-у-у! Вова, ты что творишь, а? А если бензин рванёт? Да не рванёт, я проверял. Попал! Стажёр! Что это, грохнул, амен? Не знаю. Машина же не моя. На что надеешься, Шарап? Всё равно ведь не дадут уйти. Пристрелят, как собаку. Смерть не самая страшная, мент. Правда? В Полярной Сраве пострашнее будет? Я в Сау не вернусь. Скрытно следовать за автобусом не получится. А если засветимся, он начнёт убивать заложниц. Какие наши действия, Ладыга? С минуты на минуту там будет спецназ. Да что он сделает, твой спецназ? Где автобус искать? С трассы свернёт в лес. Ищи его свищи. Он их убьёт? Ну, заложницу, может быть, и не тронет. Они для него не угроза. А Сергей? Надо надеяться на лучшее. Сергея он точно убьёт. Так передай Рожнову. Пусть ждёт спецов, ждёт указание дежурного по городу. Нежного в госпиталь, остальные экипажем отбой. Ладога, 01-му. А прежде, чем я сдохну, легалы, я тебя на тот свет отправлю. Только девчонок отпусти. Одной ногой в могиле стоишь. А всё о девчонках, думаешь, понравились? Этих двоих отпущу. А ты, длинноногая, со мной пойдёшь. Будешь по ночам в лесах меня греть. А голодуха припрёт. Закалю и сожру. Ну, куда не пойду. Пойдёшь. Слэшмен! На грузовку! Кот скорой выехал. Жди указаний дежурных по городу. Остальным экипажам отбой. Товарищ командир, это неправильно. Сам Сергей, он без оружия. Мы же должны ему как-то помочь. Вы не понимаете? Алён, ну что я могу? Ему сейчас сам чёрт помочь не может. Да чертанов и есть, сам чёрт. Всегда рассчитывает только сам на себя. На-на-на-на. На. Он сам. Он сам сделал выбор. Знал, на что идёт. Значит, по-другому не мог. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Куда ехать, Шарапов? Прямо рули. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Чего встал? Бензин на нуле. Чего ты мне бес огонишь? Чего ты ругаешься-то? Не веришь? Сам посмотри, если ты что-то в этом шурупишь. Ты что, падла? Думаешь, ты умнее меня? Бензин на нуле? Тогда и ты мне нахрен не сдался! ВЫСТРЕЛ ВЫСТРЕЛ Вы шмаруха. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Глянь в окон. Ты-ты! Чего там, Винтяна, а? Лежит там, не двигается. Ну что, подруженцы, теперь мы с тобой вдвоём как по тундре. Пожалуйста, не надо, я прошу вас. Оставьте меня. Пожалуйста, не надо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Пожалуйста, не надо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Донал легко отделаться. Смерть это ещё не самое страшное. Будешь жить в полярной совете. Тебя там жду-то не дождут. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Либо ты меня, либо я тебя. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я знал, что ты не согласишься. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА О! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну что там, девчоночки, шкурку сильно попурнила? Угу. Дайте что-нибудь попить, а? Лезь, беги-с. А то во рту сухарь раздавили. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА О! Еще! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А что это, минералка? Водка. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А, нет. Водку не надо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ Здравствуйте, девушка. Не в защите позвонить не смог. Мой телефон все еще у следователя. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Живой? Все живы. Все веселы. Преступник задержан и отправлен за решетку доблестными силами к уголовным уродушкам. Господи, Сереж, как же я напугалась. Я думала, я сама умру. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, я же тебе сказал, ничего опасного. Ты напился? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я вернулся к тебе. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 36-я статья. Сереж, что у тебя на спине? А чего там? У тебя дырки на куртке, Сереж. А, так вот, я же тебе... я же тебе говорю, в лесу на сукна поролся. Ну, как на сукна... Сереж, на сучок? И так три раза? Сереж, не забывай, что я работала в криминальном вестнике. И поверь, я насмотрелась. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Нам день отдыха дали. Поехали ко мне. Сереж... ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Пойдемте, я вам все покажу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот, смотрите, вот, смотрите... Этот беспредел. Глуши! Считаю, до трёх стекло убивают. Ра! Ну вот что? Что это такое, а? Это же правовой нигилизм. Ребят, ребят, стёкла погнёте. Это вообще уже никуда. Я расплатился. Мне что теперь, на каждом шагу вам отстеглилось, а? С кем расплатился? С Летёхой вашим. С каким Летёхой? Каишной вашей Летёхой. На бульваре стоит. Иди Летёху тряси. Я ему 300 тысяч на карту скинул. 300 тысяч? И всё равно лишили водительских прав? Вам хотя бы деньги вернули? Майор, видать, на Летёху наехал, а тот сразу же мне деньги-то назад и перекинул. Так что я не в претензии. Ну, до такой степени, что не явились на судебное заседание и не наняли юриста для защиты. Такое чувство, что вам было всё равно, лишат вас водительских прав или нет. Да, вы знаете, мне всё равно, мне безразлично. Это я вот в тот момент чего-то перевозбудился, а потом посчитал, прикинул. Да это же разводнякно. Такие бабки ментам башлять? Хотите лишать, лишайте. Да я вам сам сверну трубочкой и запихну подальше. Мы готовы? Да. Да, Янина Владимировна. Ну, так и чего же, передвигаетесь как теперь? На такси? Почему же? Как ездил, так и езжу. Это ментам теперь со мной тоскливо. Я им сходу говорю, голубчики, гаишнички, отвалите. Я уже без прав. СМЕХ Никаких наркологов. Штрафуйте. Ребята, лишайтесь прав. Экономия пипец какая. Цена вопроса минус в десять раз. Хотите бухать? Бухайте. Я готова, Янина Владимировна. Ну что ж, начнём. Привет, Яна. Привет. А ты что, спишь? О, я забыла, ты же у нас теперь. Слушай, ну я пришла уже, что, уйти? М-м-м, как всё запущено. Ян, ты просто так или поболтать? Ну, теперь можно сказать уже по делу. Сейчас подожди. М-м-м. Угу. Слушай,besё. Вообще. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Кому не спится он ночь глухого? Твои подруженцы. Угу. Ей тебе кое-что показать нужно. Правда? Зоверь сюда, я ей тоже кое-что покажу. Дурак, Сереж. Сереж, это не пожалуйста. Больно? Да, теперь точно ребра сломаны. Сереж, ну не ври. Не забывай, что я выросла в семье врача. А это как два медицинских закончить. Правда? Угу. Какая всесторонняя жена получится. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что бы ты сказал? Выйди, говорю, я не одет, а я. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Давай, пойдем. СТУК В ДВЕРЬ Такая серьезная. Идиот. Яна, идиот. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Давай, садись. Оригинально. А ты все белье так сушишь? Или только кухонные полотенца? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А... Ну что? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Спасибо. Знаете, Яна, я к вам тоже как-нибудь посреди ночи вломлюсь. Так. Тихонечко, как мышка, только ради того, чтобы пожелать договору. Прошу прощения, я просто не ожидала вас тут разбудить. Ну а как ваш любимый мальчик? Совсем один, без присмотра. Стоит? Стоит. Там мой водитель, он же охранник. И еще к тому же вооружен. Правда? Угу. Это очень хорошо. Хотя, с другой стороны, кому когда это мешало? Угонят вместе с охранником. СТУК НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Вы отдаете себе отчет, что сейчас под камерой вы фактически сознаетесь в совершенном вами преступлении. А что я совершил? УСМЕХАЕТСЯ Дача взятки. Вас последствия не пугают? УСМЕХАЕТСЯ Меня? УСМЕХАЕТСЯ Я не давал. Этот Разин, ну, лейтенант, который не оставил мне вариантов, это как горлу нож в подворотне, понимаете? Поэтому почему сейчас? Я сразу во всем признался. Кому? Ментам, которые меня приняли после ретехи. Майору, который был там старшим. Затем полковнику Телегину, Тюленеву, я уже не помню. И службой безопасности. Он сам мне несколько раз повторил, что с моей стороны все чисто. Угу. Скажите, а со стороны лейтенанта Разина он вам что-то об этом говорил? Да, сказал, что у плетехи папаша где-то в прокуратуре. Если я заднюю не включу, ну, вы понимаете. Скажите, а что сейчас изменилось и почему вы решили рассказать об этом? Посидел, прикинул. Бороться надо. С коррупцией достали уже. А чего мне прокуратуры-то бояться? Я человек законопослушный. СМЕХ Взятку вы давали наличными? Тихо, тихо, тихо. Я не давал. Я уступил вымогателю. Вот что я сделал. Истину искажать не надо. И все же наличными? Я не инкассатор столько кэша возить. В мобильное время живем, понимаете? По номеру телефона. Разин мне телефончик продиктовал. Я записал. Сразу же ему 300 тысяч туда и закинул. И чей же был телефон? Не знаю. Тетки какой-то. Хотя он у меня сохранился. Я могу показать. Ой, нет, что вы. Вы не обязаны это делать. Почему же? Спокуха. Я активный гражданин. Да, у меня все ходы записаны. Вот и чек. Ну, вас такой вариант подачи устроит? Это, конечно, все хорошо. Но меня интересует один вопрос. Шучу. Два. Почему вас заинтересовала именно эта история? И от кого вы о ней узнали? От автоюриста. Он тоже дал интервью для этого сюжета. И это только одна из его историй. А юрист откуда узнал? От клиента. Он обратился за консультацией. Хотел дать взятку в суде, но передумал. Янка, ты просто... Сереж, скажи же, это... Это еще не все. Не спрашивайте, откуда, но у нас появилась информация о счетах жены и тещи лейтенанта. Теща, заметьте, пенсионерка, которой периодически на карточку падает крупная сумма денег от разных людей, в том числе и от нашего героя. Герою она их вернула, но остался банковский след. А он любезно с нами поделился ими. Причем совершенно законно. Так что я могу зайти у вас интервью. Я не даю. Ну, тогда скажу в эфире, что майор Чертанов отказался от комментариев. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Можно я ее поцелую в засос? СМЕХ Все контакты с прессой только через меня, товарищ майор. СМЕХ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну что там? Спокойно, все нормально. Все хорошо, сейчас заезжаем. Уже открывают. Ты как сама? Потерпишь? Я-то что? Ты ему скажи. Сына ждете? Тебе что вообще надо, а? Везде свой нос сунуть. Юр, не заводись, пожалуйста. Успокойся. Оль, да я вообще кремень. То есть знаешь, я кремень. Ты как это со мной? Ну, все же хорошо, да? Да. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Бабушка, главное, вовремя, блин. Да, мам. Мам, все хорошо, успокойся. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, мы уже подъехали. Я тебе обязательно позвоню. Пока. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Так я сама, не мешай. Пожалуйста. Давай. Мы сама дойдем. А. Кормgroup Все здесь я сама. Все, не мешай. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Сумки. Скажи, а твой напарник, это тот, кого Серега на взятки поймал? Фамилию не помню. Разин, прокурортский сынок. Ну, не за что бы он в другом экипаже работал. Ольга, ну, хрен бы с ним, а? Ну что, что, снял, что ли, будем? Что такое? Оль, что такое? Кушарик позвать? Каталко? Оль. Ноутбук, посмотри, не забыла, в сумке. Какой на хрен ноутбук, Оль? Ты сюда рожать приехала или что? Телефона хватит, пойдем. Ну, а кто непристойный сайт поддерживать будет? Семен Семенович? У меня Серега из-за долбали с этим Семеном Семеновичем. Не кричи, посмотри. Вот он, смотри, видишь? Ну, все, хорошо, пошли. А я сама-сама дойду, все. Сама-сама, все, все. Сама-сама. Кадиллак Платинум СВИ. М-м, довольно свежий. Ну и сколько? Полторашка. Полтора миллиона. За машину, от которой остались только документы, дороговато. За такую цену можно реально машину купить. Той же модели того же года? Вряд ли. Ну, может, что-то попроще. Но переплачивать за бумажки. Здесь помимо бумажек есть еще кое-что. Плюс доверенность на продажу. Извините, все равно неинтересно. Допустим, ваши условия? Миллион. И я не блефую. Моя цена не для торгов. Хорошо договорились. Буду ждать звонка. Ну вот. ПЕСНЯ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, слушаю вас. Есть хорошие новости. Далек Семенович. Спасибо. Что-то мне подсказывает, Вера Ивановна, что скоро на известном нам сайте мы увидим новый заказ на угон Кадиллака. Да, тем не менее, Мальцева пока мы трогать не можем. А вот пробить кому? Он звонил... Да не пробьем. Нет, то есть, конечно, пробить пробьем, но выяснится, что телефон оформлен на бабушку Деда Мороза. Давай. Узнаем номер, поставим прослушку, запросим биллинг, а там и наружное наблюдение. Да, а что я имелась в виду? Никита Александрович, займись. Вера Ивановна, может, лучше Рустик? У меня висяк по мошене Тюленева. Да, Руслан, действительно лучше. Но поручаю я тебе. Вера Ивановна, да не вопрос, я... Руслан, давайте я сама буду решать, кто и чем занимается в моей группе. Ну, а еще кто-нибудь знает, что с ней? Ну, я думаю, то, о чем весь батальон гудит. Что, не слышали, что это? Нет. Твой брат сегодня чуть не погиб. У Шарапа в заложниках. А, это... Это знаю. Не подумал просто. Или что, я на коленях должен выпрашивать? Все. Жду. 3-16, все удачно, успели? Есть, 3-3-16, спасибо за понимание. Возвращаюсь на периметр. Услышаю вас 3-16. Ждем радостных новостей! Так точно. Всех благ. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Угу, спасибо. Блин, дед какой-то. Вот туда машинку ставим? Виноват. Я сейчас подойду. Виноват. Понимаю, не убедился, не уступил, чуть аварию не совершил. Но и вы должны меня понять. Виноват за нами гонится. Догонит. Что мне делать-то? Придется драться. Чего-чего? Я разберусь, лейтенант. Виноват. Тут такое творится, в голове не укладывается. Ну вот. Ну все. Не отдам. Что хотите со мной делаете, не отдам. Мужчина, в сторону. Предупреждаю. Не приближайтесь. Предупреждаю. Препятствование законным действиям сотрудника полиции. Это вы здесь допускаете беззаконие? Я не позволю. Ну? А что вы застыли? Помогите нам? Или вы не обязаны? Смотря в чем дело. Они хотят отобрать у меня ребенка. Сын с женой улетели отдыхать. Внучку оставили нам. Мне и моей жене. Мы собрались в магазин. Все вместе. Там есть детская комната. Игровая. Сейчас разберемся. Ребенка можно оставить и идти за покупками. Оставляем. Ну и вот. Оказывается, мы не имеем права. Гражданин, у вас опека на внучку оформлена? Угу. Нет? Без оформления вы ей никто. Оставлять, вводить ее, где придется, с кем угодно нельзя. Как это с кем угодно? Там воспитатели, там все устроено. Так, стоп. То есть бабушка или дедушка не имеют права с внучкой гулять? А вы не знают. Законы надо бы знать. Тем более вам, сотруднику полиции. Без оформления опекунских прав никто не может сопровождать ребенка, куда бы то ни было, кроме законных родителей. А бабушке и внучке никто, получается, да? Вот секундочку. Вот если, допустим, теща пошла с моим ребенком в парк развлечений. Вы что, у нее моего ребенка отберете, что ли? Не отберем. Изыменно. Вот именно. Представляете? Что за маразм-то? Ну, маразм не маразм. Закон есть закон. Вы обязаны подчиниться. Откройте машину. Не откроем. Никому не откроем. Нет, вот это его. Потому что вы денетесь. Да перестаньте. Так, руки! Что? Лейтенант, от машины отошли. Оба. Допрос столько при понятых. Туда отошли. Ну, знаете... Товарищ воитель, а вы мне права и техпаспорт на машину. А это еще зачем? Инспектор ДПС капитан Иволгин. Опасный маневр. Не подали сигнал поворота. Плюс поворот совершен заездом на встречную полосу. Это вплоть до лишения. Ну, конечно, как судья решит. Документы будьте любезны. Ну, хорошо. Может быть, мы поищем понятых? Вам надо выищать. Пожалуйста, встретимся в суде. Чтобы вы знали, я преследовала человека, который насильно удерживает чужого ребенка. Вас не задерживаю. В следующий раз будьте внимательнее. Спасибо. Сердечно и спасибо. Что вы себе позволяете? Что делаете? Задержите немедленно. У него незаконный ребенок. Я речь, что никакого ребенка не видел. Лейтенант. Вот за это вы ответите. Вот за это я на вас в прокуратуру. А имеете полное право. Кстати, у Александра Таразина отец прокурор. Так что, если что, далеко ходить не надо. Сейчас в машинке подождите. Мы протокол оформим. А теперь все. Спасибо за просмотр. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну ты даёшь. Чего мы как бандиты встречаемся? Ты хвост за собой не привёл? Слушай, от кого мы шифруемся? Мне может ствол ещё с предохранителя снять? Да Вера Ивановна мозг выносит. Запрещает по Тюленинской тачке работать. Узнает, что в контору нашу езжу с вещами на выход. Ну да. Это правда, с Верой Ивановной хрен забалуешься. Ладно, Ром, давай, я что привёз? Это у меня сама Волка в любой момент могу дёрнуть. А что их так много? И разные всё. Ром, ты ничего не напутал? Я тут при чём? Компьютер лица распознаёт. Исходя из всех факторов, вот из базы отобрал 7 фигурантов. Двое сидят. Проверял? Сидят. А третий отдыхает за границей. Таможенников спросил, они подтвердили. Так что его в тот вечер в Москве быть не могло. А остальные? Отрабатывать надо. А, там в самом низу гаишный капитан. Вот. Вот это попадалось. А что, гаишники, что не люди? За угоном не замечались? Не, Ром, ты не понимаешь. Вот это знаешь, кто перед тобой? Обратень. В погонах. Это Юрий Ацеров. Юра Иволгин. Корешок моего брательника. Тогда соболезную. Слушай, а пробей-ка мне его телефон по биллингу. Ну так, чисто поинтересуемся, где юрец был той ночью. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Чувак, походу, полную тачку надел. А нехрен ходить. Тут машины ездят. Мама, ты не мне, ты печень своему участковому выклевывай. Это его земля. Мамуля. Ладно. Хорошо. Хорошо, мама. Ладога. Мотопатом 0-9-10. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА О! А! А что? Что, не видишь? А-а-а! Типа как в американском кино. Ладога, Матопатом 0-9-10. Доложите обстановку. Ладога, 10-й. Прибыли на место. Факт нарушения зафиксирован. Довожу визуальную обстановку. За рулем малолетка. Не понял. Уточните, малолетка вон или она? Ладога, 0-9-й. С какой целью интересуетесь? Настроение слишком бодрое, 0-9-й. Толстый длинный минус поставить. Ладога, 10-й. На глазок, пацан. Пассажир такой же. Подтвердите начальную установку. Подтверждаю. Работайте максимально жестко. Ну, наконец-то. Ладога, 0-9-й. Вижу, вашу мать. По нулям, вашу мать. Дим, я соскакиваю, стой. У меня же, вон... Ты дебил? В гараже не мог оставить? Спрячь, пока никто не увидел. Ни днем, ни ночью житя отдают. Бабка. А этому участковому хоть бахны. Это несмотря что мой сын капитан. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Взрослым детей вообще нельзя трогать. Не бойся. Спецбат ребенка не обидит. Стоять, руку. А я чьим? Я не водил. Я рядом. Старший лейтенант Кузьмин. Начнем с водительского удостоверения. С какого удостоверения? У меня и 16-ти нет. Это я вижу. Машина чья? Моя. Типа ничейная. Сам насобирал из разных частей. На свалках разных. А что из тебя как из пепельницы несет? Это явно не табачок, да? Нет, нет. А курим мы что? Самосад? Я вообще не курю. У меня нет ничего на тебя. Выскивайте. Обыщем. А потом к наркологу. А там говори, что хочешь. Против анализов не попрешь. Я думала, у них обычная эта дурь в головах. А они что, наркоманы? Оттого и дурь, Елизавета Петровна. И родителям разорение. Только по одной нашей линии штрафов тысяч на сто набежит. На двести. Я вам что, работаю? А ты как думал? Нетрезвое вождение, без прав, без номеров, машина без регистрации. Ну ведь, господи, ну они не совсем пропащие. Ну кричат, шумят, да. Ну бывает, гоняют. Ну сто тысяч. Презвоните сыну. Прикажут, отпустим. С устным предупреждением. Звоните, а что я ему скажу-то? Из-за машины. Шустрей, шустрей. Руки на крышу. Чего прицепились? Вы же гаишник. Идите на дорогу свои тачки ловите, а я у себя во дворе. Вам какое дело? Как, ну-ка, успокоился. Очень конкретно, уголовное. Стой, захочешь убежать, убежишь с дверью. Чего мне бежать? От кого? Что в носке? Нога в носке. Молодец, капитан, очевидность. Ну-ка. Какое вам дело? Не имейте права. Стоять. Сейчас я тебе зачитаю твои права. Боу клиента. Наркота в носке. Что делать будем? Ты мне месяц бляж проедала. Мама, я тебе что говорил? А ты мне что? А, на первый раз отпустить? Отпустим, конечно. Чтоб ты мне потом опять... Ма... И кого-то мы отпускаем, Орлов. Подожди. Подожди, говорю. Тут мотобаты. Товарищ майор, двух пацанов задержали. Лет по 15. Предположительно, с травкой. Ну, молодцы. А в чем загвоздка-то? Соседские оказались. С мамой в одном доме живут. Ну, и, в общем, она не хотела. Так получилось. Она их... Сама под мотобатов подставила. В смысле? Что-то травку шею-нибудь подкидывала? Да нет, конечно, что... Ориентировку на них дала. И, короче, теперь, вот, просят, чтобы мы с ними как-то... Ну, чтобы жизни не калечили. Виноватые себя считают. Благородно. Передавайте своей маме, Орлов, что она у вас большой молодец. А что касается мотобатов, то у следователя и группу к ним. Потому что наркоманию нужно душить в зародыше. О, нежный. Почему не в госпитале? Выписали, товарищ майор. Признали годным. Ну, хорошо. Я перезвоню мамам. О, нежный! Вернулся, ну, слава богу. Ага, Вовка. Нырявая головка. Здравствуйте, Алена. Привет. Ну, привет, контуженный. Ты что, забыл? Ну, давай, я тебе напомню, что тебе голову ошибло. Меня зовут. Капитан Роженов. А куда это мы направляемся? Товарищ майор, комбат поручил ознакомить лейтенанта Леонову с оперативной работой группы гор на выезде. Угу, понятно. Ну, тогда добавляю тебе нежного, капитан. Чтоб служба медом не казалась. Так что стажер, третьим номером капитану Роженову. Есть. Есть. Ну, что стой, давай, давай, пилот. А чего с майором Чертановым? Он в отпуске по ранению. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Сереж! Поздравляю, мамаш, с приплодом. Так, а где? Где новорожденный? Унесли. Королева-мать имеет право на личное время. Да ты что? И почем нынче королевские роды? Дорого. Ты только, Юрке, не проболтайся. Он думает, что это все как у всех. Семейка идиотов. Вот в благополучных семьях обычно мужья скрывают, а Джонсоны теневые доходы. Если бы я не скрывала, Юрка давно бы уже не выдержит. Понимаю. Поэтому мне нужны деньги. Не сочти за шантаж. Хотя лучше шантаж. Не люблю просить, ты знаешь. Сколько? Да так, пустячок. В пределах твоего материнского капитала. Я тебе, а ты Юрке в долг. Другому он не возьмет. Как это он отдавать-то будет? А, никак. Отработает сегодня же. Все уже намази. Оль, Оль, я тебя прошу, давай только без постродовой горячки. Да. Так, у меня наличных нет. Могу сделать перевод на карту. Устроит? Да, в самый раз. Только не мне. Вот телефон банкира. А, сынишку, поцелуй за меня. Обязательно. Сереж. Спасибо. Ну что, Толь, ты мне, я тебе. Мы же мафия. Толь, ты мне. ТОРМОЗОВ 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 Деньги на карту уже пришли? Я говорю, что говорю. Телефон, понимаешь, пальцами не прощупаешься. Пишут, что упали, а на деле, я не знаю, черт тебя знаю. Как там механик-то поживает? Механик? ТОРМОЗОВ Ну, понимаешь, мне он на жизнь не жалуется. Понимаю, понимаю. Ну, это так, для словца спросил. Ты вала за хвост не тяни, где остальную, дядь Борь? Бардак открыли. ТОРМОЗОВ Дорого. Красиво. Это, конечно, все здорово, дядь Борь. Но если получится, как в прошлый раз, с тачкой Тюленева, беги. Не прощу. Значит, Антонович, одну минуту. Я за тот случай, с кого нужно, поспрашивал. Перед тобой, Антонович, я повинился. Мало повинился, скажи, я могу еще. С этой шняги не будет. И не веришь, ну, я сам-то подвяжусь, стариной трехну. А вот это не надо. Не надо трясти, а то вдруг песочек посыпется. Так, ладно. Какие-нибудь секретки, маячки под обшивкой есть? Нет, там ничего нет. Понимаешь, хозяин, видо, толковый, с умом, да... Кому эти висюльки нужны? Если у серьезных людей есть к тачке интерес, ничего не спасет. А у нас он? Есть. Есть. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так, если кому хочется, может сходить в магазин. Серьезно? Ну, да, закупиться там для души, для тела. Во время работы можно? Нельзя. Это если денег нет. А если есть, то вперед. Все равно нам стоять баллон наколачивать. И обязательно нам стоять? Стояк, Алена, Андрей, это не какая-нибудь там расслабуха. Это очень сложная, трудоемкая работа. Товарищ капитан. Володя, стояк от слова стоять, а не то, что ты подумал. У меня твоя глупость, она же даже в голову не войдет. Спасибо, Володя. Я уже привыкла. Спасибо. Товарищ капитан имеет в виду, что на больших парковках много потенциальных угонщиков. Угу. Когда они видят наши машины... Какие ты угольные, Володя? А что ты вот это вот мяу-мяу-мяу-мяу-мяу? Ты как мяучишь, как... Ну ты что, думаешь, она глупее, чем ты? Да я-то поняла. Стояк это одна из мер профилактики. О! Видишь? СМЕХ Не надо на меня так смотреть. Как на котенка. Я вам не котик. Моя фамилия может взбивать с толку. Нежный. Но нежный не значит неженка. Хорошо. Простите, Алена. Андреевна. Угу? Ну ты чего, родная, а? Ты вообще, что ли, ослепла, а? Ты ничего не... Спорим не подерутся. Ты вообще ничего не понимаешь? Иди сюда, я тебе покажу, куда ты едешь. Мужчина, вам чего? Чего? Чего вам надо? А мы не должны мешаться? Это же все-таки конфликт на дороге. Ну, во-первых, парковка не дорога по определению. А во-вторых, вмешиваться мы не должны. Мы должны пресекать в соответствии с законом о полиции. Значит так, лейтенантики, слушай мой приказ. Самое сложное, это что? 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 Утихомирит женщину. Поэтому на себя ее берет кто? Правильно? Вы. Хорошо. А? Ну а что, попроще? Конечно, только я тебя прошу, будь на чеку, ладно? Чтоб тебе монтировка в голову не прилетела. Монтировка не пуля, она убьет. Мужчина, не подходите ко мне! Не надо подходить ко мне! Я еду оттуда. Я вот здесь стою, я здесь буду стоять. Мужчина, ты видишь, эти две полосы? Ну да! Мужчина, возьми свой рулет! Ты вообще дура, что ли? Не надо ко мне подходить! Вообще дура! Отойдите от меня! Живо дошел от меня! Ты иди посмотри, куда ты едешь! Там, подбородок-то отпусти! Так, все-все-все, граждане, граждане! Сохраняй, спокойствие, дистанцию! Вот тебе и полиция! Сейчас они быстро разберутся, откуда деньги на такую машину! Кому ты подмахнула? И за какие такие дела тебе права дали? Вот такой же, наверное, как ты за подержаться и выдал! Бабы! Бабы все через передок берут! Слушайте, ну это уже явно перебор! Да, действительно, перебор. Давайте, водитель, садитесь в машину и... Да ты же... Да ты швабришь! Да я говорю, швабришь! Скажи, чтоб она машину свою убрала! Я говорю, спокойно! За подержаться, говори! За подержаться! Я тебе сейчас дам за подержаться! Иди сюда! За подержаться! Что, еще тебе дать? Да я тебе сейчас дам! Давай-давай, тихо! Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Откуда?! Отведешь! А я бы еще добавила, чтобы раз навсегда язык прикусил! Стой! Ладога, я 0-1-й! Ладога, слушаю вас на 1-й! Да, внедорожная! Вызываю наряд! Вот так вот, Алёна Андреевна, мы и пресекаем! Приятного! Спасибо! Избегаешь меня, ночевать не пришла. В кабинете как будто бы не замечаешь. Почему верусь? Сережа про меня опять что-то наговорил, да? А есть что наговорить? Ну, не знаю. Я вот не сдержался и сказал ему пару ласковых. О чем? О старом тряпье, который я за ним типа донашиваю. Мы так чисто по братски поговорили. Ты не думай, морды пока никто друг другу не бил. Никита, скажи, а как мне после этого тебе вообще хоть что-то доверять? Как я могу тебе хоть что-то рассказать, если ты себя так ведешь? Хуже базарной бабки! Уйди, пожалуйста. Гражданин начальник, я вообще-то к вам по делу. Так, чтоб не при всех поговорим? Или вам вообще все по боку? У вас Сереженька поперек головы, да? Чтобы ты знал, он вообще никогда не был для меня Сереженькой. Язык не поворачивался так назвать. Это все равно, что тебя назвать Никитушка. Понравится? Ну, если ты сверху. Да. А у тебя все одно на уме. Ну, почему одно? Вера Ивановна, а как же закусить? Пойду тоже что-нибудь возьму себе. Может, есть мое? У меня что-то аппетита нет. Так что у тебя? Телефончик, на который звонил наш Мальцев с заказом для Семена Семеновича, как я и думал, оформлен на гражданку Украины. Тернопольская прописка, 79 лет, из которых лет сто не была в России. Очень мило. Но это ты мог сказать при всех. В чем тайна? Биллинг. Во время разговора телефон находился, не поверишь. Рядом с автосервисом дядя Боря. А дядя Боря, ты сама понимаешь. Это Сережа. Никита, уверен? Ты проверил? Ты перепроверил? Ну, про что, это и Сережа. Но я извиняюсь, Семен Семенович. Я именно от дяди Бори впервые о нем и услышал. Говорит, что подъехали какие-то с виду реальные бандюки. Но сватали ментовскую красную крышу. Дядя Боря их как будто бы послал. Но я вот думаю, а что если не послал? Никита, ты понимаешь, что мне это все надо докладывать в следственный? Никита. Я тебя очень прошу, больше об этом никому. Вообще никому. Конечно. Никита. Я же сказал, никому. Тем более Сереже. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА За машину, от которой остались только документы, дороговато. За такую цену можно реально машину купить. Той же модели того же года? Вряд ли. СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Прогрешите, товарищ полковник? Францев, когда выезжаем? Вообще-то уже пора, но у меня там тяжело сейчас с Верой Ивановной. И прямо скажем, у нее настоящий прорыв по Семену Семеновичу. СТУК В ДВЕРЬ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Может, тяжело к вам пригласить? Не сегодня. Нам ехать надо. А Верой Ивановна, ну, пусть расширяет прорыв. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ Мужчина-верец. Нового гаишника миру явил? ПОЗДРАВЛЯЮ! ПОЗДРАВЛЯЮ! ПОЗДРАВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА ПОЗДРАВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ГОВОРИТ ПОЗДРАВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА ПОЗДРАВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА Тогда... Просто садимся и едем. Слушаем Ладогу, 2.18, по заказу радиослушателей. А? Чего говоришь? К воду и рец. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Давай, давай! Что стоишь там? Дежурный пост, первый, у нас угон. Какой у нас? У вас! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Понеслась пресса. Боже, урожайся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внимание, Ладога, всем патрулям! Ваш режим 19.07. Дежурные экипажи гор на выезд. План перехват. Повторяю, Ладога, всем патрулям. Режим 19.07. Дежурные группы гор на выезд. Работаем по регламенту, три единицы. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Не спи, замерзнешь. Серега, я наших слушаю. Все выезды из города перекрыты наглухо. Даже тещины языки. Не суетись, дядюк. Из центра мы уже выбрались. А из города как? А никак. Ты же говорил, в лесу запрещу. Я же не говорил за городом. Нам сейчас отстояться надо, пока волна не уляжется. А где лучше всего запрятаться, а в лесу? Иди в лесу. Неправильно. На парковках торгового комплекса. Знаешь, почему? Почему? А потому что угонщики так никогда не делают. СИГНАЛИЗАЦИВАЮЩАЯ МУЗЫКА Вот черт, а! Ну ты и черт! О, а что за нервы? На, сука, громкий угон, у кого хоть тачку увели. Узнаешь, Юня, скоро все мы узнаем. Когда нас к матьеву, сука, на усиленные переведут, на две недели в казар не закроют, будет нам веселуха. Вот гасо, а! Столько планов, все мимо кассы. Поймай бы эту, сволочь, зубы ему выдрать, чтобы не гадил на зло. Так пойди и поймай, а чего ж ты? Я же тебе не в компьютер играть. Он же между дорожной камерой, как между пальцев. Ни одна не засекла. Все дорожные стояки обошел. Ты вообще можешь в такое везение поверить? Слушай, а где сейчас черт-то? Чертанов? Серега? Да? Ты что, серьезно, что ли? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ноль первый. Как меня поняли? Понял вас, Ладога. Перехожу в режим 19-07. Приступаю к плану перехвата по рекламе Дугор. Где она? Ален! С ним договорились, да, о том, что мы завтра встретим. Только этого не хватало. Что? Где-то здесь Виталик стоит. Не нарваться бы. Да, конечно, конечно. Да что, уже едем? Давайте, сейчас же, у нас перехват, ну! Сейчас-сейчас-сейчас. Что? Твою ж мать, накаркал. Ё-моё! Да так, ничего. Просто это он. Кто он? Я твой стажер узнал. Все, капец. Мерз, по которому у нас перехват. Пойдемте, пойдемте! Пойдем, пойдем, пойдем! Пойдемте! Пойдемте, пойдемте, пойдемте! Блин, навязался все-таки кто у них за рулем? Виталик? Да хрен бы с ним, с Виталиком. У него Аленка в машине. А-а-а. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Все, Эрес, извини. Кажись, приехали. Я сдаюсь. С Виталиком гоняться это бесполезно, а повторов я... Повторов я не хочу. Нежный, за руль. Серега, тебя невероятно заметили, так что беги. Ага, что, улица? Серега, это выход. Давай, жми. Давай, давай, давай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Давай, 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 давай. Ну, твою душу мать, а! Да что ж вы сговорились сегодня? Я, 01-й, Ладоги. Запрашиваю отбой, со мной пассажирка. Ну... Что? Кто? Да сами знаете, кто, ну... Вы раньше о чем были? Подтверждаю отбой. Ладога, 01-й. Пассажирку высажу, продолжаю преследование. 01-й. На базу. Не обсуждается. По нулям. Товарищ капитан, виноват. Но майор Чертанов поступил бы так же. Пересаживаемся. Мобильник Чертанова. Изъят по делу похищения человека. Алёна, это кто? Новая пресс-секретарша Кутузова. А вот с Чертановым у неё, может, и любовь. Мы её пробили, товарищ полковник. Она не в теме. Возьму? Давай. Следственный комитет. Простите, я опять не туда. Серёга, чего ползём? Думаешь, все уже оторвались? Да. А может, нет. Но лишних гонок устраивать не будем. Поста вроде нет. Ты, Юрес, лучше будь на волне. А то план А мы с тобой уже завалили, а если завален план Б, я тебе передачки на нары таскать не буду. Почему? А потому что буду на соседних сидеть. Слушай, слушай. Да я слушаю, слушаю. Дальше на красную поворачивай. Правильно едем? Нормально едем. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК О, это ж это, Алёна твоя. Ответишь? Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Как вам болеется? Слышу скрытый упрёк в вопросе. Да, я не думаю, ты это знаешь, если звонишь Юрке на телефон. Да, я знаю. И где же вы? А мы у Юрки на даче. У неё жена родила. Отмечаем. Вот как? Ну, поздравляю тогда Юру. Юркина родила? Что, девчонка, пацана? Сергей, а вы же дома хотели отлежаться. Так я отлеживаюсь на банной полочке. Только у меня же баня сгорела. Да, да, Юрец, ты там венечки-то замочи как следует. Ох, хорошо. А чего это вы со мной на вы, Алёна? А, да. Мне сейчас не очень удобно говорить. Я так понимаю, Кутузов уши греет. Угадал? Да, вы угадали. Он самый. Привет вам передаёт. Ага. Ну, тогда ему тем же концом по тому же месту. Он поймёт. Сегодня я у Юрца. Ночи меня не бой. Ты не скучай. Сказал бы целую, но Юрка подслушивает. Так что по нолям. А, подождите, Сергей, мы хоть с Юрой только по телефону знакомы, но всё равно ещё раз поздравляю его. Мальчик, девочка? Народ интересуется ориентацией новорожденного. Мужик! Сойдёт? Хорошо. Ладно. Пока. Ой, спина взмокла, как в бане, ей-богу. Серёг, ты что, правда, сегодня у меня ночуешь? Не шутишь? Не шучу. У тебя. Или в КПЗ. Там, конечно, не так уютно, зато без женщин и детей. Лучше у меня. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ваши? Наши-то, а не наши. Да не наши, Юрец. Как думаешь, достигли нас уже? Может, да, а может, нет. Сейчас не понял. Ты специально подставиться решил? А как ты догадался, Юрец? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я не знаю, зачем тебе это нужно, но сейчас они вызовут подкрепление и обложат нас со всех сторон. Этим и закончится. Не бзди, Юрец. Впереди центральный парк. Ничего. Ничего. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Блин, Серега, попали? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Переобуйся в прыжке. Ничего. Как только по крыше им ударю, пересаживайся за руль. А потом куда? Туда. Может, туда? Юрец, мы туда, а не за нами. Смысл? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Жаль, пулемета нет в багажнике. Ну, это ж не Таченко. Твою... Блин. Блин, блин, блин. Неожиданно, правда? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Товарищ майор? Привет, старлей. Есть предложение на миллион. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА И дальше чего? А дальше ты берешь рацию и докладываешь Ладоге, что преступник скрылся в неизвестном направлении. Упустили. Охренительное предложение. Что, реально миллион? На всех или каждому? Ты не понял закон. Это не я вам. Это вы мне откатите. Мы? Мы-то за что, товарищ майор? А за то, что я и дальше буду молчать о том, что вы оба замешаны в похищении Лексуса Столетовой. И в убийстве своего падения, Кусмоля. Чего? Того. Есть записи с уличной камеры. И полностью весь ваш пошаговый маршрут тот день. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вы чего-то как-то сразу, товарищ майор, я не понимаю, это разводка, что ли, такая? Угу. Разводка? Тебе напомнить про телефон Столетовой, который был в машине и который потом оказался у вас. Только не надо мне про бомжа. Телефончик ваши подельники подкинули, чтобы подальше увезли от Лексуса и от Стойника. Какого от Стойника? Кстати, насчет от Стойника. Там в тот день был мой брат, который чуть не погиб. Тоже майор, тоже Чартанов, только в заголовке. И вот то, что он у вас до сих пор не выцепил, лично я оцениваю в миллион. Привет, это Семен Семенович. ПЕСНЯ ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Ладно, Майков, правильно, что не по рации доложился. Работай. Что? Они его упустили на ровном месте, как сквозь землю. Что значит, упустили? Сквозь землю? Скажи, сквозь луну еще. Да что это значит? Ну а вдруг? Товарищ полковник. Что это такое вдруг, Мальцев? Он что, под землю зарылся? Как крот с землеройком? Ну что, вполне реально. Выкопали заранее котлован, ну как под военную технику. Прикрыли строительной сеткой, все. Ладно, это же и копать ничего не надо. Малых строек, сколько рядом дорожной работы. Слушайте, что за бред, а, Вера? Ну, такую версию отрицать нельзя. Тихо у вас на всех. Но дело же не в этом, правда? Преступник явно знает наши радиочастоты и слушает эфир. Капитан Рожнов доложил, что преступник отказался от дальнейших попыток скрыться. А потом фактически сам его отпустил. Далее ситуация повторяется точь в точь. Какой вывод напрашивается? И какой? Угонщик явно кто-то из своих. Патрульные его нагоняют, узнают, отпускают и прикрывают. Засем меня хочешь добить, Вера Ивановна? Давай, добивай. Работа у меня такая, товарищ полковник. Уж извините. Я буду вынуждена проверить алиби каждого офицера батальона. Только знаете что, Вера Ивановна, я вам очень рекомендую в первую очередь проверить алиби вашего бывшего мужа, майора Чертанова. Угу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Стой. Что-то не так, Серега? Пока не знаю. Может, это-то? Пока не поздно, стартанем отсюда? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Капитан Нарышкин, криминальная полиция. О-о-о! О-о-о! Орноватого Сергея Антоновича сняли очки и бейсболку. Территория эта находится под постоянным видеонаблюдением. Ваши личики светанулись на охранных мониторах. Что сидим-то? Пройдемте. Серега, что делать будем? С вами мальча. Серега! Ничего не будем делать, Юрец. Спокойно. Хотели бы нас повязать, мы бы уже давно с тобой в крандалах лежали. Лучше пока. Капитан! Капитан! Я недавно пересекся с одним таким же, оказался ряженый. Чуть под статью меня не подставил о похищении человека. Да никто тебя не подставлял. Ты же сам знаешь, что похищения не было. Тебе же все объяснили перевербовкой. Ну что ты? Ух ты! Какой осведомленный! Так может, ты сам все это и провернул? Скажи мне, это вот сейчас что было такое? Тебе некому ксиву показать или что? Или это такая очередная проверка на вшивость? Или мы начнем прямо сейчас колес всех сдавать, а, капитан? Лучше перебздить, чем недобздить. Ты накосячил, чертанут. Так, кто знает, что у тебя там на уме? Кстати, вот, тут тебе кое-что передали. Узнаешь? Не гуляю я. Ну, дошло наконец, что я не подстава. Или еще аргументов подкинуть. Так сойдет. Дальше что? Дальше? Смотри, первый косяк вам прощается. Ну, попадетесь реально, вы реально ей ответите. До конца операции, даже если вас к вышке приговорят, никто рассекречивать ничего не будет. Нам важен не процесс, а результат. Какой! А, ты вот сейчас сам все это придумал? Или тебе в той машинке инструкцию прочитали? Интересная, кстати, машинка. Давно ее приметил. Твоя? А? В смысле, капитан, это не ты меня. Это я тебя вычислил. С самого первого дня, как ты начал кататься за мной на этой машине. Это не мой косяк. Это твой косяк, капитан. А мне один раз сказали, что здесь надежное место. А я переспрашиваю Днеприву. Какого, а? Ну, так как мы его отбирали? Мы отбирали. Да чертанов сам себя отобрал. Без нашей подсказки сам придумал этого Семен Семеновича. Как будто нашу идею где-то услышал. Ну, идея, допустим, не наша. Создать подставную банду, чтобы выманить на себя настоящих бандитов, тереться в доверие, это классика. Классика. Только додуматься надо было. Это да. По поводу Веры Ивановны, товарищ полковник, может, раскрою мои карты? Слушай, за тяжелого, я думаю, приглядываются. А если она расслабится? Проинструктируем, не расслабится. Наоборот, подыграет нам. Лучший враг хорошего. Поэтому, Францов, пусть все будет натурально. Иванович. Послушай, капитан, тут не в службу, а в дружбу. Передашь ему конверт, а? Он меня не возьмет, не поверит. Кучерява живете, ребята. Нормально живем. Ирис. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Значит так, руководство операции объявляет благодарность... Кепитан Ивугин? Да. Благодарит и поощряет. Вот, держите. Серега, это что такое? Ну, тебе же сказали, юрис, премиальные. Давай, бери. Это за уже выполненную, а главное, будущую работу. Серега, ты видел сколько? Нормальный юрис. Наша Родина может себе позволить. Служу России. Давайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я же правильно излагаю, доктор? Таксисты так водят. Пьяный, что ли? Да ну, не может быть. Угу, не может. Не смешите мои штиблеты, Алена. Мы их пачками каждый рейд выявляем. Таксистов? Пьяных за рулем? Серьезно? Ну, даже и не пьяный. Кому от этого легче с такой ездой? Так его надо немедленно останавливать. Угу, немедленно. Ух. Немедленно, Алена, только дети растут. И цены в продуктовых магазинах. Сейчас мы его спугнем. Он нам догонялки устроит. Нежный опять же за рацию схватится. Потому что нежный, Алена Андреевна, он у вас того. Товарищ капитан. В смысле, бережет. Бережет, как для себя. Спасибо. Правда. Эй-эй-эй-эй! Миллиметровщик хренов! Он же чуть в бочин не въехал. Володь, посмотри, я не вижу. У меня лобовую отсвечу. Кто там сидит? У меня тоже самое. Выходим, стажер. Подождите. Подождите. Там мальчик. В смысле мальчик? В смысле ребенок. Заплаканный сидит. Слушай. Слушай, правда. Ребенок, а? Вот щенок, а! Покататься решил. А ведь мы с ним ничего сделать не сможем. У нас законы такие. Слушайте, давайте так. Виталий, вы сидите в машине, Володя все равно выйти не может. У него дверь поджата. Так что к ребенку выйду я. Верия? У меня с ним зрительный контакт установился. Ну, вообще-то тут командует товарищ капитан. Ой. Ну, вообще-то я без пяти минут майор. Угу. Идите вы к черту. Извините за грубый намек. Ален. Мистер. Остановитесь. Сначала первым делом выдергиваешь ключ из зажигания. Ясно? Ну, понятно. Давай. Привет. Откроешь мне дверь? Ну, давай тогда познакомимся с тобой. Я Алена. А тебя как зовут? Малик. Малик? Ого. Очень красивое имя. Я даже знаю, что оно означает. Ты царь. Да? Товарищ капитан. У нас в управлении есть генерал Шевчук. Он возглавляет службу собственной безопасности. Ну? Он мой дядя. По маме. Так. А тебе мое нравится имя? Не знаю, нравится. Ну вот видишь, мы с тобой уже знакомы. Давай, открывай дверь. Давай. Меня же депортируют. Нет, нет, ты чего? Можно я машину выключу, да? Ну, вы же заберете меня в полицию, да? Малик, я ничего такого не собираюсь делать. Ну не врите! Я своего отца переехал. Я переехала его на этой машине. Меня же депортируют, да? Ну, почему-то это. Ну, просто вы не знали. А вот я сказал, теперь вы знаете. Надоело от всех скрывать. Какие мастерские угольные, это бассейн. Нет, товарищ капитан, ну, это ничего не значит. Честное слово, я не стукач. То, что между нами, это только между нами. Мы же как семья. Как семья. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Батя один. И просил не беспокоить. Нет, ты понимаешь, как она ставит вопрос? Алимией и что? Я всех не прикрою. А если вдруг что-то, ты представляешь что? Нам с тобой полный пипец. Да, ладно. А, да, при встрече. Разрешите, товарищ полковник. Что, Орлов? Селектор не фурычен? Почему без доклада? Лидия! А что, Зиновий Макарович, вы мне в следующий раз скажите, чем я удержу. Я вам сто раз говорила, мне нечем. Так Лидия совсем сдурела уже. Спицами чем? Фурыч, все. Виноват, товарищ полковник. Тут как бы вопрос не селекторный. Давай ты еще мне до кона. Что? Рожнов по закрытой звонил вторым номером у Чертанова. Вы с утра в его экипаж Алену Андреевну пристроили. Ну и сбежала с каким-то мальчишкой. Села в такси на место таксиста водителем. Ну и... Вот ни хрена не понял, Орлов. Ты офицер дежурной части или мямля? Не можешь без мата давай с матюками докладывать? Ну... Спицами, говорит. Я это в следующий раз так и сделаю. Посмотрю на него. Раскомандовался тоже. Мне нужен майор Чертанов, срочно. Ваш или наш. Сергей Антонович, как с ним связаться? С пиццами. У вас нет его телефона? У меня есть, он мне отвечает. Может быть, есть другой контакт на экстренный случай? А вы у Алены Андреевны спросите. Она у него на любой случай. Спасибо. Малик, а тот куда? Направо. Поворачивайте. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Тебя папа учил машину водить? Ага. Давно? Да, давно. Уже целый месяц. Мне не нравится. Не хочу быть таксистом. А кем тогда? Не знаю. Подвались-то быть хочу. В сборную России играть. Понятно. А это у тебя что такое? Плеер такой? Не. Это скремблер. Ну, радиосканер такой. Может, чтобы полицию послушивать, чтобы знать, где можно и где нет. Его все таксисты используют. Понятно. А тебе зачем? Ну, это не мой. Это вообще Папин. Но часто возят с собой. Возил. Малик, мы же договаривались, мужчины не плачут. Ну, я не хотел его давить. Он сам говорил, давай, давай, давай. Я понимаю, я тебе верю, Малик. Но давай не будем плакать. Ну, что со мной будет? Не хочу обратно домой, не хочу. Малик. 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 Ох, Алёна. И куда она с ним? Припугнула Рожнова от вашего имени, чтоб не преследовал. Села в машину, уехала. А куда? А зачем? Моим именем, говоришь? Это она, это... Это я ее подучил. Вот девка. Машину пробили, не в розыске. Не посылать же на перехват. Да какой там? Не хватало нам еще тут. Ну, надо что-то делать. Где чертана, в конце концов? Где его с черти носят, когда без него нас тут бардак на бардаке? Да кто же его с черта знает-то? Ну да. Сергей Анатольевич, я, говоришь, оговариваю. Это ж тебе с ними сладко. Это ж для них, не знаю как, своя рубашка, которая к телу липнет. А я так. Ну, а ты былые грехни искупляешь, а? Дядь Борь. Ну так, Антонович, дядя Боря вроде уже свое искупил. Отходил в свое, а? Угу. Хотя нет, не ум. Ты ведь не за все грехи отходил. А только за те, на которых с поличным попался. А? СМЕЕТСЯ Дядя Боря, зря я с тобой связался. Ну а что поделать? Повезло, терпи. Антонович, да, а вот этот сайт непристойный, что с ним будет? Закрой ты его. Понимаешь, я там хотел через него тачку одну спихнуть. ЕСВИ. Годилак. С понта. От Семен Семеновича. Вот. Ну, флаг тебе в руки. Раньше ты хотя бы спрашивал, может, нельзя. Так, а я сейчас вроде бы спрашиваю. Задним числом? Или задним местом? Да. Ты чем думал, дядя Боря? Да. Остать и забудь. Слышишь меня? Забудь. Я его комитетчикам сдал. Вот. Пускай сбавляются. Понял меня? Вот, значит, так, да. Ну, извини, пожалуйста. Это же не твоя труба. Это? Я механика моего. Звонарей собираю, с кем кентуются, так да. Ну давай же, дядя Боря, ответь. Что? Что такое? Дятел ты, а не дядя. Иди же истянку, рихтой! Я не понял, а? Так, ну и где же ты, братик? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ошибся адресом, братишка. Стоять по телефону в том углу! Или ты там не только донашиваешь, еще и подглядываешь, а? Ты что здесь вообще делаешь, говнюк? Слушай меня внимательно, братец. Я сегодня же, слышишь, сегодня же, никому не скажу, как ты обосрался, особенно в Вере. По-братски. Понял меня? Да пошел ты, понял, Сережа. Да, Макарыч. Телефон отключен. Алена? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Маленька, привезли! Маленька полиция привезла! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Да не переживай, не переживай, мы сейчас спросим. Хорошо? А куда они все пошли? Они же... Может, вас испугались? Меня? Но они же не знают, что вы не с полиции. Да, точно. Хотя все равно странно. Это здесь случилось? Здесь. Ну, скорой помощи и полиции я не вижу. Может, не все так ужасно. Ладно, пойдем. Может, я один пойду? Слушай, я за тебя отвечаю, окей? Давай, выходи. СТУК В ДВЕРЬ Я думаю, вы квартиру снимаете. Денег-то нет. Квартира дорого. Хостел дешевле. А-а-а. Ну, куда тебя крето? Скажите, а вы не видели во дворе скорую или полицию? Все ходите спрашиваете. А толку-то что? Вот они как там жили, так там и живут. Ни полиция, ни пожарный им не указ. Хостел у них там. А мне кажется, бомжатник помойный. Поняла? А, тебе полиция нужна. Ты-то сама кто? Кто-то сама ты? Ты с ним, что ли, идешь? Ну, понятно. Подождите, что значит с ним? А то и значит, одна туда не ходи. Поняла? Хрен назад вернешься. Да даже ваши мужики ментовские то по одному не суются туда. Ты-то знаешь, сколько их там. Как сельди в бочке. Да они спят все в повалку на полу. Поняла ты меня? Поняла. Спасибо, я учту. Спасибо. До свидания. Да дурой-то не будь. До свидания. Дурой не будь! Одна-то не ходи! Серег, ну что, по-твоему конченой, что ли? Ну, запретила она и что? Отпустила ее. Ну, и за ней. Конечно. Слава, я этим на такси села, там по геолокации за раз пробивается. Ну, я же все объяснила. Вот дура-то, а. Ну, сейчас ей там покажут. Идиотка. Да куда она денется? О! Наш тукачок из разведки возвращается. Сейчас ее узнаем. Так, там что-то вроде дешевая гостиница для гастарбайтеров. Они туда пошли. А такси тут за углом. Угу. Щенок упирался? Да нет, как шелковый. Ну, да и все чики-пуки, да? Вот тут женщина кричала во дворе. Не ходи туда, не ходи. Кому кричала? Тебе? Да нет, Алене. Она все равно пошла. Ты кого привел? Она из полиции. Хоть и полиция, нельзя здесь снимать. Запрещено! Куда ты пошел? Подожди меня. Что значит запрещено? По закону можно. Это же не частная территория. И вы-ка, понимаю, здесь работаете. Я ненадолго. Ну, нет, а идите. В общем, расклад такой, командир. Угу. Леню подключаешь? Понял. Давай. Давай, Валерин. Долго возитесь? Уходите? Да все уже. Быстрее. Не успейся. Сами знаете, что с вами будет. Знаю. А пусть депортируют вместе с тобой. Но куда я одна с дочерьми? Как я без тебя, без сына, в таком большом городе? Вы женщина. Обо мне с Маликом не беспокойся. Уедем, приедем. Скоро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, пошли? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сюда? Да, сюда. Папиных нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это еще не что-то не значит. Давай, сходи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О... отец? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Вы отец Малика? Ваша нога – результат происшествия? Вы обращались к врачу? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не успели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отец, отец, пожалуйста, прости меня. Я не хотел. Я думал, я переехал тебя. Я не хотел. Пожалуйста, прости меня. Я не хотел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что это взять? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не надо с ним так! Для начала, кто вам разрешил использовать полицейский эфир? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладно, извините. Я не для этого здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ты замечал, Вован, что птицы гадят на белые машины черным, а на черные – белые? М? Разборчивые твари. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да нет, так только кажется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кажется? Кстати, гаишник не может определиться. Ну, братьям и взять, будем братьям. Значит, свидетельство смотрит в зеркало заднего вида. И говорит, вот мне кажется, или кто-то из нас двоих стукачок. Чего вы меня теперь с этим всю жизнь будете подкалывать? Господи, это анекдот, стажер. Не бери в голову. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, не с полицией, отец. Малек был очень напуган, и я должна была убедиться, что никто серьезно не пострадал. То, что я здесь, и о том, что ваш сын не по своей вине совершил случайный наезд, никто из моих коллег пока не знает. И я тоже не знаю. Да знаете вы. И виноваты. Слушайте, я бы на вашем месте попросила бы у сына прощения. И занялась бы документами, чтобы жить и работать легально, вы понимаете? Думаешь, все так просто? Я понимаю. Но без этого о работе в такси придется забыть. И это наименьшее из наказаний, которое вы заслужили. ВСХЛИПЫВАНИЧНАЯ МУЗЫКА Гульнара, уводи детей. Депутин, ну как это такое? Иди за матерью! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока мы с вами одни, я хочу, чтобы вы знали, по-хорошему вас бы арестовать и привлечь к суду за оставление сына в опасности. Тара, всевышним клянусь, я не дам тебя депортировать. Веришь? Она за деньгами пришла. Не бойся. Я заплачу. А это срок. И только потом уже депортация. С запретом на въезд. И скорее всего, навсегда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пойдем со мной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да они не заплатят, у них денег нет. Давай все вопросы ко мне. Какие вопросы? Вы кто такой? Слушай, не ломайся, а? Пойдем. С какой стати? Я предупреждаю, я все снимаю на телефон. А почему он у нас в обуви? Он у вас что, большой начальник? Хочешь знать, кто я? Отдай. Посмотрю, что она снимала. Отдайте мне мой телефон. Отдайте мне мой телефон. Отдайте мне мой телефон. Ты отвали ты. Отдайте телефон. Отдайте телефон. Отдайте мне его. Ты что делаешь, бразь? ВСКРИК Что? Алло. Принято, Лень. По нулям. Что ты соленый? Твой стол при тебе? Нет, у меня мама забрана. А что? Твою мать. Держи. Спину вместо что прикроешь? Это же те стволы, которые мы похоронили. Да, догадливый. А я дезагумацию пройду. Пошли. Стажер, давай не тормози. Шустрее двигайся. Она же в форме. Это тюрьма. Да кто ее? Кому она расскажет? Она отсюда не выйдет. Ну что ты наделал? Наем. Кругом камеры. Вахтерша сидит. Все видели, как она пришла. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло, Лень. Здесь кодовый замок. Ну да, по камерам посмотри. Все. Мне дышит. Убил. Раздевай ее, колыгул. Нарядим тару вместо нее. Выведем под камеры. А эту с твоими баулами на такси вывезем. Я знаю куда, они найдут. Нет, ты что? Не впутывай мою дочь. Раздевай ее, колыгул. Как отца невесты, прошу, моей. Не оставляй ее сиротой. Прошу. Товарищ капитан, теряем время. Не зуди, а? Да, слушай. Получилось. С меня анекдот. Погоди, погоди. Здесь вторая. Давай. Пошла. Маша отложила. Я ей все. Я ей деньги. Я на коленях стоять буду. Молодая, простая. Братник, простит. Отдай телефон. Отдай телефон. Уходи. Раздевай ее, колыгул. Ну, значит, два недода. Все, уберем. Нежный. Нежный. Остаешься тут. Никого не впускай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Тревожная кнопка есть? Жмите. Жмите. Пошевеливайся, отец. Не любовницу раздеваешь. Опомнись, Наил. Пока не поздно. Она... Она все равно не вспомнит, что было. Поменьше болтай. СМЕХ Крикнешь? Зарежу, как барана. Тебе не стыдно? Вел бы себя как мужчина, ничего этого бы не произошло. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Такая зелья не живешь. У меня бадала говорила, никто не сможет. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, тихо-тихо-тихо-тихо. Юбку снимай. СМЕХ Здесь? Здесь. Все, исчезни. Давай, давай, Рысь! А то ускорение придам. СТОНЫ СТОНЫ Стой смирно, гордая. ВЫСТРЕЛ СТОНЫ Зарежу ее! Отпусти. Зарежу. Бросай пистолет. Тихо, 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 тихо. Смотри. Видишь? Вон, опустил. Выйди. Ты далеко не уйдешь. Забирай пистолет, уходи в окно. Выйди и дверь закрой! СТОНЫ 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 На нем пусти ее. Не опущу, убью ее. ВЫСТРЕЛ СТОНЫ 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 Наталья, не надо его бить. Он меня защищал. Алена, идите вы. СТОНЫ 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 Прошел. Дайте себе уйти. Они ни в чем не виноваты. Я один виноват. Давай руль. Я отдала вашему сыну слово, я его сдержу. Не переживайте. Разберемся, защитничек. СТОНЫ 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 О, Господи. СТОНЫ Нежный! Ну, что ты вылупился? Ну, иди его, нащупай. Давай, давай. СТОНЫ 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 Да я так-то на трупов в медицинском насмотрелся. Ого, а люди думают, вас там лечебному делу учат. Работает анон! Всем оставаться на местах! Не двигаться! Руки! Блин, дец, блядь. Как мы до этого докатились? Вот как? Кто ж мог подумать, товарищ полковник? Без тебя знаю, Мальцев. Пока гром не грянет, никто ни хрена ни о чем не думает. В том удивляемся. Откуда у стажера неучтенный ствол? Да еще со спильными номерами. Говорит, случайно. В лесу наткнулся. На жюди отходил. Ну а что, может, правда? Всякое же бывает. У нас что, пистолеты в лесу, как грибы, растут? Сыкунов своих поджидают. Да варет, конечно. Его надо на полиграф отправить. Пусть его там как следует прокачают. Кого? 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 Ну да. А что, могучая волосатая лапа? Так пусть у лапы башка-то и болит. Вот и чего. Так у тебя все просто, Орлов. Следком насядет, лапа не поможет. А Вера Ивановна уже подключилась. Небось, держит стажера за кадык. Расколет. Думаешь? Уверен. А если Веру опередить? Да. Да. Топтать тебя будут больно. Это ведь не игрушки, Олодь. Ну чего ты язык проглотил? Я все сказал. Да. Отошел в кусты, нашел пистолет, неизвестно чей, неизвестно в каких делах замаранный, да? Да. В руки зачем брал? Голову нельзя включить, что пистолет просто так никто не выбросит. Ну а что, надо, чтобы кто-то другой взял? Вот. Я о таких находках почти каждый день слышу. И не от сопливых стажеров, а от следователей со стажем. И все в результате идут в сознанку. Ты что, думаешь, ты круче них? Так, откуда ствол без вранья? Ну если без вранья, накажут не только меня, но и экипаж. Да ты сейчас о себе подумай и о маме. Мы остановили машину для досмотра. Так. Заглянул под сиденье, там пистолет. Я его взял, никому не сказал. О! СМЕХ 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 Дожил. Мой племянник. Тихушный вор. Сначала кислород из аптеки, теперь оружие. И что на очереди? Тачки? Или уже? Дядь Коль, что мне следователю говорить? Вера Ивановна предлагает сделку. Тяжелого, что ли? Угу. Мы сегодня за угнанным мерсом гонялись. Может, ты слышал? Все управление на ушах. Ну да. Да ты слышал, у какого кита угнали, нет? Нет. Но я видел угонщиков обоих. Вера Ивановна требует от меня фотороботов. Всего-то? Она предполагает, что это может быть кто-то из нас. И, к сожалению, так и есть. Я опознал одного из них. Снакомый. Ты тоже его знаешь? Да. И кто? Капитан Иволгин. Ну, тот самый друг майора Чертанова. Который Юра. Вот теперь Володь? Я тебе верю. Дядь Коля, а что делать-то? А значит, так. Да, Владимир Васильевич, это правильное решение. Приходите завтра утром ко мне. С каббатом я решу. Съездим к нашим художникам. Всего доброго. Брат твой не объявлялся? Да нет, не объявлялся. А он тебе не звонил? Мне? С чему ему мне звонить? Почему ты опять занят во время работы? Да тут такое дело. Ты знаешь, Вера, мне бы твоего совета. Никита, у меня очень много дел. И нет времени на ежунду. Это не ерунда, Вера. Все серьезно. Посмотри, а ты займешь его несколько минут. Что? Если верить программе распознавания лиц, вот это... И вот это... Это один и тот же человек. Юрка? В том-то и дело. В маске Юрка попал на камеры видеонаблюдения после попытки угона машины Тюленева. Юра? Е-мое, ты с первого раза угадала. Да, Юра. А вот посмотри его геолокацию. Это геолокация за тот день и за тот вечер. Судя по ней, в тот день и в ту ночь он находился где-то рядом с машиной Тюленева. Юра. Юрка. Да, блин, ты издеваешься, что ли? Юрка, да, Юрка. Кореш твоего Сережи. Ты понимаешь, к чему я? Или тебе вообще все по барабану? Значит так, Никита, послушай меня. Меня интересуют оборотни в погонах исключительно из 102-го специального батальона. А если тебе интереснее Юрий Иволгин, собирай свои манатки и вали отсюда в управление. Я тебе все сказала, Никит. Даже если Юра в чем-то виновен, а я в это не верю, но даже если это не мое дело и не твое, пока ты подо мной. Хорошо, ладно. Значит, я сегодня под тобой. А где встречаемся, у тебя или у меня? Хочешь превратить все это в балаган? Нет. Я хочу превратить все это в любовь. Могу на это рассчитывать? Сейчас зайдут. Да плевать. Пускай в задницу поцелуют, кто бы не зашел. Серьезно? Вообще-то я жду твоего брата, чтобы проверить его алиби. Может, все-таки прикроешь зад? Вера, Вера, как ты не понимаешь? Юра был не один, он был с подельником. А перед этим его мобильник засветился по одному адресу. Догадываешься, какому? Даже не собираюсь гадать. В том-то и дело. А засветился он по адресу Леоновой. Где с некоторых пор живет твой Сережа. А Сережа – это твой любимый 102-й спецбат. Ну так что, гражданин начальник, может быть, проверим заодно еще одно алиби? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это кто был? Это он? Чужого приносили покормить. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я тут это? Угу. Георг, ну зачем? Ну как зачем? Сын родился. Не кажется, что я не такое? Так, ну, хочу... Не знаю, может, вас попросить, а? Да положи на стол. Сестра придет, потом заберет. Ага, заберет. Сейчас. Разбежалась. Для нее, что ли, куплено? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Покормила? Нет. Пока молоко не пришло. Чего это? Ты давай с этим не тяни. И... Люблю тебя. Я тоже. Ты только мне больше такие дорогие цветы не покупай. Почему это? Можем себе позволить. Мне вот премию подкатили. Охренительно. Так что теперь заживем. Как там Серега? А что Серега? Серега нормально. Тебе привет передавал. Просил прощения, что не смог лично посетить. Да, что-то он говорил. У него для тебя новое непристойное предложение. Сказал, ты поймешь. Передай спасибо. Но нет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Чего такое? Так, сейчас не понял. Ты что, плачешь? Оль! Что за предложение? Ну, Серегу-то, понятно, спрашивает, бесполезняк. У тебя что за тайны? А? Ну, говори. Чего ему надо? Предлагает обналичить материнский капитал. У него что, клеммы слетели, а? Ну, дурак. Ну, дурак, а? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Орлов! Постоять бояться. Здорово. Здорово. А не рановато ли ты домой собрался? В штатском. И по катакомбам. Да какой я там домой, Серег? Ты чего? Так, на пару часов отъеду. С мамой что-то. Сердце, наверное. Угу. Ну, извини, задержу. Виталик на звонки не отвечает. Алена тоже. Леня на все вопросы угрюмо мычит. Есть что добавить? Да, особо нечего. Виталика и Алену в ментовке держат. Ну, допросы, опросы, всякая фигня. Стажера вашего службы собственной безопасности вылогли. Но этого отмажут, у него там все в порядке. Ты меня? Угу. Угу. Значит, ничего нового. Как? А про стажера ты что, знал, что ли? Ладно, Орлов, езжай к маме. Мама это святое. Серег, слышу тебя. Бывшая твоя тебя сегодня везде не ищет. А вот сейчас у себя сидит, она вам тут такое замутило. А конкретнее? Ты хорошенько вспомни, где и когда ты сегодня был. Она поголовно всем устраивает допросы. Насчет угона Мерина. Угу. Правда? Да. Ну, если что, алиби-то у меня найдутся. А чего это ты, Орлов, шепотом? Намекаешь на что-то? Я так, чисто предупредить. Ну, хорошо. Спасибо. Маме здоровья. И тебе не хворать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, слушаю. Алло, вас не слышно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Алена Андреевна, слушай, можно ты, а? Я тебя все-таки почти голый видел. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Можно тебя кое-чем попросить? Ну, конечно. Я же для того в гаишники пошел, чтобы меня все обо всем просили. Просто я не хочу, чтобы Сергей узнал, как там это было. В смысле, ну, почему с тобой на ты, да? Да. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Блин. Ну, хорошо. Мне просто теперь в церковь придется ходить. Исповедоваться. Ну, не просто. Прямо зубы сводит, как хочется все растрепать. СМЕХ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Скрэмблер. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Доброе утро. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА В самом деле доброе? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да. Заблудился. Перебрал слегка. Из банки хотел перебраться в домик, но заблудился. Страно. У тебя не пахнет? Печень закаленная в боях. Две банки водки, как слону дробина. Ты меня опять не обманываешь, да? Торопиться бы только. На полбаночки. Ну, не смешно. Ну, хорошо, ладно. Сдаюсь. Кутузов весь кайф обломал. Мне доложили, что ты без спроса решила такси угнать. Значит, решила влепнуть неприятности без меня, я уже начинаю ревновать. Ну, не только же тебе притягивать неприятности. А еще меня вчера назвали чертовкой. С кем повередешься? СМЕХ Здрасте. Доброе утро. Дежурный сказал мне, что вы оба на месте. Вы оба мне и нужны. А ты, Аленка, дверь не закрыла? Вера Ивановна, а вы что к нам в такую рань? Алена Андреевна, мне нужны ваши свидетельские показания на предмет вчерашнего угона. Хорошо, я готова. И с вами, Сергей Антонович, мне тоже нужно поговорить. Догадываюсь. Про вчерашний день, про мое алиби. Угадал? Не только. Меня интересует еще одна ночь. Ночь после счастливого возвращения Лексуса гражданки Столетовой. Где и с кем вы ее провели? По часам. Он был со мной. У меня. Достаточно? Или подробнее? По часам. Очень мило. Вы даже не покраснели. Учусь у других. Вас же не смущает то, что весь батальон только и говорит о вашем романе. С другим майором. Черкнул. Я на развод? Буду нужен. Вызывай повесткой. Что это с ним? Неужели ревнует? С чего бы вдруг? А вы, Алена Андреевна, меня, видимо, неправильно поняли? Врете не краснее. Сергей в ту ночь не был с вами и не был у вас. А то, что вы врете, значит, что вы что-то знаете и пытаетесь скрыть от следствия. Придется напомнить вам об ответственности за дачу заранее ложных показаний. Жду у себя. Не задерживайтесь. Нам еще в управление ехать. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ...свидетельных выстрелов в потолок. После чего вынимает пистолет из кобурения. Ну а дальше что было, сказочник? А? Показания свидетелей разнятся, знает. Давай, давай, садись, лектор хренов. Смотри, война начнется, первая пуля твоя. Ковандир. Дождов? Где стажер? Так он у Веры? В лесок по нужде отъехал. Заодно и новый ствол поискать. Он у Веры Ивановны. Они фоторобот составляют по поводу угданного МРС. Ясно. Присаживайся. Товарищи офицеры. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Добрый день. Инспектор Разин. Ваши водительские документы. Здравствуйте. У вас ко мне какие-то претензии? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕЙД. Полис ОСАГО имеется? Имеется. В электронном виде. Сейчас покажу. Вкусно пахнет. Пиццу везу горячую. Вы, наверное, все-таки не везете, а перевозите. Какая разница? Запах что так, что так. Вот, пожалуйста, полис. Вижу. А санитарные документы тоже в порядке? Слушайте, я не экспедитор, я курьер. На своей машине работаю. Какие санитарные документы? Работайте с пищевыми продуктами. За деньги. Это коммерческая перевозка, которая в отсутствии соответствующих документов может быть признана незаконной. В суде. Хорошо, подавайте на меня в суд, пожалуйста. А сейчас, извините, мне ехать надо. У меня четыре заказа. Если не успею вовремя, то мне и своих платить придется. Понимаю. Ждите в машине. Я пока выпишу постановление для суда. Товарищ инспектор, подождите. Беру свои слова обратно. Хорошо, я никакой не курьер. Проголодался, заказал пиццу, домой везу. Вот и все. Первое слово. Дороже второго. Ну, знаете, мои слова еще доказать надо. А нас ведь никто не слышал. У вас регистратор не отключен. Зову понятых. Блин. Производим выемку записи. Что-то еще хотите добавить? Запашок-то какой. Налетай, пока не остыло. Где выцегнил уже? До курьера одного на дурачка развел. А он дурачок и повелся. Будешь? Я смотрю, тебя разин жизнь-то ничем не учит, да? Что не учит-то? Я с него не деньги взял. А это так. Пожевать. Что-то в бутылку-то сразу. На, угощайся. Давай. Проживешь, пойдешь прибрежься. Да еще штраф поедет. Мусоришь тут из окна. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Командир, ну ты хоть слово скажи. Ну не знаю, ну собак на меня спусти. Ну по морде дай, если я в чем-то виноват. Только в чем? Сам не догоняешь? Догоняю. Догоняю, конечно. Но лучше от тебя услышать. Из-за тебя Алену чуть не убили, Виталик. Как ты так лоханулся? Серег, ну она не моя подчиненная. Ну не знаю, она творит все, что хочет. Ну ты же знаешь. Она тобой пугала. Потом Кутузова начала пугать. Ты, не я, не Кутузов, ты, ты и Виталик отвечаешь за всех, кто сидит здесь в твоей машине. Какого хрена Алена к водителю на разборы вышла? Ну к водителю, ну к щенку зареванному. Щенок не щенок, это твой головняк. Алена здесь вообще ни при чем. Она вообще не при делах. Она даже не стажер. Знаешь, вот я знал. Я знал, что бабы они под монастырь подведут. Один хрен нарвался. Знаешь, все, не простишь, командир. Я уйду в монахи, в мужские. А если прощу? Все равно уйду. А я догоню и добавлю. Бог простит. Ладога, ноль первому. Дорожная. Похода движения. Справа. Придомовая стоянка. Ловите метку. Ладога. Говорит старшей смены. В Ницарской это дело. Дорожное разгребать. Тем более у двора. Я в курсе. Но там разыскное. Один из участников с места скрылся. Ваше дело. Принимайте. Разыскное принимаем по нолям. В ходу, Виталий? В ходу. Угу. Господи. Хоть бы не баба, а. Главврач делает обход в больнице. В дурдоме. Ну, к нему подходит, делает доклад. Здесь, говорят, у нас лежит Наполеон. В этой палате у нас лежит... Где? А, Наполеон, кто-то смешно. Нет. В этой палате у нас лежит гаишник. Он такой, типа, почему гаишник, какие симптомы? А они такие, ну, он ни с кем не здоровается, не представляется. Хоть всех обнюхивает, спрашивает, как ваше здоровье. Бабу заказывал. Стой, стой. Господи, у меня еще просили. Иди, знакомься. Идем. Здрасте. Это вы по вызову, правильно? Гражданочки, я вам сейчас скажу, кто по вызову приезжает. Извините, а как еще сказать? Капитан Граждан, отставить комментарий. Майор Чертанов, 102-й спецбат. Нам поступил сигнал о дорожно-транспортном происшествии. Я на дорогу не выезжала. Все произошло во дворе. Пожалуйста, смотрите. Сзади царапины. Здесь царапины. Парктроник выдрали. Ну, и краска от чужой машины. Все видно. Пожалуйста, смотрите. Видно? Видно. Ущерб копеечный. Нас только отдел отвлекается. И что, что копеечный? Нет, я должна это оплачивать? Или это должен оплатить тот, кто сделал это? Может быть, моральный ущерб еще надо оплатить? Потому что я отменила все свои деловые встречи. Деловые? Деловые. Вы бизнес-леди? Да. Я клинингом занимаюсь. А сейчас я теряю своих заказчиков. Простите, сейчас. Что вы делаете? Клинингом я занимаюсь. Клинингом? Уборкой помещений. Вот, пожалуйста. Ну, простая уборщица. Правильно я просто? Я просто услышал, как кли... 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 Все понятно. Вы хамить приехали. Пожалуйста, я вызову других. Да елки-палки, гражданочка, поймите, мы не по вызову приезжаем. Ну, и не насмотри, нравится, не нравится. Понимаете? Капитан Рожнов, сейчас вы берете себя в ручку и вот этой ручкой заполняете все необходимые бумаги, рисуете схему. И все это молча. Иначе отправлю в монастырь в позе раскаившейся монашки. Почему монашки? Все, все, молчу. Права техпаспорта и документы на машину. Будьте добры. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Пожалуйста. Ника Алексеевна, вы видели, кто вас притер? Нет, конечно. Я сидела дома, выхожу, а здесь такой. Ага, соседи. Дворник. Вездесущая гастарбайтера может быть? Никто ничего не видел, но у меня есть видео с камерой наблюдения. Пожалуйста. Интересно. Обычно за таким видео еще побегать приходится. Ну, мой хороший знакомый помог. Он мой клиент. Заказчик он мой. Заказчик. Так и запишем. Вот, смотрите. О! Командир, что там? На, посмотри. Не, не. Не валит. Ну, все, отъездился. Я кебасусский-то угляж. Как это отъездился? А вот так. Так бывает. Скрылся с места ДТП. Может сдавать права и спать спокойно. Письма счастья ему не придут. Все. Ладно, я, ну, первый. Объявляй розыск. А так? Я не знаю. Мне кажется, предыдущий больше был похож. Ну, этот вроде похож, но все равно не он. А вы не вспомнили? А как я могу вспомнить то, чего не видел? Я же говорю, не смотрел на него. Даже не взглянул? Ну, мельком, может быть. Ну, больше на второго, который без очков. И... Бац! Знакомые все лица. Как на афише кино, да? Ну, нет. Почему как в кино? Ну, показалось лицо знакомое. Ага. Подумал, что узнал и... И молчал. Пока за нелегальный слог в стеночки не прижали, да? Никита Александрович! Да врет же. Глаза смотрит и врет. Вы ему сделку, а он вам любую туфту нарисует. А нам потом носи с этим фотороботом. Роман, продолжайте. На две минуты. Твой знакомый, да? Я не сказал, что мой знакомый. Да ты вообще ничего не сказал. Я всю дорогу думала над этими деталями, вспоминала, как дура. А ты сидел там и помалчивал? Очкарик мне кого-то напоминает. Так... Допустим, вот так. А вам? Мне не напоминает. Угу. Ё-моё. Верусь, да знаю я, чьи вам племянники. Чего с того? Первый раз замужем, что ли? Знаешь? Зубов боятся. Никит, прекрати. Хорошо. В чем я не прав? Возможно, насчет стажера ты и прав. Аленова. Думаешь, она не врет? Аленушка? С какого? Стажер, понятно, отмазку себе ваяет. А этой ты на кой? А ты представь на минуту, что второй в очках и кепке, это твой брат. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Серега, ты серьезно? Да, Никит. На пару с Юркой. Ты сам подкинул мне эту идею насчет машины Тюленева. Нет, ну по Юрке там есть зацепки. Но по Сереге... Хорошо, а откуда Алена знает? Ты думаешь, Серега ей сказал? Ты в это веришь? Хотя... В постели язык любви бывает неудержим. Это правда. Какие-то смени пластинку. Мне плевать, что у него в постели. Особенно с этой. Что мы будем делать, если это действительно он? Ну, я свободен. Можно идти. Да, пока свободно. Идите. До свидания. Паренюк-то не соврал. Я эту рожу никогда не забуду. ВЗРЫВ ВЗРЫВ Он же опадал, а. Посмотрите. Ничего себе. Одно лицо. Он пытался сначала задавить меня, а потом садить в меня пулю. Я очень прошу не называть эту морду лицом. Он находится в федеральном розыске. Его лицо во всех ориентировках. Вера Ивановна, я же только что попросил. Я не понимаю, почему он хотя бы не надел очки, как его подельник. Какой-то стажер, и то его сразу срисовал. А если бы он наткнулся на кого-то посерьезней? Зачем ему так рисковать? Заигрался, Вера Ивановна, не знаю. Что может быть? Испугался и бандитские понты. Ладно, задержим, выясним. Но пока я уверен в одном. Если второй в машине был этот, то первый был не тот. На кого мы подумали? А на кого мы подумали? Ну-ка. А если так попробовать? Ну-ка. Ну как, папа? Я бы подумал, что это свой брат. Серега? Серега? Ну что, Инна Владимировна? Да, Алену не могу дозвониться. Так мы выезд отменяем. Так мы едем или нет? А ты знаешь, куда ехать? Вот и я и не знаю. Ладно, сейчас попробуем по-другому, если повезет. Что, не едем? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Алло, вас не слышно. Или вы позвонили? Помолчать? Господи, это вы? Не совсем, но все равно приятно. А я звоню вам, а вы мне алло, и вспоминаю, что ваш телефон под арестом. Какое счастье, что нет. Вы меня узнали? По вашему томному придыханию, Яна, пока вы играли со мной молчанку. Ну, я не играла, я просто боялась, что мне ответит суровый следователь. А у меня к ним фобия. Сергей, не могу дозвониться до Алены, а мы с ней договаривались, а она с вчерашнего дня на связь не выходит. А у нас теперь так. Мой телефон с чистой совестью на свободе, а телефон вашей подруги приобщен к вещдокам. А что случилось? Это она сама вам расскажет. Я чужие уголовные дела не комментирую. Да, но Алена обещала мне скинуть геолокацию патрульного экипажа со знакомым вам лейтенантом. А, с прокурорским сынком. Решаемо. А я к нему своего шпиона приставил. У нас теперь так. Все за всеми шпионят. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Добрый день, инспектор Разин. Документики, пожалуйста, на машинку. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Почему повернули без габаритных огней? НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Страховочка есть у вас? Полис, ОСАГО. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так... Опа! Опа! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Куда едем? Опа! 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 Ну что-то... Ладога, не прислали адрес беглого инвалида? Сам, сам давай разберись. Это понятно, что сам. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ошибочка. Это губки. Кого надо губки? Знаем мы эти ваши ошибочки. Проходили. Я говорю, все зло в этом мире от баб. Погоди, командир, это же место, где мы угонщиках убрали. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да что же это за двор-то такой адский? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ой, я сейчас... Я сейчас спущусь! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Желательно по лестнице. Командир, я же тебе говорил, все зло от баб. Это хорошо, что еще не на капот. Вообще ж трындец был бы. Или тебе. Если б на голову принял. Угу. Было бы похлеще, чем у нашего стажера. Понимаешь, он дядя свой постукивает? Не исключаю. Ой, ради бога, простите. Простите, я его в руку, а он, представляете, его выжил. Я перехватить хотела, а он еще хуже. Женщина! Я все уберу, не волнуйся. Женщина, женщина! Вообще, понимаете, что это подсудное дело? Как? Покушение на полицейского, порча государственного имущества. Вот полметра, еще полметра, и все. И сами понимаете. Да вы что? Я же вас не метила. Да вы что бы метились? Я как-то не подумала. Думать нужно, вот думать. Головой своей. Здесь ходят люди. Виталик, не нагнетай. Извините, пожалуйста, женщина. Вы вот здесь вот аварию видели? Нет. Где? Вот, прямо вот здесь. Когда сегодня? Так. Вот эта машина вам знакома? А, ну да, да, знакома. Она товар привозит. У нас же вот здесь вот зоологический магазин. Ну, с той стороны, и они тут товар принимают. Так что получается, инвалид работает экспедитором? Да какой инвалид-то вы что? Ну, он мужчина в годах, конечно, но очень даже ничего. Ну, он такие мешки тяжелые на себе тягает. Угу. Ну, а может, он инвалид по зрению? Да, может. И машину он тоже на очередь водит. Поехали. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что, Тюленев, задумался, кого бы еще пришли? Угу. Я не настолько кровожаден, как может показаться, товарищ генерал. Ну, кому-то, может, и может. А я тебя, Тюленев, как облупленного знаю. Слушок до меня дошел. Пока только слушок, но больный, нехороший. Ты такого капитана Ивогина помнишь? Дружок майора чертанов попался на мелкую взятку. Как же не помнить, товарищ генерал? Мы сами испровоцировали его на эту взятку, Тюленев. А напомнить почему? Чтобы задницу другого взяточника, прокурорского сыночка, от чертанова прикрыть. Ну, говорят, ты на этом не успокоился? Что, и правда веришь, что ласковый теленок двух мамок сосет? Товарищ генерал, да если это я... Так мне бы в голову не пришло, откуда такие слухи? А ты что думаешь, у тебя у одного глаза и уши вокруг, а я у тебя под носом ни черта не вижу? Никак нет. Так, товарищ генерал, вы же меня всему научили. Значит так, Тюленев, ситуацию с капитаном отыграешь назад до копеечки и не вздумай сводить с ним счеты. Я лично проконтролирую. И еще один слушок. Номер понял? Так точно. Виновата. Исправлюсь. Да, иди. Исправляйся. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что, вспомнил меня? Нет. А вот я тебя не забыл. Так что давай, не беси меня. Чем я вас бесю-бешу? Э-э-э, рацу-рацу-рацу опусти. Опусти, опусти. Смотри, сейчас начнешь бодаться, да, вот со мной. Вот это пущу, не пущу, то сразу с нами поедешь. В багажнике. Ага, нарушенько. И про клеопарту не забудет. А? Так проезжайте. Вообще-то я первый день здесь работаю. Вы не можете меня помнить. Могу! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Неожиданно, правда? Анют! Кого там несет? Гляну дай, а то сразу кого. Я не рентген сквозь двери. Выпровадивайся, не до них! Здравствуйте. Здравствуйте. Майор Чертанов, 102-й спецбат ДПС. Скажите, Теплицкий Лев Кириллович здесь проживает? Вы к нему? Лева! Это из полиции, интересуются, где ты живешь! К Лешему всех, я сказал! Мне полицию к Лешему посылать, да? Где мы с тобой потом останемся, Лева? Правильно. Мне бы такую грамотную и заботливую жену. Конечно, спасибо, но я не жена ему, я сестра. Можно войти? Входите. Спасибо. Лева, мне долго тебя упрашивать? Может, покажешься наконец? Ты мету допечешь. Все у тебя должно быть по-своему. Ну чего, пялимся? Живого колясочника не видели? Давно он такой? Какой? Неходячий? Чего вы там шить по углам? Ну и все. Еще один штраф хотите выписать? Шить вам! Спасибо. В этот раз мы не за этим. Вы скрыли с места ДТП. Это не штраф, это лишение прав. Я месяц никуда не выезжал. А мне присылают то, там нарушил то, там нарушил! А тут еще и лишение! Хрен вам! Ваша машина? Ваша машина? Не понял. Машина... Машина моя. Номера мои. Сейчас она где? В гараже. Потом... Анюта! Где моя машина? Документы в порядке. А чего им быть не в порядке? Я ж колясочник! Они полный идиот! Лев Кириллович, мы вас пока ни в чем не обвиняем. Пока! Утешил! Лева, люди на работе! Я, кстати, тоже! Не мотай нам нервы! Нам! Ты уже с ними! Давай-давай-давай! Левушка, успокойся! Успокойся! Вон! Стоит! Ее просто так не угонишь! Она у меня на ручном управлении! Здесь не просто сноровка нужна, здесь нужна... особое умение! Не то что у вас! Сел и рули! Он и меня пытался учить, да? Я думала, стряхни, но ему подсыплю! Да? Чтоб мы оба отмучились! А, Левушка? Анюта, ты не забывайся! Они какие-никакие менты! И мозги у них на твоей бабьей шуточке не заточены! Так, Виталь, Виталь, спокойно! Не заводись! Похоже, здесь все чисто! Чисто, как на помойке! Действительно, Лев Кириллович, следов столкновения нет! А я что говорил? Вот машина стоит! А вы мне кино с авариями! И штрафы один за одним! Скорее всего, у вас появился клон! Машина-двойник! В точности такая же, как и ваша! С чистыми документами, с вашими номерами, но не ваша! Двойник это что, специально? Баба дура! Ясное дело, специальное! Чтоб штрафы не платить! Да что вы плачетесь, я не понимаю, а? Да разберемся мы с вашими штрафами! Машина ваша тоже не на последние деньги куплена, согласитесь! Квартира, опять же, в элитном доме, не ипотечная! Я вот уверен, что вот эта машина тоже может быть двойник, а та оригинал! Вот тогда посмотрим, как вы заплачете! Завидуешь мне? ЗАГАДОЧНАЯ МУЗЫКА Ты ужак! Лёва! Лёва, подожди, Лёва! Стоп, стоп! Постойте! По идее, до выяснения я должен машину забрать на штрафстоянку. Ну я понимаю, инвалид. Короче, под мою ответственность. Но пока то да сё, до выяснения из дома лучше не выезжать. Хорошо, я всё поняла. Лёва! Передайте это! Разберём, и отменим его штрафы. Даю слово офицеру. Лёва! Я всё поняла. Спасибо, хорошо. Лёва! Ну извини, командир вспылил. А ты на службу с пылесосом выходи. Да я не пойму, а что из-за зависти? У Мальцева. У него тоже мать-колясочница. Отца давно нет, сидеть некому. Он целыми сутками на работе. Одна сиделка на сколько стоит? Там же лекарства все эти. И вот он всё тратит на это. Ты знал это? Буду знать. Это со своими штрафами ещё. Воу! Воу! СМЕХ Это же это, тахо-гонщица. Смотри, и без конвоя. А шум-то сколько было? А ты думал, что её посадят? Слушай, она же без водительского. Только не при нашей жизни. Её же можно по 12,7 прокатить. Сейчас попробую. Товарищ водитель! Можно вас на минутку? Что? Можно ваше водительское удостоверение посмотреть? О, посмотрел. Девушка в домике. Угу. Девушка. Была б на мужиком. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так, они на месте. Полная готовность. Остановимся где-нибудь здесь. Может, чуть дальше? Кругом гаишники. Мы, собственно, гаишниками едем. Все готовы? Готовы? Готовы. Готовы. Добрый день. Лейтенант Разин. Документы. Что же вы так, Игорь Павлович? Без страховки и за руль. Ага. Почему без страховки? Вам показать? Сказали бы. Вот. Моя страховка. Да не надо показывать. Отсутствие страховки влечет до собой наказание в виде штрафа или отстранения водителя от управления. Так вот же полис. Я показываю, вы смотреть не хотите? А зачем? Вся информация поступает к нам с камер автоматического контроля. Может, у вас там программа сломалась или камеру надо почистить? Вот здесь все печати. Вот голограмма. Я ни на какой-нибудь помойке оформлялся. Больше половины водителей ездят с фиктивными полисами. Многие даже не знают об этом. Фиктивный, значит, страховки нет. Суть нарушения вам понятна? Да ничего мне не понятно. Если не хотите смотреть, вызывайте старшего. Юрий. Крупный возьми. Здравствуйте. А вот и мы. Здрасте. И вам? Янина Столетова. Общество и закон. Я от... От майора Чертанова. М-м... Телевидение. Вау. Думал, что вы не приедете. Пробки. Армагеддон. Угу. 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 Так, ну и... Чего мы с вами будем делать? Не с вами. Ой, понял. Понял, понял. Угу. Так, понял. Угу. Нет. Ладно. Жертва мошенничества. А вам лишь бы штраф содрать. Вот, пожалуйста, Игорь Павлович. Старший. Инспектор ДПС ГИБДД капитан Иолгин. Там журвалистка приехала к тебе. На заднем сидит. Сходи. Слушаю вас. Товарищ капитан, у нас с товарищем лейтенантом конфликтная ситуация. Мне что, в вашу дежурную часть звонить? Жаловаться на вас? Здрасте. Здравствуйте. Присаживайтесь. А в чем конфликт? Не, ну а как? Вот оформил ОСАГО. Заплатил хрен знает сколько денег. А он даже взглянуть не хочет. Общественно-правовая телепрограмма «Общество и закон». Мне разрешили взять у вас интервью. Я надеюсь, вы не против? Интервью? А я тут при чем? Сейчас все поймете. Вы же Енина Столетова. Верно. На экране люди выглядят чуть иначе, чем в жизни. Хочу сразу предупредить. Вот это микрофон. Он работает. Но для начала я предлагаю кое-что посмотреть. Кстати, комментировать можно прямо по ходу. Взятку выдавали наличными? Сейчас. По номеру телефона. Разве мне телефончик продиктовал? Я записал. Сразу же ему 300 тысяч туда и закинул. Я вас хочу расстроить, Игорь Павлович. Ваш полис – это подделка. Мне точно легко проверить. Это как? В электронной базе Российского Союза автостарковщиков. Через интернет. И что? Ну, заходите на сайт. Там для проверки есть специальное окошко. Отбивайте туда номер вашего полиса. Ну, вот если полис подделанный, то сразу будет видно. Отбиваю. Давайте. Да уже вижу. Все, хватит. От меня вам что надо? Ну, прежде всего, это нужно вам. Хотите изложить свою точку зрения? Не хочу. Но зато могу сделать так, чтобы эту вашу программу закроют. Знаешь, кто мой отец? А кто ваш отец? Разин Валерий Петрович. Типа не знаешь, да? Знаю. Весьма влиятельный чиновник. Прокурор. А еще у него в друзьях генеральный продюсер твоего продажного канала. Так-то вырубайся и микрофон снимай. Геннадий Валерьевич, держите себя в руках. У нас не только микрофон работает. Говном умоешься, сучка. Давайте сделаем так. Пойдем на компромисс. Я вам сделаю устное предупреждение. Спасибо. Я сегодня же... Нет, прямо сейчас. Прямо сейчас пойдете в офис страховщиков. Здесь за углом. Оформите полис ОСАГО. Пока покажете мне, я вас отпущу. Хорошо? Хорошо. Понял. Там за углом? Да, за углом отсюда. Ага. Спасибо. Ага. Ой, да если он не дурак, то он снял номера и в ремонт загнался. Следы притирки убрать. Да хрен мы что догажем тогда? Это если мы еще найдем его. Найдем. Напряжем участкового. Дадим ему на водочку на зоомагазин. Мне просто послышалось, дадим ему на водочку. Найдем. СМЕХ На водочку. На водочку. На водочку. Ну да, Виталь, все правильно, на водочку тоже дадим. Если он что-то полезное в этом зоомагазине на роге. С премией скинемся и дадим. А, с премией. Именно с премией. С Нобелевской. Угу. В твоем случае, да. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Извини, Андреевна. Нервишки шалят. Там весь батальон. Даже я. Смотри, присматривайся. Может, ты впрямь опознаешь кого. Чем черт не шутит? Да. Черт. Что говоришь? Нет-нет, ничего, Зиновий Макарович. Я пойду? Давай. Угу. Погоди. Ты же понимаешь, с чем все это может обернуться? Ну, в первую очередь, для меня. Поэтому ты там, если что, к Вере сначала не беги. Ко мне сначала. Ну, конечно, я понимаю. СМЕХ Вы же с ней как кошка с собакой. Да мы с ней как две змеи, Зиновий Макарович. Ну, или так. Верка, она баба не зломная. Просто родную сестру недавно потеряла. С мужем рассталась, жалеет теперь. Ну, можно же ее все-таки понять, да? Я постараюсь. Ну, вот. Разрешите идти? Ну, иди. Ну, иди. Ну, иди. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 А, да. Открой. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мой однофамильный уголовник здесь? В смысле, Никита? Угу. Так его при жизни звали. У меня, Серег, вообще никого. Вся группа где-то на выезде. Прячься, ладно. Как мама? Ну так, ничего. Все норм. Врешь? Ты к маме не ездил, я знаю. Я следил за тобой. Ей полегчало. Она мне позвонила. Когда? Вспалился. Да-да-да, давай, давай, Орлов. Все, ксиво, оружие. Штурки все на стол. Десять суток в фахты. Да пошли вы. Вижу, что тебя напугал. Снова. Или ты меня боишься постоянно? Просто ты когда утром разлился, ты забыл сей закрыть. Вот. И оттуда выпала сумка. Неожиданно, правда? Сереж, я знаю, что в этой сумке. Я знаю, что это ты угнал вчерашнюю машину. Ты и Юра. И это ты был за рулем. Попробуй меня обмануть, Сереж. Если сможешь. Значит, это правда. А все остальное ложь. Не все. Ну, это уже хорошо. В главном нет. Нет, я тебя не обманывал. Я не хочу. Поэтому просто поверь. Просто реши для себя, веришь ты мне или нет. Так надо. Я решила, когда фотографии эти разрисовывала. А может, все-таки последний вопрос? Один вопрос и один честный ответ. Та погоня, в которой погибла сестра твоей бывшей жены. Это правда? Да. Правда. Хорошо. Тогда здесь точно есть фотография человека, которого ты ищешь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Чертовка. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Если вы в убийстве? И ты так спокойно про такое говоришь? Угу. Ну зато я выяснила, что ты все еще ее ревнуешь. А, вот так вот. Только ради этого. СМЕХ Это я так понял. Алленка, я тебе говорил, эта тема не обсуждается. Все как обычно. Это не обсуждается, про это не спрашивай, да? СТУК В ДВЕРЬ Да! Алло! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да! Э-э... Хорошо, да. Позвоню, как подъедем. Тетка-цветочница звонила. Говорит, у нее есть информация по двойнику, и она просит подъехать. Едем. Поехали. Мокровский! Ау! Сюда! Так, все дела по боку. Делаешь то, что тебе скажет Алена Андреевна. Ален, сказанничиваете? В смысле сказаниня? Слыхал? Это я с тобой ее голосом разговариваю. Смотри, не прослушай. На слух пока не жаловался. Ага. Проходите. Слушаю вас, товарищ майор. Леонид, ну это же образно было. И все равно я вас слушаю. Угу, спасибо. Что делать будем? Понимаете, у моей подруги гнали машину. Лексус. Устали это вы? Да. Слышал. Так ей же вроде вернули. Да, вернули, но ее машина продолжает числиться в розыске. И Сергей Антонович сказал, что вам ничего не стоит удаленно зайти в федеральную информационную базу и... И снять машинку с обоим. Ну да. Слушайте, я, по ходу, умру не своей смертью. Вот каждый знает лучше меня, что мне стоит, чего мне не стоит. Леонид, вы же мне поможете? Что делать? У вас ведь такой приятный голос. Так. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Ладога, Ладоге, 31. Белая Мазда А, 36, Мария, Рита, движется в область и выходит на вас. Агрессивное с превышением принимаете. Понял вас, Ладога. Принимаем белая Мазда А-36-ки, Мария Рита. Ладога 3-1, по нулям. Давай. Что, я опять? НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Скоро, давай в машину быстрей! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Не остановился. Продолжает движение в сторону области. Уходит на тёщин язык. Присоединяем, мы у вас 3-1. Доставайтесь в связи. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Чего, асть принёс? Теперь точно придётся жениться. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Кто там за рулём? Хрен его знает, Паш, не разглядел. Он, по-моему, невеста. Чего, прикалываешься? Нет, вот. С решётки радиатора сдуло. Ветром. Прям реально невеста? В белом платье? И фата тоже была? Ну, и фата была. Паш, как невеста выглядит? Вся в белом, как привидение. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Может, в ЗАГС опаздывает? Так, невеста. В белом платье. А рядом кто-нибудь был? Нет, вроде никого не разглядел. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Ты в привидение веришь? А что? Просто у Мазды номер три шестёрки. Тебе ни о чём не говорит. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Если чё, я к ней не пойду? Начинается. Кандибобером побежишь. Паш, не позорь спецбат, лейтенант. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА О, повернул. Ага. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Ну что, Жора, готов? НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Ох, ё-моё! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Давай. Да ладно, бегать за ней. Опасности дороги больше не представляет. Кто? Она. А вдруг это переодетый мужик под бабу Кость? Вдруг это киллер? Вперёд, спецбанк! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Водитель в свадебном платье! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Стой! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Что бы ни случилось, оставайся в машине. Товарищ водитель, вы бы в машину вернулись, а то здесь платье испачкаете. Проваливай отсюда, а то укушу тебя! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ЦКОТИНА! КОЗЁЛ!! Чтобы ты сдох! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗАГСИ В ЗАГСе подкинули. Жених ваш. Муж мой. Собака. Бывший? Да какой бывший? Мы живем вместе. Вы замужем, а я думал, невеста. Невеста есть. Не видно? А как это вы невестой и замужем? Не понимаю. Слушай, что тебе надо, а? Ну, вообще, ваши документы на машину и водительское удостоверение. Лейтенант Анохин, 102-й спецбат ДПС. Зашибись! И вампирскую свадьбу сыграли, и документики предъявите. Чего-чего? Какая свадьба? Вампирская. Проваливай отсюда колхозника, а то я тебе укушу! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здравия желаю, товарищ офицер. Вот документ на Мазду. Я водитель. Девушка нервной слишком. За словами своими следите? Никто ничего не увел. Машина в аренде на сутки, оплачена. С фирмой владельцем я все утряс. Претензий не будет. С водителем тоже без претензий, так? Ну, пусть будет так. Разберемся. А что у нас за мероприятие-то? Свадьба или похороны? Свадьба, свадьба. Можно с вами тет-а-тет? Да, конечно. СТУК В ДВЕРЬ 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 Чего? Невеста сбежала, да? Жена. А, да ладно, успели все-таки. Да мы три года вместе живем. Решили узаконить, расписались и... Вот же люди. Вместе с цветами ей фотку подсунули, а я там... А-а-а, понятно. Да нет, фотка невинная, просто я там с ее подружкой. А катафалк-то к чему? Вампирская свадьба. Планировали из ЗАГСа на катафалке на кладбище. Там банкет заказан, все уже в сборе. Ну и тут эта фотка дурацкая. Ну а жена как рванет, водителя из машины выкинула и... Лизунчик. Я за тобой. Да. МРАЧНАЯ МУЗЫКА Серьезно обиделась. Не такая уж невинная фотка, а? Да я просто ее подружку укусил. Ну не укусил, просто прикалывались, а понарошку. А кто-то сфоткал. А у нас у вампиров укус это очень личное. Боюсь, она не простит. Ну, вообще у нее превышение на лишение. Неостановка по требованию сотрудника, плюс попытка скрыться. Так что, я думаю, простит, а? Угу. Ненавижу тебя! Ненавижу! Открывай! Ненавижу! 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 А то, что мы сейчас с вами делаем, это же незаконно, да? Вам делать или что? Да-да-да. Хорошо. Тем более я уже сделал. Серьезно? Вот еще один. Звонок. Примите телефонограмму. Чего принять? Он говорит... Телефонограмму. Ты не понимаю, не понимаю, что принять? Ты кто по буквам? Татьяна, Елена, Любовь, Евгений. Да шелотнем шелоп! Кто все эти люди? Этого знаешь? Нет. Кто это? Ты. Прикольно. А что это? Ничего. На дорогу смотри. Я рожу пытаюсь этого угонщика вспомнить, который меня под пьяную фуру вогнал. Это что? Значит, ты меня... Это ты меня тоже, да, подозреваешь, получается? Ну, спасибо большое. Подозревал бы, хрен бы показал. Но факт остается фактом. Ты даже себя без подсказки узнать не смог. А я его как опознаю? Не знаю, командир. Слушай, ну, может быть, гипноз попробовать? Кстати, Анила про гипнотизершу. Гипнотизер держит, рука гипнотизершу. У нее начинает сползать трусь. О, алло! Я вам звоню-звоню, не могу дозвониться. Где вы? Дозвонился, где она? Да, уже идет. Говорит, на рынке затаривалась. С Леней свяжусь. Пускай на планшетку координаты скинет. Где двойник с радаров исчез? А может быть, Росгвардию? Роту? Пусть прочесывают. Ну, что молочится? Росгвардия. Росгвардия. Роту. Роту. Прочесывать. Угу. Можно. А! СМЕХ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Рожнов, ты затюкал меня совсем. Ты что, не знаешь, чем я занят? Ну так спроси у майора Чертанова, он тебе напомнит. Он под рукой у тебя, да? Ладно, хорошо, сброшу. Я правда молчу, что мне придется каждую камеру вручную отмониторить. Да, можешь так и передать. Так, Рожнов, у меня нет никакого желания это сейчас слушать. Ладно, все, давай. Леонид, если мы закончили, я пойду? Да, кнопка там, справа. Спасибо большое, что помогли нам. Ага. ЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Прям с дерева. У меня там на рынке знакомая торгует. Хотите? Ну, попробуйте. Местные, наши. Нет, нет, спасибо. Ну... Дай я возьму. Может, витаминчики все-таки? М-м-м! М-м! Сочные. Дорого продаете знакомая? Почему дорого-то? Нет, недорого. Она как все продает. У нас мало времени. А вы сказали, какая-то важная информация. Да. Вы еще показать что-то хотели? Да. Давайте. Ну, значит, так. Вот в нашем зоомагазине уборщица есть, таджичка. Ну, она бы, конечно, сама к вам не подошла. Но меня она знает. Я ей иногда подработку даю. Короче говоря, она увидела, что я тут с вами. И как только вы уехали, она сразу ко мне. И вот, вот, она сама очень боится, не знает, что с этим делать-то, куда идти. Что это? Гильза. Кладка, ствол. Двенадцатый калибр. Она даже не стреляная. Угу. Угу. Вы охотник. СМЕХ Охотник. Я просто молю. Если только не выпью. Кстати, анекдот на эту тему есть. Охотник? Капитан Рожнов. Не, ну чего? Ну, гильза, хорошо, все. Ну, мы же не браконьера ловим. Слушайте, вот тот, про которого вы вчера расспрашивали. Угу. Водитель, водитель. Он же сюда мешки возит, так? Я-то думала, что в этих мешках корм для животных. А она, ну... Таджичка. Таджичка, да. Она в одном из мешков нашла вот такие штуки. Ну, в магазине-то оружие не продается. Она, значит, в другие мешки полезла. А там порох и пули, и вообще много чего. Ну... Боеприпасы под видом собачьего корма. Без Росгвардии теперь никак не разобраться ведь, а? Ну, слушайте, самое-то главное... Самое главное, что они в этом магазине думают, что таджичка по-русски не понимает. А она-то понимает. Так вот, они при ней аварию обсуждали. И водитель с этим, с товаром в починку уехал. Вот. Ну, куда в починку? Она просто говорит, что слышала. Вроде говорили о гаражах какого-то чижика, что ли. Чижика? Ну, вроде, да, чижика. Пыжика? Командир знает, что ли, его? Ой... Первый раз слышу. Гребаный гринобалет. Такую палку срубить могли бы, а? Слушайте, наверное, зря я вам головы заморочила. Давайте назад, я лучше в полицию пойду. Не-не-не-не-не-не. Мы когда надо сами, полицейские. Таджичка, могла как-то переиначить? Типа, может, Чирик? Может, Чирик? Командир, Ленька разродил все схемой. Смотрите. Какое-то бесперспективное дело. Ну, это то же самое, что искать иголку, когда она уже в заднице. Да нет, Виталик. В самый раз. В самый раз. Тихо-тихо. Тихо-тихо. СМЕХ Тихо-тихо. Ну как, тоже надо? Тихо-тихо. Александр! Тихо-тихо-тихо-тихо... Тихо-тихо. Да, нет,.' Здорово, дядя Буря. Как жизнь, молодая? Обедаем. Чего-то это вы поздно обедаете. Ну, приятного аппетита. Спасибо. На аппетит не жалуемся. Вот. Короче, дядь Борь, вопрос, как всегда, на засыпку. Меня тут в Гальяново занесло. Мятина на крылу схватил. Вот надо бы исправить. Кого из гальяновских порекомендуешь? В Мятина вытянуть? Так приезжай к нам, пообедаем. Ну, приезжай, да. Ну, мне тут одного какого-то местного хвалят. То ли чирик, то ли чижик, чижик, пыжик. Не знаешь? Не-не-не. А в Гальяново? И не то, и не то. Там живчик. 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 Ага. Ну вот, я так и подумал. Да. Сеня живчик. Разборщик по шестьянке, да. А гаражи у этого живчика есть? Вот что. Знаешь чего? Мы пообедаем. Я напишу. Влады. Ага. Ну, я понял заметно. Ты там обедаешь не с моей братухой случайно? О, не-не-не-не. Мы обедаем с механиком. Он у меня шабашил. И ты понимаешь, вдруг в хату запросил. С повинной, да. Сам запросился? Ну, это грех не уважить. Ладно, дядь Борь, давай на связи. Заеду я к твоему механику навещу. Ты там не пропадай. Жду. Пиши. Все. Пообедаем? Я напишу. Хорошо? Черт, Борь. С каким именем? Рот закрой, сяпка. Не чапка, гнида. Глотай давай. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Горьяновский ищет. Все, раздать там, в руки, чтоб я видел! Здравствуйте, дядь Борь. В этот раз без звонка ничего? Здравствуйте, Никита Занович. Извини, пожалуйста, за руку поздороваться не могу. Сегодня и так пойдет. Правда, Вера Ивановна? Да, думаю, в самый раз. Борис Естапович, постановление на обыск. Прочитайте основания, что ищем. Верю, Вера Ивановна. Верю, ну зачем читать-то, а? Ну, чтобы время не тянуть. Телефончик где? По которому можно сделать заказ для Семена Семеновича. А хотите, я вам подскажу, дядь Боря? У меня телефончик. Это я заказы принимал. Спонтом на Семен Семенович. А на самом деле все я. И Лексус, и сумку у телки в подъезде. Это я все. А морду кто тебя так расчесал? Баба в подъезде? Или тот, кто убедил тебя все это на себя взять? Быстро и не думая, вот это кто? Смель меня на делегу подписал. Этот с нами был, Калиновым себя называл. Телефон отжал, сука. А он что, мент? Товарищ майор, не это мобило. Так ты, дядь Боря, здесь с чертом переписываешься? Так это, вроде как бы с братом вашим, Никита Саныч. Ну и что ты за адрес ему здесь написал? Не слышу! Я спрашиваю, что за адрес ты ему здесь написал? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сеньке живчик это адресок. Любые тачки паленые. Покупает на разбор. Скажите, что ты? А, а, а! Спасибо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Чего? Вообще зашибись. Я гений, Юлька. Теперь у меня есть каршеринговый аккаунт. И банковская карта привязана к этому аккаунту. Круто? Карта? Да, кредитная. Чего ты так на меня смотришь? Ни сын, ни моя чужая. А аккаунт твой? Юль, ну ты что, мне 18-ти нет. Здесь данные какого-то стропердоса. Я этот аккаунт в интернете купил. Ну, как аккаунт? Логин и пароль от аккаунта. И чего? Чего нам с ним делать? Ну как чего? Тачку на прокат возьмем, а? Бесплатно. Как тебе такое? Подожди, Влад, у тебя же прав нет. И чего? Сейчас. Оп! Садись. Офигеть. Да кого волнует мои права? Главное, что я водить умею. А если нас остановят? Ну чего, сбежим. Я же аккаунт анонимно купил. По аккаунту вообще мне никто не выучится. Это тебя подавно. А машину ты когда научился водить? Блин, ну с десяти лет на отцовских гоняю. Ну не по городу, конечно, а по дачам. Все дачи объездил. Ну да какая разница? Типа ты что, не веришь, что я могу? Ну так. Только прошу тебя, сильно не гони. Блин, ну тут коробка автоматическая. Я вот вся к механике привык. Слушай, ну может тогда на другой пересядем? Да забей! Все будет окей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мотобаты 0-9-10 в Ладоге. Ладога. Слушаю, 0-9-10. Если вам заехать, обойдетесь. Понял. Уточните причину. Ладога. Полдня обездельничали. Мало? Выполняли приказ начальника смены. Задержат предположительно угнанный Лексус. Но в ходе проверки данные не подтвердились. Вы это пиздельем называли. Хватит болтать. Понял. Ой. Это кто? Да нормально все, нормально. Кардшеринг. Этим все сказано. Так вот берут машину на часик-другой, покатаются. А если убьют, не моя, не жалко. Давай, заканчивай. Как будто без кардшеринга дураков на дорогах мало. Да понимаю я. Влад! Влад, блин, менты! Блин, 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 блин! Может, не за нами? Да для них и парковка бесплатная, и на заправке скидка. Они еще и по сторонам не могут посмотреть. Выперся, как на танке, они прямо перед нами. Обязаны будут пропустить. Понимаешь, что штраф их ничему не учат? Но все-таки давай. Согласен, Тим. Наказание, главное, неотвратимость. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Шкода 524, останавливаемся. 524, Шкода, останавливаемся. И что делать? Да не знаю я, не крутись. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну вот, приплыли. Как его так угораздило? Ладога, две троечки. Каршеринг, дорожная, одиночная. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Юлька, слышишь, ты чего? Не тряси меня. Юлька, нам сматываться надо. Юлька. Юлька, ты меня не знаешь. Ничего не говорим, они тебе ничего не сделают. Ты меня не знаешь, ок? Ухайдохал машину, а? И пошел. Он совсем нас за Идиотова держит. Думает, мы по аккаунту не найдем? Да нет у него никакого аккаунта. И прав тоже нет. Тема, ты с ним? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ладога из пострадавшей. Пассажирка. Состояние среднее. Сознание. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Финальная черта, пацанчик. Отпустите, мне больно, больно. Я знаю, терпи. А не надо было бегать, когда бы тебя никто не тронул. А вот телефон. Орудие преступления. Мошенничество и угон. Какой угон? Это каршеринговая машина? Я ее на время в аренду взял. Без прав и по чужим аккаунтам? Ты до сколько лет, а? Он какой-то дыл да уже. Объявишься как пятилетний. Ну, пожалуйста, отпустите меня, я вам заплачу. Мои родители вам заплатят. СИГНАЛИЧНАЯ МУЗЫКА Еще раз повторите. Возраст. Девушка, вам сколько лет? Шестнадцать уже, семнадцать. Семнадцать лет? Визуально-черепно-мозговая. Я его не знаю с ним, только познакомилась. Ну, это уж как полагается. Салфетку вот так прижмите. Аккуратно, голову повыше. Ну, пожалуйста, отпустите меня. Я больше так не буду, честное слово, клянусь. Ладога, внутренний. Ага. Второй, две троечки, единица. Данька, что у тебя? С пассажиркой беседую. СМЕХ То есть в хорошей венге еще и пассажирка была? Ага, похоже, у девушки переносится сломано. Скоро ждем. Что у тебя? Я его взял по нулям. И свою девушку в машине не бросил? Да еще непонятно, что с ней будет. А сам деру дал? Да я-то откуда знала, что на ней пристегнутая сидела? Я не виновата. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СТУК О! Разрешите, Эдуард Ефимович? Здравствуйте, товарищ Пимир. Приветствую. Я узнал, что моего племянника вызвали. Вот я его доставил лично. За дверью стоит, ждет. А я заодно узнать про майора Чертанова, как он оправдывает доверие. Не то слово. Николай Ильич, если бы не вы, я не знаю, сколько бы мы времени искали такого человека. Так что огромное вам спасибо. И за племянника спасибо. Он тоже нас не подвел. Вы сильно не хвалите, он за дверью услышит. Ну, он так все знает. Вы же мне все рассказали. Ну, положим, не все. Конечно, с последним угоном я вынужден был подучить его, да, чей портрет нарисовать. А то ведь Иволгин был на грани провала. Ну да. Но преступление получилось резонансное. И смотрите, все преступники раз, и легли на дно. Да, да, точно. По сводкам, за текущие сутки вообще ни одного серьезного преступления. Да, но преступники же не камбала, чтобы лежать на дне. Ну, то есть скоро клюнут. Ну, я уверен. Чертанов же у них как кость в горле. Их бизнес не терпит шума. Поэтому у них есть только два варианта. Они либо поглотят конкурента, либо решат от него избавиться. Ну, а если они решат избавиться, ликвидировать Чертанова? Ну, я не думаю. Очень много было сил вложено в него. В его мнимую банду. В том, что он не одинокий, Волк, а это большая структура. Семенов Семенович. Ну да, понимаю. И тогда главарь банды вынужден будет вступить с Чертановым в прямые переговоры. Да. Спасибо вам еще раз, Николай Ильич, за Чертанова. Потому что он и правда как сам черт. Зову? Да. Володя! Володя! Товарищ полковник. Здравствуй, стажер. Впрочем, твоя стажировка окончена. Ты не передумал остаться в органах? Никак нет. Похвально. Да. Завтра утром он отбывает в учебный центр на полгода. Отучится и возвращается в спецбат. Если, конечно, сдаст выпускный экзамен. С утра я могу попрощаться с майором Чертановым и с остальными? Ну, чтобы попрощаться, можем дать денек тебе. Но не больше. Сутки. Вон он! Где? Вон, у ворот в кепке. Видите, это он, про которого я вам говорила. Поворачиваю. Качок-инвалид, да? Да, да. Виталий, мимо проезжаем, на него не смотрим. Вы присмотритесь повнимательнее, только не слишком открыто, чтобы не стугнуть. Поняла. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Не ошиблись? Да точно, он. И кепка. Он ее круглый год не меняет. Я сколько раз ее с балкона видела. Так, командир, стоп, машина. Угу. Под креплением называем. У меня же оружия нет после вчерашнего. Яблочек стрельни, если что, целься сразу в голову. Хотя нет, лучше в глаз. Вам яблочек? Вот, пожалуйста. Оставайтесь в машине. Кстати, из криминальной кроники. Якутский охотник, бьющий белку в глаз, был съеден в стае одноглазых белок. Виталик, у тебя ордер на обыск имеется? Серега, ты меня что за мента держишь? Не держу, поэтому... Чего ковыряешься-то? Быстрее давай. Порнография какая-то. Надо бы, конечно, целиком покрасить. Тебе-то какое дело? И тебе ж на ней езди. Так я как лучше. Здравствуйте. Мне бы Сеню Жевченко. Я за него. Угу. Знакомая машинка. А что без номеров? Хозяин снял. На время ремонта. А, чтобы не заморались? Это правильно. А хозяин кто? Я, конечно, извиняюсь. Такую информацию мы не выдаем. Это разглашение личных данных. Угу. Тоже правильно. Вы хозяин? Угу. Так отъехал хозяин. Вот закончим, подъедет. Чего передать? Сегодня на этой машине был совершен наезд на другую машину. Водитель с места аварии скрылся. А главное, на поддельных госномерах. Шучу. Это не главное. Главное, он товар до зоомагазина не довез. Кошечек и собачек без корма оставил. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Давай, давай назад. Чего? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА УДАР 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 Ну что, культурист успокоился? Тихо, тихо, тихо. Тень и мешки ворочат. Меня в детстве каратисты били. Соучастие в сокрытии улик, воспрепятствование и расследование. Хотя уголовным кодексом и то, и другое предусмотрено. Откуда я знаю, что это улики? У меня он каждый день то битая, то мятая машина. И что, мне теперь в полицию уходить, что ли? Угу. Наклейки. На стекле были. Инвалид за рулем. Вон даже среды остались. Ну, были, но... Это ж не моя машина, я-то здесь при чем? Сегодня какой день? Среда. Среда. Вы номера с аварийных машин только по средам снимаете или каждый день? Так, стоп! Вот тут все вот так вот под запись. Как это работает-то? Вот так. Да, чтоб потом не было разговоров. Я не я и хата не моя. Итак, кто и зачем снял номера? Водила снял номера, не знаю зачем, и спрятал там под коврик. Угу. Показывайте. Вам в машине копаться можно, это мне ничего нельзя присвидеть, Лев. Ну вот, вот, видно? Ну, только в самый раз. Опа! Битва. Битва? Бастузский, ты угольный, а? Только сегодня про тебя вспоминал. Ну, не знаю, ну, поцаби, что ли. У гражданина одна рука, как две мои ноги. Между прочим, ваш гражданин. Да ладно, серьезно, наш? Ага. Ваш, ваш. А чего нахулиганил? Да так. Патроны мешками возит. И через зоомагазины реализует. А взяли за что? Что, мешки через дорогу на красный свет переносил? Ага. Припрыжку. Слышь? А ты, случайно, не Сеня живчик? Тихо! Не-не-не-не. Сеня там, с ним Серега разбирается. Ну, пойдем присоединимся. Давай. Никит! Там Серега на тебя что-то с утра зуб точит. Да не заморачивайся, Виталь. Это у нас так чисто по-братски с ним. Я, 0-1, Ладоги. Ладога, слушаю вас, 0-1. Машина-двойник. Водитель задержан, личность не установлена. Подозрение на перевоз запрещенки. Как поняли, прием. Принял, 0-1. Ждите приезда СОК. Скажи ему, что мы уже приехали. Уголовный розыск. Майор Чертанов. Есть вопросы? Ладога, отменяйте СОК. Тут понторезы без мыла врезались. Не понял. 0-1. Уголовный розыск. Принял. По нулям. Понятым будешь? Виталик согласился. Постановление на обыск мне сейчас с СМСкой пришлют. А морды друг другу будем потом бить. Не в этом бойцовском клубе, ага? Ай, нет, ты не понимаешь. Я морду бить не буду. Я тебя урою. Ты по-другому вообще не врубаешься. На бабский сплет не повелся. А что-то конкретное предъявить есть? Или мы не в суде, и конкретика нас не интересует? Только вот у меня, братик, как всегда, все очень конкретно. Узнаешь? Это механик, который на дядю Борю колымил. А сейчас по Тунре едет на Колыму. А прицепом вместе с ним и дядя Боря, и вся гоп-компания. А там и Бэха, и Лексус, и нападение на Столетову, и убийство Шмеля. А, еще, кстати, вчерашний Мерин, возможно. Ты не знал? Семен Семенович. Где дядя Боря? Дядя Боря будет ночевать в СИЗО. И, кстати, он не единственный, кого мы там сегодня приютим. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Не напрягайтесь, капитан. Сейчас все камеры выключены. Я помню, товарищ полковник, за мной должок. Я отдам. Просто надо машину вначале продать. Машину? Ну-ну. Ну, она у меня не новая. Вот. Поэтому я сейчас пытаюсь по своим. Перекупщикам не хотелось бы обращаться. Там цена у них. Хозяин-барин. Твое дело продавать машину, не продавать. Продавать, продавать. Конечно, продавать. Вы не думаете, что я динамлю там или что-то такое? Да куда я денусь? Если я вам долг не отдам, вы же хоть дадите моему делу о взятке. А это каранты. Вот. Поэтому... Конечно, все отдам. Мне ребенок родился. Да, мне в кадрах сказали. Сын. Так точно. Сын. Мои поздравления. Сын. Жизнь продолжается, капитан. Кто старое помянет тому, о детишках вспомнить надо бы. Никакие деньги не стоят слезы ребенка. Я прав? Так точно, товарищ папа. Вот и порадуй свое семейство подарками. Все, капитан, свободен. Аудиенция окончена. Спасибо большое. Товарищ папа, деньги убери. В карман. Ага. Спасибо. Не за что. Иволгин Юрий Иванович. Да. Гапитан Протасов, уголовный розыск. На служебной стоянке ваш автомобиль стоит. Ну, наверное, а что с ним не так? Все так. Сейчас пойдем его посмотрим. Вот ордер на обыск. Гущееву. Руки! 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 Понятые? Стили. Руки! 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 Положите конверт. Подходим по гляну. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА И прошу, обратите внимание. Конверт с деньгами. Что в сумке? Не помню. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это что? Клещи металлические. Со шнурком. Паспорт. Рулет. Рулетка с зацепом. Какие-то электрические приборы. Отмычки. Сигнализация. И ключи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ботинки мужские. Сорок третьего размера. Со следами грунта. Ваши? Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Счет попросил, уходить собирается. Он что-то пил? Минералку с лимоном. Когда бухает, что яблочное пьет? Бурбон. Всегда один и тот же. Да, губа не дура. Дорогое удовольствие. Придется брать. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Бутылку рысью. Так. Где перчатки? Бардачки. Зачем? За хлебом. Хочешь свои отпечатки на бутылке оставить? Логично. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вышел. Бурбон не паленый? У нас не в жизни. Смотри, если контрафакт, менты приедут разбираться. Мы вообще-то алкоголь в дептикрии закупаем. Алло, уже в репарате? Моя ты куколка. Минут через двадцать буду. Нет, не глоточка. Ты что, как доедем, там и выпью. Я тебя, моя хорошая. Чмойки-чмойки. Все, выезжаю. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Заводи. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господи, Никита, ты с ума сошел! Зачем ты открываешь двери, если не видишь кто-то? Тебя забыла спросить. Вот и стой за дверью. Ладно, я понял. Простите, гражданин начальник. А это была всего лишь маленькая невинная детская шахта. Я по твоему девочка, да? Ну, а кто же еще? Я проверял. Хотя... Погоди-ка, погоди-ка, дай-ка еще раз. Так, ну-ка. Да, готов свидетельствовать в суде. Ты определенная девочка. Я бы даже добавил девочку на яд. Что? Ну, в хорошем смысле. Так Рома своей супруге говорит постоянно. Он ее любит, так что я ему верю. Зачем пришел? Заскучился. А если гора не идет к Магомету... То есть еще и гора, да? Угу. Вера Ивановна, ай-яй-яй. Ну и кто из нас еще извращенец? Вы знаете, что с фотороботами развлекаетесь, да? Ты не исправил. Кто знает, мне бы часик в пятьсот исправительного секса и возможно. Так, послушай меня. Даже не подумаю. Послушай меня. Ты сам меня убеждал, что стажер нам будет врать. Что угодно подсунет, лишь бы пойти на сделку, правильно? А что, если он соврал не из-за сделки? Что, если он соврал на заказ и специально нарисовал нам это лицо? Ты хотела сказать эту рожу? Я хочу знать, кто заказчик. Никит, послушай меня. Этот фоторобот действительно очень похож на Сергея. В топку. Никита, это все-таки Сергей, это твой брат. Тем более в топку. Слышишь? Если стажер соврал, значит, он прокирает Юру. Юра будет молчать, мы его не разговариваем. Но что нам мешает сделать еще один фоторобот специально для Юры? Чтобы Юрка узнал в нем себя. И тогда шум точно потечет. Угу. Ах ты, зараза, Ерванова. СМЕХ Говорил, что я девочка на ядь? Я бы даже сказал с большую буквы на ядь. СМЕХ Я сверху. Утающий. СмЕХ Я увеличу. СмЕХ Я желаю тебе покраю на её двадцать. Заст費 я без取 Здесь как кfallen. Тurenwood офел. СмЕХ tanks. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ВЫСТРЕЛЫ 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 Попытайтесь закошмарить Юру, и эта запись окажется где? Все правильно, в интернете. Развлекайтесь, ребятки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Угрожаешь? И когда-то переобуться успел? Совсем берега попутал? Меня бандюки запугать не могут. Ты думаешь, я тебя испугаюсь? Думаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Никита, прекрати. Она уже испугалась. Она умнее. Слушай сюда, братишка. Ты ей на хрен не вперся. Ты ей никто. Поэтому успокойся, иначе сядешь. И за Семена Семеновича, и за свою красную ментовскую крышу. Никита! И за наркоту свою. А надо будет, я и девку твою прикручу. Товаркой по делу пойдет. Ты меня понял? УДАР 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 Послушай сюда, мол. Вот так вот. УДАР 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 Иди сюда, каденыш! Сергей, прекрати! Когда ты только учился драться, я уже других учил. УДАР УСЕК! УСЕК! УСЕК, стучи! Стучи, сказал! А теперь слушай меня один раз. Я тебе уже дал выбор, даю второй. Тронешь Алену, убью, Никита. Не шучу. То есть ради Алены ты готов убить, да? А на меня тебе теперь совсем наплевать? Доброго вечерочка, Вера Ивановна. Убирайся отсюда. Напоследок, Алла-Верды, не говори Юре, откуда деньги. Не рушь еще одну семью. Еще одну семью? Она же, значит, тоже я разрушила, да? И сестру свою я убила, да? Ты даже побоялся прийти на ее мокраны. Скажи, ты хоть разбыл на ее могиле? Приду. Как только завершу начатое. Я забыла, ты же пообещал себе гоняться, пока не найдешь. Только за кем ты бегаешь, Сергей? Ты посмотри на себя в зеркало. Ты и есть тот самый угонщик, если не в хуже. А может, оно и к лучшему. Теперь он все знает. Сейчас перебесится, и все. Мы свободны. Только я ему еще дам просраться. Он меня узнает, что такое красная ментовская зона. И только попробуй его вытащить. Убирайся отсюда. Не хочу видеть ни одного из вас. Еще чего? НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА КРИК НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Никого? НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Пострадали сильно? НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Еще не знаю пока. Броня? Удар был приличный, а на стеклах, гляжу, не трещинки. Ага, чуть мозги на стекле не оставил. Сильно бабахнулся головой. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА А подушки чего же? Не сработали? НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Хрен его знает, что с ними не так. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Голова? Придется потерпеть. Мы уже вызвали медиков из Центра спас, а без них вас лучше не трогать. Разве что это... Пару глотков. Как противошоковая. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Ребят, этой подставе сто пятьсот лет. Напоить хотите, да? А не откажусь. Парула меня все равно отобрали. Зря вы, зря вы такой бурбон на меня переводите. Ну, спасибо. Аккуратненько. Давай я тебе помогу. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Ну что? Не жилец? Остывает. Прикинь, похоже, прям на ходу из горла бухал. Да, о чем только думал. Ты подушки безопасности по-новому активировал? Активировал. И регистратор подтер. Ну, давай. Дальше по плану. Я Ладога-216, Ладоги. Дорожный тяжелый, Коксиня-1. Предполагаемый виновник скрылся. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Пешком. Какой виновник? Ты же бухарик. Мчался на красный. Правильно? Правильно. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Ну так, давай, рассказывай. Чего я тебя не вижу? Ты опять там белье на мониторе сушишь? Или у тебя там твой майор Галышом? Странно, он, мне кажется, даже не приходил. Я знаю. Прости, ты не знаешь, спал он с тобой или нет, Лапуль? Ты для него находка. Давай, Яна, рассказывай. Что за трава? Ну, во-первых, сегодня ночью насмерть разбился Новиков. Хорошо, а Новиков это кто? Блин, Ален, не выбешивай меня! Кого я всю неделю интервьюировала для твоего майора? Ребятки, сдавайте права, гаишнички отвалите. Так, и что? Он погиб? Боже, а как можно еще понять фразу разбился насмерть, а? И... И что теперь будет? Это и есть тот самый пипец. Ничего не будет. Просто твой майор меня заклюет и высушит. Так что ты не ревной. В общем, я еду к тебе, одевайся и поедем в этот чертов спецбат. А зачем спецбат? Олененок. Ау, проснись. Твой кофе я уже купила. Еду. Узнаете кого-нибудь? Нет. Программа распознавания лиц выдала следующий результат. А вы, надеюсь, себя узнаете? Да, узнаю. Таким образом, маски тоже вы. А второй кто? Не знаю. Мы с ним познакомились в интернете. Через сайт. Предложил мне работу. А без маски я его никогда не видел. Заочное знакомство. Как называется сайт? Сайт? Семен... Семен Семенович. Помощь. В розыске угнанных тачек. Помощь. Попахивает неприкрытым цинизмом. Ну, не, я же придумал. Я вообще туда случайно зашел. Ну, почитал, подумал. Деньги неплохие предлагают. И поверили первому встречному. Ну, какая разница? Деньги срочно нужны были. И вообще все хорош. Я без адвоката больше разговаривать не буду. Понятно? Да. Да тут и без адвоката все проще, парень Ариб. Известно, на что он вас будет натаскивать. Что это не вы, что вас там не было, что по фрагменту на фото программа распознавания лиц выдала далеко не однозначный результат. Ответ. Подозреваемые такие же, как и вы. Ты, конечно, совсем на меня не похожи. И адвокат обязательно заострит на это внимание уважаемого суда. Потом заявит, что зажим и сумка из багажника вашей машины это не средство угона. А ботинки? Ну, там на крыше остался след от моего ботинка. Мне оперфотку показал. Ботинки. Адвокат потребует заключение, что след оставлен в конкретное время. Ни раньше, ни позже. Уверяю вас, ни один эксперт не подпишется под таким заключением. А биллинг моего телефона? Он же сегодня минутный. Но вы же ездите по городу. Могли проехать где угодно, когда угодно. Главное, ни в машине, ни рядом с машиной, в которую кто-то проник, кстати, с неоднозначной целью. Вас никто не видел. Никаких следов. Осталось выяснить происхождение денег. Занял. С днурождения сына. Не выдумывайте. Будете ее лить, обязательно попадете в ловушку. Заняли не вы, а ваша жена. У кого и какую сумму? Вы не спрашивали. Ну, не принято у вас так. Вы ей полностью доверяете. А, и вам от нее привет. У них все в порядке. Очень надеются, что вы приедете их встречать в день выписки. Столетова. Янина Владимировна. Телевизионщица? Это неважно. Янина Владимировна ко мне. Строго по личному делу. И под мою ответственность. А полковник Кутузов в курсе? Нет. Но я ему обязательно сообщу, как только он приедет. Дайте пропуск, пожалуйста. Проходим. Майкл. Майкл. Чего? Куда с индейцем? С этим, что ли? На допрос. К тяжеловой? Не приехала еще. Куда мы с ним? Нам еще смену сдавать. Это же тот, сбежавший. Ну, ночное, летальное. А-а-а. Гасвалдай. Нашелся. Нашелся. Из постели высморкнули, спал. Все, как у всех, я твоя не понимаю, ни хрена не знаю. Машину за домом типа оставил. Слушайте, а ночное летальное это случайно не с погибшим Новиковым? Ну да. Новиковым. Об интернете пишут, что Новиков был не трезв. Продолжал выпивать и ехал на красный свет. В каком интернете? На сарае дрова написано И. Новиков сам виноват. Зачем водителю грузовика сбегать? И? Вы что сказать-то хотите? Что нам померещилось? Мы на месте были уже через пару секунд. Читательница, блин. В интернете. Вы книжки лучше читайте. Проходим. Я слушаю. Это же они. Кто? Они. Помнишь, когда у тебя телефон пропал, он у ГАИшников нашелся? У них? Да, это они. Подожди, а это... А это не те, кто увязали за мной? Ну, в то утро, когда Лексус угнали. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, вообще, это с самого начала было странно. Ну, да. А тебя устраивает эта пошлость? Мне все равно. Я пришла, так уже было. Так, Ян, давай сначала я зайду, потом ты, хорошо? Что? Ты думаешь, я никогда спящего мужика не видела? Вот моего ты не увидишь, хорошо? О, господи, ты меня опять напугал. Все еще не привыкла? Яна? Доброе утро. А я вижу, вы уже проснулись. А вы надеялись завладеть мной во сне? Да. Ну, в этот раз я подготовился. Яна, пойдем. Извините, Яна, дадите нам минутку найти? Обычно минутки нам за глаза. А домой с чего не пришел? Помогай. Вообще-то я жду, когда ты меня поцелуешь. Да, действительно. Как я мог забрать, уже привык. Привык, что ты меня домогаешься. Кстати, мне, когда Кутузов эту папку давал, он сказал, что видеть фотографии всех. Хотя здесь одной фотографии не хватает. Знаю, уже вычислил. Как раз перед твоим приходом. Фотографии Леня распечатывал? Да. Вот как раз его, фотографии нет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Твоя подруга не понимает? У нее недержание. Она же не может не понимать, что своим появлением она меня жутко подставляет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА О! И ты оставишь нас наедине? Только учти. Ни одной минуты будет недостаточно! Давай, проходи. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да. Похоже, что Новикова зачистили. И ты так спокойно об этом? Почему? Я нервничаю. Просто видно не показываю. И опять эта парочка. Вот там, где они, всегда что-то-то происходит. Вчера вечером меня вызвали на канал и обрадовали, что мою программу снимают с эфира. А этой же ночью пропали все материалы интервью с Новиковым и с прокурорским сынком. Вас снова грабанули в подъезде? Кто-то пробрался в монтажку и размагнитил все носители. Ясно. Значит, кино не будет. Сереж, ну как так? Нет, ладно в 90-х, это понятно. В 21-м веке прокурор заказывает убийство, чтобы что, сынка от позора спасти, что ли? Ну, вообще-то от тюрьмы. Новиков готов был свидетельствовать против Разина о том, что тот получил от него крупную взятку. Ну и пошло бы, поехало. А как мы понимаем, что Разин и до этого брал взятки с пьяных водителей? Жаль. Жаль, что все впустую. Но за попытку спасибо. Так что вынужден вернуть вам ваш поцелуйчик, Янина Владимировна. Так. Какой еще поцелуйчик? Ян. Не спешите расцеловываться, Сергей Антонович. Вы знаете, у меня есть дурацкая привычка приносить работу домой. Вот на этом диске материалы интервью. В эфир это, конечно, уже не попадет. Но ваша бывшая, она же следователь. А насколько я знаю, то следователь с прокурорскими не очень. В общем, можете считать это моим официальным обращением в Следственный комитет. Может, мне в опера податься, а? Давай, тебя там примут. Здравия желаю, товарищ майор. Веры Ивановны нет. Закрыто. Закрыто. Чего? Продолжу по базаре. Так мы не забыли. Наскребем, занесем. Не скребитесь, натуру возьму. Мой напарничек в отпуске, а у меня заказ на машину пустынет. Подпишитесь? Прикинуть надо. Что за машинка? Знатная. Кутузов недавно купил. Что, прикалываешься? Других машин мало. Мы вместе стоим. Батя считает, что он круче вареных яиц. У него ни одной сигналки на машине. Ничего не боится. Да и не хочу. Ты доешь. Тут после твоего Мерседеса. Ни вздохнуть, ни охнуть. А за Батину вообще не знаю, что начнется. Ты от других бы подумал. Не один на поляне. А это уже беспредел. А мне от других с прибором, Майков. Я предложил кивнете. Шипну, куда подогнать. Если не облажать, возьму на ставку. Обоих. Говорят, что не только напарник. Почти вся бригада в отпуск ушла. Правда? Ну давай, забивай стрелу. Встретимся. Посчитаемся. Стволами померимся. М? Чего хотел? Выживал вчера. Леночка. Ленок. Ты моя звездочка, бусинка. Слушай, ну дай. Слушай, ну я второй день без оружия. Для меня это как три дня без баб. Вот меня во флот не взяли. Знаешь почему? А я тебе отвечу, потому что по здоровью не прошел. Они поняли, что я без этого как... Я не боец. Нет, ну дай. Ну дай? Да. Ну дай, у жены просить будешь. А я морячков люблю. Товарищ капитан. Да. Угу. Держите. Из учебки вернусь отдать детей. Ага. А ты потом своему дядьке расскажешь. И меня из бэшники под белые ручники, да, уведут. Стой. Давай. И магазин. Из учебки он вернется. Как меня это достало, а? Я же говорил, что никого не предавал. Голос. Ну это юмор такой. Шутка. А, кстати. А знаешь, почему здесь? Ты про Вовочку больше ни вот не услышишь. Нет. Почему? Потому что боятся. Ой. Вер. Ну. Ну, хорош, Вер. Ну, ты меня целый день будешь карать. Ты вернись от меня. Перегарище. Перегарище, да. Ну, ты же сама меня выгнала. Где я должен был ночевать? Да, и ты решил пойти в кабак. Да. Ой, а ты как будто по кабакам не ходишь. Верочка, Верочка. Твою мать. Ё-моё. А на вокзале нас уже встречали. Ну, хочешь, я выйду. Одна езжай. Да сиди уже. Командир. Вооружён и очень опасен. Но только если что, сеть будет ловко. Да? Ага. Что, по коням? Угу. Поехали. Товарищ майор. Чего это, Володь? Да ладно, нормально всё. Я в курсе. Видел твоё художество. А ты... А ты молодец. Да, в машине. Угу. Вперёд садись. Я? А вы как? Мне выходить на следующий. Вон, я помню. Э-э-э. А ты ничего не перепутал? Или дембелям типа всё можно? Из паники, Виталь. Знакомую тачку видишь? Она что, заглохла, что ли? Да, подъезжай за мной, проверим. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Да что сигналишь-то, а? Кому там не имётся? Чё надо? Эй, на борже! Чё, блин, дома не выспала, что ли? Или губки подкрасить стала? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Тебе одного скандала недостаточно? В самом раз. Тогда в чем дело? Никита, идите, пожалуйста. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Нарушение в пункте. Право дорожного движения 19-10. Звуковой сигнал в населенных пунктах. Так я ж Телке сигналю. На флоте как говорят, ты свартуся в стенке и стойкать до усрачки. Ты чего тут булькаешь? Ты кого Телкой назвал? Тихо, тихо, Никита. Ты смотри, морячок, базар, перетруйся. Я сам разберусь. Все, давай, давай, иди. Гаисник, что ли, тоже? С утра глаза залил и все видит. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я не пила. Не веришь, могу дыхнуть. Верю. Вам верю, Гера Ивановна. Слава Богу. Могу ехать? Мне... Мне машина твоя нужна на пару дней. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да хоть навсегда. СТУК В ДВЕРЬ Никита Саныч! Никита Саныч! Во Флоте служили, да? Фацифи Коушен. Восемь лет, а звонка-то звонка. Три кругосветки. Ух ты как! Девчонки таких любят, да? Ну-ка, иди сюда. Давай. Протокольчик составлять сейчас будем. СТУК В ДВЕРЬ Если что-нибудь пропадет, я тебя из учебки достану. Шучу. До учебки ты не доедешь, не успеешь. Чего смотришь, прячь? Товарищ майор, а как вы без всего? Вы не с нами? Передашь капитану Рожнову, что я уехал на встречу со следователем. По старому делу. Это об хищении человека. Ага. Так что сегодня, скорее всего, я с концами, меня не ждите. Значит, больше не увидимся? У меня сегодня последний день. Да ладно тебе! Вернешься из лагерей. Увидимся. Не на войну же уходим, Володь. А вы? И я не на войну. Ну, до свидания, товарищ майор. Давай. А, нежный, чуть не забыл. На прощание скажи-ка мне, где вы с Виталиком свадебные столы перекопали? Будем измерять износ протектора в шумах. Давно же не измеряли, да? Ты что, капитан? Что? Ты чего вообще? Ну, по суше это вам, как говорится, не по морю на лысой резине плавать. Плавать? Ты хоть знаешь, кто плавает? Кто? По морю ходят вообще-то. Ну, вот и вы доходились, когда машину на штрафстоянку заберем. Слышь, капитан, может, договоримся, а? Ну, чего ты на штрафстоянку сразу, а? Песня такая хорошая была. В морях ты слишком долго плавал. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Володя, мой племянник, потряс меня тут недавно вопросом, глядя вот на эту самую икону. Кто здесь я? А кто ты? Я конь, товарищ генерал. Седло и уздан. Я неволен сам решать, кого топчем, кого не топчем. Да? А Иволгин? Я ведь, кажется, ясно дал понять, чтобы его не топтали. Я не топтал. Наоборот, я сделал все, что вы сказали, рассчитался под ноль. А вот майор Сертанов, ну, не наш, конечно, а тот кровный брат, который из уголовки, тоже приятель Иволгина, вот он нашего Юрика и зацепил. А санкцию на это дала следователя Тяжелова. Так что это, скорее всего, внутренние разборки в чертовом логере. Ну, то есть ты здесь совсем ни при чем, да? Я конь, товарищ генерал. Ну, смотри мне, Тюленив. Что? Что-то еще? Есть тревожные новости. Столетова. Ну, та, что из телевизора, общество и закон. Ну, знаю, ну. Раскопала она историю с прокурорским пацаном. Причем основательно. Да? Чертанов слил? Чертанова за горло держу, он бы не решился. Тогда кто? Что? Я бы иначе поставил вопрос. Что? Что будет с нами, когда эта история всплывет? А папаша прокурор в курсе? Так я от него и узнал еще вчера. Лейтенант, у вас что, в выходной, что ли? Почему не в форме? Лейтенант, я рапорт написал, на службу больше не уйду. Вот из кадров иду, зашел вам сказать, я вам больше не стукачу. Лейтенант, вернитесь. Меня папочка утром удерживал, я его на хрен выслал. Хотите все вместе туда пойти? Не забывайте, лейтенант. Я уже не лейтенант. Я свои погоны и форму на помойку выбросил бомжам в подарок. Что вам еще непонятно? Из-за меня человека убили. Деньги брать у пьяных, это одно, я за это готов ответить. Но за все остальное я не убийца, ясно? Лена, Леночка, успокойся. Давай без истерики. Кто убил, кого? И знаете, так узнайте. В жопу у вас всех! Вместе с моим папочкой! Что это такое? Что за убийство? Тюленив, что происходит? Придется поехать спросить. Впрямую. Папашки-прокурора. Так давай. Давай! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здравствуйте! Здрасьте. Здрасьте. СТУК В ДВЕРЬ Наш домашний талисман. Спасибо. Обращайтесь. ВЫСТРЕЛ Походу, газ рванул. Да, похоже на газовый баллон. Это же на втором этаже, там же люди. Там Денис. Стой, куда? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ладога, экстренно, код девяточка, 3-1-3-0. Денис, прыгай! Я тут не один, тут еще люди, помогите! Нежилое здание, огонь снаружи, задымление. Паш, я наверх. Куда ты, дурак, угоришь? А нормально что-то? КАШЕЛЬ Там все в дыму, не видно ничего. Нормально. Помогите, чего стоите? Водитель кто, ключи у кого? Он вроде в подъезд зашел. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Помогите! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Паш, принимай! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, где ты там? Паша, принимай кровососа! Денис! Жор! Где ты там? Жора! 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Он же все-таки скорый, а, Зиновий Макарович. Может? Он все-таки с сердцем шутки плохи. Все? Все. Ну и иди. Иди, довязывай там свой свитер или что там у тебя. Ну... Иди, я сказал! И только попробуй там пикнуть своим бабам что-нибудь про меня. Порву всех на пешеходные зебры. Конечно! Тут же все дуры одни сплошные сидят! Сами-то ничего не видят! Ничего не понимают! СМЕХ Ну что? И никаких по телефону, лично. Я сообщу. У лейтената Анухина мать одна в деревне осталась. Сейчас и поеду. Ну да. Скажи там ей, что... Ну знаешь, что сказать. Разрешите идти, товарищ поковник? Иди, Орлов, занимайся. И до конца смены никому ничего. Есть. Зиной Макаш, вы мою ситуацию знаете? У меня тоже мать и... Знаю, Мальцев, знаю. Тяжело тебе. Да. Но ты... Ну да, да. Хотите сказать. Живой еще пока, да? Все верно. Только вот я в историю одну идиотскую вляпался. Вроде хотел с долгами рассчитаться, ну и... Да хотел. Стоять! Начал, заканчивай. Что это за история? Да вы... Что-то их вправду побледнели. Может, все-таки скорую, а, Зиновьев Макарович? Ты мне зубы не заговаривай! Весноплевых разберемся, куда мне и кому. Сядь! Выкладывай. Да понимаете... Подвязался тут с дуру с писанными машинами приторговать. Но вы-то все эти схемы знаете. Так... Ты что, совсем офонарел? Сам на повышение метишь? И вдруг в барыги подался? Спохватился ты чего? За задницу кто прихватил? Да у меня прослушка подружки. Только вчера обнаружил. Следи от за мной. Вон на столе водичка, поди хлевни. И не дергайся. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Просто Никита. Ну какой нафиг, Саныч? Мы же почти родня. Ага. Так что привыкай, невестка. А это что, Серегин? Вернули. А он, значит, уехал и оставил его, да? Да, он специально мне его оставил. Я же сейчас без связи. У меня телефон как вещдок изъяли. Понятно. А я вот курточку изымаю. А это с какой стати? Ты только не смейся, конечно, но тоже как вещдок. Да я и не смеюсь. Вы думаете, я ничего не смыслю в уголовно-процессуальном праве? Куртку повесьте. Никита Александрович, курточку положите и за мной. Верона, это же... Я два раза посмотреть не буду. Телефончик, говорит, для связи оставил. Ты поэтому микрофон и камеры заклеивала? Да? Оперативная съемка. Назовите сегодняшний день недели и дату. Что вам надо? Это допрос? Алена Андреевна, назовите сегодняшний день недели и дату. Я не помню. Я вам напомню. Послезавтра у вас день гаишника. Значит, сегодня первое число, четверг. На гульбаре по случаю празднику позовете? Вас там за дверью Вера ждет. Иванна. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Шманайте, гражданин начальник! Век воли не видать, по рожнякам иду. Никита, у тебя не держание? А зачем вы меня обижаете? Никит, ты что творишь? Без понятых, без постановления. Ты прокажанку? Так она у нас с братом тоже общая. Так что могу пользоваться, когда захочу. Да? А может быть, уже попользовался? Это смотря с какой стороны посмотреть. А что, взялся на брата, решил подставить. Мотив налицо. Налице. Отмазываешь его, значит? А вчера проклинала. Скажи, ты ему за что мстишь? А при чем здесь я? При чем здесь месть? Вера, ты понимаешь, что он что-то замышляет? Он поэтому телефон оставил, машину твою забрал. Это такая же его машина, как моя. Вера, он очень упертый человек. После того, что произошло вчера, он... Ты ему силком пихай, он на тебя ничего не возьмет. А что случилось? Гордость куда-то у него пропала, что ли? Он мог взять вообще любую машину, только с Висня. Но взял именно твою. Почему? Ну давайте, Вера. Вера Ивановна, почему? А? Потому что точно знает, что она чистая. Точно. Не Жучков тебе. Не Маячков. Он поэтому и телефон оставил. Не прослушать, не выследить. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Для внеплановой экстренной встречи нужна по-настоящему экстренная причина. Что-то случилось? Да так, пустячок за казное убийство. Да. Вы на малибре обещали. Мне и Юрке. Я по нему соскучился. Боюсь, могу затосковать и на работу забить. Я такой. Я вас услышал. Все? Да, все. А, нет, не все. Не сегодня-завтра меня убивать придут. Ну, сначала, конечно, помучают. Но время все равно в обрез. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну что? Денгельский аккорд. Так сказать, прощальный взмах лосатой палочки. На удачу. На удачу? Угу. Как это? Очень просто. Выходишь на дорогу, закрываешь глаза, останавливаешь первую попавшуюся машину. И вот если будет мужик, то идешь на чебуречную. А если он женщина? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Тогда все равно идешь на чебуречную, но с двойным пивасиком. Слушай, ну, гулять так гулять. На поминках это никак не экономить. В слепую? Ага. А если подглядывать буду, как узнаете? А как узнаете? Анекдот на эту тему есть. Мужик пошел подглядывать за женщинами в женскую баню. Ну, в щелочку. Ему оттуда просто в глаз в больнице спрашивают. Так, а со вторым глазом-то что? Ну, как что? Посмотрел, кто мне тыкнул. СМЕХ Давай, иди. Угу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, что встал? Давай. Ну. Да, да, глаза закрывай и пошел. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, что, не пойму, глаза закрыл и маши палкой. Ну, ты чего? Давай, давай. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Походу, накрылась чебуречная. В смысле, походу. Слушай, не можешь прощупать, иди по документу сверься. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. 102-й спецбат ДПС, стажер Нежный, ваши документы. СМЕХ СМЕХ Представьтесь, пожалуйста, еще раз. Я уже представился, телефон уберите. Ну, вы про мямили что-то, я не раз слышала. Вы лучше удостоверение покажите, желательно в раскрытом виде. Спасибо. Я вас тогда тоже буду снимать. А я не согласна. Я, в отличие от вас, нахожусь в моей машине. Я частное лицо, это моя частная жизнь. А я не вашу частную жизнь снимаю. Да? Я фиксирую нарушения. Да? Это ж какие нарушения? Потенциальные. Которые могут возникнуть при осмотре вашего автомобиля. Так вы еще и мое транспортное средство осматривать будете. Просто так, без причины, да? А что, нет причины? Нет. Ориентировка. Похожий автомобиль был объявлен в розыск. Да? Ну и где же эта ориентировка? Ну-ка, ну-ка, покажите. А я вам ничего не обязан показывать. А вы мне обязаны. Нет, я вам ничего не обязана. Ваши документы? Я не обязана показывать документы, пока вы мне скажете, что я нарушила. А вы ничего не нарушили? Нет. Огнетушитель, аптечка? Аптечка есть. В багажнике где-то, не помню. Где-то. Да. Ну, надо найти. Мало ли, срок годности иссяк. Я не понимаю, вам что, без дела сидеть надоело? Не знаете, чем развлечься? Вы понимаете, я тороплюсь. Если я опоздаю, знаете, с кем вам дело придется иметь? Ну, вы сами себя задерживаете. Вам что, трудно аптечку показать? Да, блин, трудно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Пожалуйста, покопайтесь сами. Спасибо. Товарищ капитан! Блин, я так и знала. Руки, руки! Да вы чего? Вы чего? Я же просто позвонить хочу, что нельзя, что ли? Товарищ капитан. Так, я предупреждаю, если думаешь бежать, я стреляю метко с обеих рук. Ясно? Да вы чего? Это не оружие. Вы не так поняли. Это бутафория. Мы сериал про ментов снимаем, между прочим. И нас консультирует генерал полиции. Хотите, я ему позвоню, он все объяснит. Сейчас, погодите. То есть это бутафория? Это бутафория? Это бутафория. Это пугачи. Ага. А у вас, товарищ стажер? У меня не пугач. Я потом объясню, товарищ капитан. Пугачи. Скажи мне, пожалуйста, ты проверял? Ну, полостой, бутафория. Да? Ну, давай, давай, иди проверяй, специалист хренов. Твоя же работа. У вас проводительные документы есть на бутафоре? Ну что, что делать-то будем, а? Слушайте, ну я уже предлагала. Я говорила, что у нас на проекте консультантом работает генерал полиции с главного управления. Я могу ему позвонить, он все вам объяснит. Вы поймите, я ассистент переквизита, я такие вопросы не решаю. Решает генерал. Кто генерал? Шевчук Николай Ильич. Я могу ему позвонить, он все объяснит. Не надо звонить. У нас в 102-м спецбате ДПС генералам звонят стажеры. Да, Владимир Васильевич. Так точно. Ну, звони, звони. Звони. Давай, давай, давай. Нет, вы знаете, я все-таки ему, наверное, позвоню. Не надо. Вот, блин, коровы. Так и сдала, и зарядку дома еще оставила. Ну почему так все? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Да, Вера Ивановна, слушаю. Он сейчас занят. Хорошо, спрошу. Тяжело. Говорит, вы ее искали. Вера Ивановна, да, я по поводу капитана Иволгина. Этого быть не может. У обоих алиби. Момент угона Иволгин находился у меня, в следкоме. Чертанова дожидался, пока я беседовал с ним по делу похищения человека. Нет, Иволгин здесь ни при чем. Он просто за компанию пришел. Он в коридоре дожидался, за дверью. Вы по журналу посещения посмотрите, когда они оба пришли, ушли. А по второму угону, я был у него с утра, беседовал. Думаю, его надо выпускать за отсутствием. С такой доказательной базой, Вера Ивановна, суде делать нечего. Поспешили ваши оперативники. Да-да. Разбирайтесь. Спасибо. Выходит, не вы спешите. А это у них цветмот. Любопытно. И чем же вы их спровоцировали? Сделал им предложение. Понятно. От которого они не смогли отказаться? Нет, почему? Наверняка откажутся. А вот теперь не понимаю. Дочка Тузова купила крутую машину, а я получил на нее заказ. Неожиданный, правда? Предложил им поучаствовать. И они поверили? Угу. Ну, только для них это как ежа рожать. И больно, и нафиг надо. У Тузова всех наизнанку вывернет. А кто кого при этом сольет, одному черту известно. Про черта этого и ловко. Я дал им все кузыри. Против себя. Они поверили. Тот, кто вам нужен, допустил роковую ошибку. Я правильно понимаю. Вы знаете. Кто? Кутузов? Вам нужно доказательства, у меня их нет. К отнорою скажу. Сергей Антонович, считайте, что это приказ высшего руководства. Никакой самодеятельности. Предупредите там, пожалуйста, чтобы меня больше не останавливали. Да, да, да. Не сомневайтесь, предупредим. Да, я не сомневаюсь. Счастливого пути. Злюка, девочка, да? Но! Девочка. Моя победа. Кстати, генерал говорил, что ничего про киношнику? Ничего не говорил. Сериал снимают. Сценарий интересный. Раз генерал сказал, значит, будем смотреть. Это если мы доживем. Потому что у нас сегодня опасный заезд. Куда? В чему речь? Ну, с двойным пивасиком, ты же помнишь? Ну, у меня с памятью все в порядке. Ну, и слава богу. Подоби. Нет, погоди. Дай мне с нами, девочка. Откуда у тебя еще один неучтенный ствол? Почему неучтенный? Командирский, табельный. Майор Чертанов мне дал, чтобы я после смены вернул. Вот еще. Нагрудник, рация, жетон. Чтоб я все после смены сдал. Ну, и другое дело. Давай без обид, Става. Твой прощальный день закончился. Сдавай все. Так вот. Нагрудник. Рация. Жетон. Давай. И? Пистолет. Товарищ капитан. Нежный. Стажер! Ё-моё! Ё-моё, ё-моё! Ё-моё! Стажер, ты генералу звонил, по кустам шарился. Где? Да по каким кустам? Я в патрульке сидел все время. Ё-моё! ТОРМОЗОВ 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 Как же так-то? ТОРМОЗОВ ТОРМОЗОВ А, я понял! В багажнике. У киношницы в багажнике. Поехали! ТОРМОЗОВ Куда мы поедем? Там семь разлилок. Не по какой ехать? Где у них съемка? Сейчас я дяде позвоню. Да что? Контузия что вскрылась твоя? Ну я возьму номер. Киношницы. Мы позвоним ей. Куда ты позвонишь? У нее телефон разрядился. При мне она стояла, скулила. Забудь! Про дядю, про тетю. Про всех забудь. Как же так? Майор Чертанов меня... Тебе. А меня? А? Сиди! Где мне? Я, Ладога-01. Всем Ладогам. По периметру 130А. Внимание, Ладога-01. Принять все меры к задержанию. Две троечки принял, 0-1. Работаем. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Меня останавливали уже. Обещали всех предупредить, чтобы больше не тормозили. Передали вам? Передали. Поэтому вправо прижимаемся. Я выполняю приказ начальника смены. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Виталь, давай подъезжай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мой багажник уже проверяли. Наш генерал все популярно объяснил. Что им еще не понятно? Ну, приедут у них, спросите. А вы, типа, чистенький? Нет, вы все будете за это отвечать. Ясна вам? Угу. Так точно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А пистолет нашли? У пистолета, Володь, нет. Как нет? Так нет. Вот ты на память не жалуешься, а ни хрена не помнишь? Знаешь, тебе не в учебный лагеря надо, а в настоящее. За утерю оружия командирского, ну! Все, ладно. Ладно, Володь, расслабься. Может быть, еще найдешь. Да где? Я думал, в багажнике. Если в багажнике нет, я даже не знаю. Они хорошо искали? Они вообще не искали. Все, не плачь. Как так не искали? Почему? Ну, потому что я Дане ничего не говорил про пистолет. Если ты хоть кому-нибудь вякнешь про это, то будешь сам жрать и чемурики, и пивати, понял? Товарищ капитан, у меня чуть сердце не того. Зачем так шутить, а? Я же не мальчик, чтобы вы... Да ну вас! Володь, так ты шуток не понимаешь. А меня это гнетет. Ну, все. Ба, какая зазывная поза. Ты не представляешь, как я мечтала просто поваляться на животе. А ну, логично, прилягу. У меня для тебя хорошие новости. А Юрке? Да. Юрец набрал два кило на тюремной балансе. Сереж. Но к выписке будет как штык. И снова при деньгах. Вернули. Обвинение снимут. Угу. Кстати, я выяснил, откуда у него такая заначка. Половина из них твоя. Без паники, Оля. Он об этом ничего не знает. А Вера дала мне обет молчания. А еще почти полмиллиона. Выиграл в шахматы. Впендюрил мат одному зажиточному шахматисту. Юрка даже в подкидного дурака ни у кого не выиграет. Взятки? Тсс! Я тоже этим грешил в детстве. Против системы не попрешь. Ты же знаешь. Но Юрка выплывет. Все меняется, Оль. Взрослеем. Но ты ведь не об этом пришел поговорить. Очередное непристойное предложение. А ты можешь лежа на животе поджарить задницу одному опасному русскому хакеру? Я могу. И не такое. Хоть на животе. Хоть как. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Стой, стой, нежный. Ты там не ори. Нам лишние судители не нужны. Понял? Что? Говорю, наши тоже ничего знать не должны. Давай. Багажник открывайте. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ничего себе. Ну-ка, положите обратно. А я ничего не брал? Он мне пистолет украл. Девушка, откуда у вас там может быть пистолет? Так все, стоп! У вас есть опись в вашем бутафоре? Да. Нехило вас тут в пехоте. Откуда у вас? Ничего себе. Да нет. Ты видел? Виталия, ты уверен, все в порядке? Да, все в порядке. Мы генералу звонили, начальнику УСБ. Он подтвердил, что это бутафория. Так звоните еще раз. Вся офис у реквизитора. А я видела, что он украл пистолет, сунул себе в карман. Обыщите его. Это мой пистолет. Вот-вот украл. Откуда у вас боевое оружие? Какое боевое? Вам генерал непонятно объяснил, что это не боевое оружие? Это пугачи. Это? ВЫСТРЕЛ Пугач? У меня есть разрешение на пистолет. Вот можете номер сверить. Я когда багажник обыскивал, телефон там забыл, девушке что-то показалось. А вы можете звонить генералу и говорить, во всем виноват стажер. Моя фамилия Нежный. Да, я помню. Можно я уже поеду? Пожалуйста. Ага, конечно. Езжайте. Да, пистолетик-то твой. Но только по бутылкам. Стажер же стажер. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Ну, ну да. Расставаться, ну, всегда нелегко. Ты что, луквай, тебе? В чебуречную сходим? После двойного пивасика ты сам от меня сбежишь. Только пушку свою. Обязательно в оружейке оставь. Лимит на стрельбу по бутылкам на сегодня закончился. Понял? Товарищ полковник, разрешите? Заходи, Андреевна. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я все просмотрела, никого не опознала. Ну и хорошо. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК А как вы себя чувствуете? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ничего. Не дождетесь, Аленушка. Я сегодня разговаривала с папой, он сказал, что он готов в любое время вас обследовать. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Это что такое? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Простите, это... это я их разрисовала. Ну, потому что угонщики были в бейсболках и в очках. Я их такими и запомнила. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Всех разукрасила? И меня тоже? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК И на вобранцы этого, который в огне погиб. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Георгий Анохин. Нет. Его я фотографию убрала. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Вот молодец. ПЕСНЯ О! Да, Хохошеньки, я лица-то его не помню. Вот так бывает. Кстати, там одной фотографии нет. И ее изначально не было. Это ты? Да. Она у вас была? Ну, ты глазастая, ничего не упустишь. Покровский от своих компьютеров даже в сортиры редко отходит. Но я подумал, что тебе на него, зря глазеть. Да он машину водит, как чайник. Из него угонщик, как из меня твой любовник. Чего ты, ты? Я не могу тебе. Так значит, это вы его фотографию из общепачки убрали? Да, я. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Так, оружие сдай. Да вы же сказали в оружейку сдать. Давай-давай, я тебе больше не доверяю. Давай. А чего так? Да чувства юмора у тебя нет. Товарищ капитан, а что, я виноват, что у вас анекдоты не смешные? Чего? Это у меня анекдоты не смешные? Да я их специально, тупые, подбираю, чтоб ты улыбался. А, понял? Да-да-да. Нету лучше каратэ, чем в кармане два ТТ Орлов, а... ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ИЗБЫВАНИЯ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Отменяется на выходняков, Володь. Извини, тут прощаемся. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Нареги себя. Ждем тебя. Возвращайся, Володь. Не прощаюсь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот такая вот у нас спецзаботлась. С лобаком тут не место. Ты подумай над этим, там, в учебке. Конкретно этот Кадиллак интересует? Платином Асвей. Да, да, этот, Покровский. Он что, все еще там? Был выставлен на продажу. Даже был к нему определенный интерес. Но продавец почему-то не среагировал. И что с ним делать? Ну, я про Кадиллак. Удаляй его оттуда. Полностью снять с тормоза. Я не знаю, сделай что-нибудь, чтоб на этом чертовом сайте даже следов от него не осталось. Ладно. А, товарищ майор, вы что-то про это знаете? Ну, про этот сайт, Семен Семенович? В смысле? Ну, вы просто так сказали, чертов сайт. Просток? Слушайте, Покровский... Ладно, товарищ майор, не забивайте себе голову. Это я просто так сказал, чтоб в тишине не сидеть. Леонид, можно побыстрее? Странно, сам за всеми подглядывает, свои камеры не заклеивает. Да, ваш Леонид слишком самоуверен. У него крутая защита стоит, думает, что она неуязвима. Наивный дурачок, да? Да нет, почему? Просто я не дура. Правда? Я уж думал, в вашей семейке никто в дурака играть не умеет. Мамочка, через двадцать минут кормления. Через двадцать. А, да, кстати, у вас как заказывать, по меню или то, что принесут? Разрешите вопросик, товарищ майор? Спрашивайте, слушаю. Как вы вообще нашли этот чертов сайт? А я его не искал. Мне добрые люди подсказали. Из управления. Приглушаю. Ничего ценного Мальцев не скажет, а слушать этот треп. Ну а вдруг? У Мальцева мать, инвалид-колясочник. А денег сама понимаешь. Запутался майор. Сереж, так любого можно оправдать. Смотря в чем. Документы на убитые тачки продаются легально. Понятно, что скупают их под угон. Но перекупщики, такие как Мальцев, уголовных законов не нарушают. Но есть же неписанные законы. Офицерская честь. У тебя все готово, Оль? Ну да, чья бы король мучала. Да, у меня все готово. Диктую я в системе. Предлагаю сделку. Ответы жду до утра. Не дождусь, Серё, пожалеешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готово. Никаких следов? Ну вот и славно. Надеюсь, Покровский все это останется между нами? Меня уже об этом попросили. И вы даже знаете, кто. Угу. Полковник Кутузов, да? Угу. Чёрт! Что-то не так? Да он коды мои взломал! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ 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 МУЗЫКА Как же так? Как же я в тебя ошибся, Соломин, когда свою группу брал? Да я не знал. Знал бы я, что, Семенович, и ты знал бы, я бы... Да, командиры, я с тобой бы. Где и когда конкретно? После дня гаишника. На следующий день рано утром. Рано утром? Во время пересменки экипажей? Место. И точное время тебе сообщат. Это все? По нолям? Они сказали, если не хочешь закончить как шмель, то сиди тихо. Братом своим не прикрылась, они все прекрасно знают. Они знают, что он хочет тебя закрыть. Поэтому ты к нему не пойдешь. И к бывшей своей тоже не сунешься. Поэтому про лям можешь забыть. И про тачку Кутузова тоже. Понял? А теперь я втираю, ты всасываешь. Передай своему хозяевке, что пугать меня не надо. А то испугаться могу. И от страха его встряхнуть. Он от страха из шкурки в осадок выпадет. Потому как не он меня, я его за кукан держу. Не он мне, а я ему буду условия ставить. Сосал! Реально, как бандит. Даже подумать не мог. Короче, с вами шестерками. Мне говорить не о чем. Говорить я буду. Только с главным. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А дверь, как всегда, нараспашку. Мне сказать, что ты ушел. Ты тоже ушла, но вернулась. Хотя у нас с тобой был уговор, что ты останешься дома и никому не оттроишь. Смотри, что я нашла. Что? Это наш Леня. Вижу. И что он? Призер этапа московской виражи Леонид Покровский. Видимо, он профессиональный гонщик. Ты знал? Не знал. Вот. А Кутузов меня вчера убеждал, что Леня не умеет водить. Тоже не знает? Или соврал? Кутузов. Скорее всего, соврал. Кутузов. Все нравится, скорее всего. Скорее всего, соврал. Я так спокойно об этом? Я взволнован. Просто вида не подаю. А еще... Кутузов убрал фотографию Леня из общей папки. Тебе не кажется странным? А он все время проводит в наших телефонах и компьютерах. Да. Да. И знаешь, я была бы не против посмотреть, что там в компьютере твоего брата. Так. И что бы ты там накопала? Он вчера хотел забрать твою куртку. Как вещдок. Тебе неинтересно, что-то может быть у него против тебя? Не, неинтересно. К тому же, его компьютер наверняка запаролен. Что? Ты обещаешь не ревновать и не беситься? Так. Не ревновать? Это что? Очередная сплетня? Нет. Просто у таких мужчин, как Никита, обычно самый простой пароль. Имя любимой женщины. Вот и все. Или его вариации. Ну, мы с братом во многом похожи. Подожди. Получается, ты знаешь и мой пароль? Так, стоп. Это что, признание? Что? Нет. Нельзя. Подожди. У нас сейчас речь идет о чем? Мы же о компьютере. Понятно. Сереж, почему Кутузов нам рет? Без разницы. Диванчик разложим? Угу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Лейтенант? Почему не по форме? Скрытая патрулина, товарищ майор. Даня где? Так он тут. Он форму запачкал в туалете. Сейчас почистит, придет. Форму? Почему форму? Вы не вместе? Вместе. Так Мальцев распорядился. Сказал, что был по форме. Будет на заднем сиденье прятаться. Ясно. Покровский где? Рожнов? Так сверхурочные. Отгуливает. Командир, там же все в графике. Ладно. Как сам? Не знаю. Чего-то долго бесился. Кулаками стучал. Чертыхался. Угу. Ну, это меня и дело. Что? Что встал в чертанок? Приходи. Почему не на разводе? Покровский. Так я... Как, товарищ полковник, скажешь? Сядь. Лень, иди занимайся. Товарищ майор, я, конечно, дико извиняюсь, но вы, наверное, как-то неправильно поняли. Я даже больше скажу. Вы сами иногда меня просите, там, подглядеть, послушать. За той же Аленой. Так Мокровский свободен. Есть. Макарыч. Что? Я так понимаю, Леня не сам по себе за всеми подглядывает. Да? Для тебя? Вот сядешь сюда, вот в это вот кресло, я на тебя полюбуюсь, майор. Сможешь ты вот без этого руку на пульсе держать? Я комбат. Я на каждый тихо обязан реагировать вовремя. Ай, ну, ё-моё, Макарыч. Ты же понимаешь, что если узнают, ну, тебе же... Ну, вот и молчи. Как бы Алена кому-нибудь не разболтала. Баб все-таки. Хотя и хорошая. Может, тебе все-таки к врачу? Алена договорилась вроде. Знаю. Ну, когда тут разлюжется? Сам же видишь. Что ни день, то новая проблема. Макарыч, послушай, я ведь не знал, что Леня Покровский гонщик. Эту информацию Алена из интернета раскопала. Что из этого тайны-то делать? Вот и пусть остается тайной. Вчера одного человека потеряли, замена нужна. Если бы не тайна, где взять? Кудровики бы сказали, ставь гонщика своего. А на компьютерах кто? Вот, и кумитый. Так что иди Алену проинструктируй, чтобы не трезвонило. Уже всю ночь инструктировал. Будет молчать. И про мое ошибочное письмо Покровского, и про дисталь этого... Чего? Какое письмо? Какой диск? А ты не в курсе? Леня тебе не докладывал. Правильно, нервишки твои бережут. Так, Чертанов, какого черта? Что происходит? Ты можешь мне толком? Ничего не понятно. Макарыч, не бери в голову, положись на меня. Я все разрулю, все доложу. Потом. А ты на потом свои болячки не откладывай. Ага. Разрулит он. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не видно. Уехали, что ли, куда? Да не. В Крым отправил. Да пусть погреются на солнышке южном. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, чего ж, ежели динжата водятся, чего ж не отправить? С динжатами-то можно и в Крым. Они вот так и уехали. С чемоданами, полные денег. СМЕХ 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 Это кто? Чего, раскорячился? Это, что ли? А ты чего, только заметил? Он постоянно так ставит. Не пройти, не проехать. Все нипочем, никого не боится. Даже так? Ну, а чего ты с ним? Он то ли в управе, то ли в мэрии где-то сидит. Мигалка, крякалка под капотом. А он пропуск крутой под стеклом. Пропуск крутой? Долбить его в перепонку. Ну, а я чего, хозяева жизни. Ничего ты ему не сделаешь. И что, и где он живет? Он в соседний попереехал к Ленке Соколовой. Да ты ее знаешь, хабалистая такая. Без мата двух слов не свяжется. Это училка, да, которая бывшая? А, ну да. Знаю, знаю. О! Здорово, Орлов. Что, где все? На разводе? Я не пойму, ты что бубнишь? Ты жрешь опять, что ли? Машинку пробей мне одну. Я не пойму, ты что, активист по охране труда? Да, вот так вот отдыхаю. Ну, не хочешь, можешь не отвечать. Ну, ты же зачем-то спросил. Значит, тебя все-таки волнует, в каких я отношениях со своей бывшей? Да вот думаю, как поступить. Вера же следила за мной. Прослушка, наружка. Как я узнал по своим каналам все это с серьезными нарушениями УПК. Так что может печально закончиться, если я рапортом доложу. Вот и думаю, как быть. Писать, не писать. Не знаю, я не адвокат. А знаешь, как я это все узнал? Это ж ты мне по телефону позвонил. Привет передавать, Семен Семенович. Я тебя по голосу узнал. Сначала решил, что ты в детстве телефоном не наигрался. Ну, вот поэтому расслабься, мальцев. Не напишешь ты рапор, обозрешься три раза. Не угрожай. Неправильно ты меня понял, Чертанов. Я ж не угрожаю. Я спасибо тебе хотел сказать. За намек. Странно. А почему они именно за тобой следили? Не знаю. Но допускают, что они только за мной. Может, и за тобой тоже. Так что у вас с Верой все еще в контрах? Или бывших жен не бывает, да, Чертанов? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА О, смотри, какой красавчик. Ну что, тормознем барахольчик? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Раззвонился с утра пораньше. Привет. Чего? Владелец машины ООО 101, ООО Первый регион. У тебя гостит? Как вы меня задрали, соседи, а? Всем охренительно интересно, кто у меня гостит. Ты иди за своей следи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Задонвал! Неясно сказала, что ли? Хрень ли звонишь? Я спрашиваю. Баранов, Захар Якиныч, где? Сейчас взлетал! Подожди ты. Не лапать, куда свой пихаешь? Убрал быстро! Давай поговорим по-соседски. Да почему? А где ты? Ай, ты! Ну что, как ты? Чего макуешь? Машину убрать уберу, умоюсь, позавтракаю, уеду. Никуда ты уже не поедешь. Ответишь сначала по полной, понял? Ты ж гаишник, да? Ага, Ленка говорила. А про меня она тебе говорила? Чего будем туеммериться? Только потом не бегай за мной, разрешу тебе прогнуться. Так что, у тебя последний шанс скрыться отсюда по-тихому? Исчезни. Я тебя трогал? Нет. А ты меня тронул. За что спасибо? Ах! Рука! Ах! Рука! А у меня нога. Вот так совпало. Жду тебя внизу. Музырь. Супа, тихо-тихо-тихо. Все. Супа, тихо-тихо-тихо. Все. Супа, посажу, тварь. За что посадишь-то, а? Ты ж яйцами сами бы меня ударился. Все. Считаешь, что ты беспагон? Захар, что случилось? У Баранов твоего перила ломают. Смотри, кстати, сломаешь, заплатишь за них. Сифон прикрути. Тебе вторую ногу сломать? И что? Да ну его нахрен. Оставь, он без пяти минут безработный. Баран, через пять минут жду у тебя у подъезда. Не спустишься, считай, пешеход. Теперь из принципа не выйду. Жди. Нарвался? Сейчас насладишься. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло, Дань, вы в скрытом, да? У меня для вас такая жирная палка есть. Прям подарок, Днюгаишенко. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК У вас 2106, гость номер 428. Остановитесь. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Добрый день. Майор Мальц, 102-й специальный батальон ДПС. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здравствуйте. Вы, наверное, про страховку будете спрашивать? Но у меня ее нет. На этой машине лет 10 никто не ездил, но я тоже совершенно случайно. Но просто так получилось. Ну, значит, страховки нет, машина неисправна, с открытым багажником ездим, груз на крыше закреплен недолжным образом. Но уж про габариты я молчу. Документ. А, простите. Значит, нарушаем осознанно, да? Ой, нет, нет, что вы. Простите, случайно получилось. Я буквально вчера никуда не собиралась, а сегодня я просто... Здравствуйте. Я просто собрала свои вещи и ушла из дома. Ну, от мужа. Вот я с чем к нему пришла, я с тем и... Я с тем и ушла. Вы знаете, ваш семейный неурядец, это ваши сугубо личные проблемы. Ульяна Федоровна, и на безопасности дорожного движения это никоим образом не должно отражаться. С подобными нарушениями дальше ехать нельзя. Разрешите, товарищ майор. Да, это вы упаковались. Ульяна Федоровна, далеко путь держите? Я пока еще не знаю, я еще нигде не остановилась. Я ищу. Ушли из дома в никуда? Что же он вас на улицу выгнал с вещами? Да нет, я сама. Там просто, понимаете, там все его, а мое все с собой. Ну и куда же вы с таким барахлом-то? Вам самой где-нибудь приютиться надо. Ну, работа-то у вас есть? Да нет, я на пенсии. А приютиться я... Я могу помощницей по хозяйству. Я санитарка, ну, медсестрой я в больнице работала. Нир-то, он не без добрых людей. И от них никуда не скрыться. А если с проживанием, но сиделкой? Одинокая пожилая женщина, инвалид-колясочник, двухкомнатная квартира. Ну, я... я работала в палеоативном отделении с лежачими. У меня получится. ВЗДЫХАЕТ Так, вот что, Чартанов, у тебя все по плану, езжай. А мы... что, говорите, 10 лет машина стояла, да? Угу. Ну, вам повезло, что хоть завелась. А давай я движок посмотрю. Я с Вазовскими дружу. Отставить, я сам. Держите, Ульяна Федоровна. Значит так, сейчас груз переберем, заново закрепим. В багажнике все утрамбуем, а то ведь с открытой крыши-то нельзя. Ну и с движком как-нибудь разберемся. Чартанов, я не понял, тебе что, от моей команды было мало? В самый раз, товарищ майор, с новосельцем, Ульяна Федоровна. Спасибо вам. СМЕХ Мальцев, вообще-то не только Вера, но и я в тебе сомневался. Но я ошибся. Побываю. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Ну, вот и все, гражданин Баранов. Михалыч, твои, что ли, подъехали? Ага. Занимайте зрительные ряды и смотрите цирк с конями. Подожди, а почему машина неслужебная? Без раскраски, без проблесковых маяков? Нам просто нельзя гражданина Баранова нервировать. А как мы его из дома выкурим? Нужно, чтобы он вышел, сел, завелся. Если он этого не сделает, то будет только штраф. А я его обещал по полной прокатать. Это уже слово офицера. Ага. Посмотрим, как вы управитесь. Вам позвонят, откуда надо. Вы быстренько разуправитесь. СМЕХ Осмотрим. Красивый номер. Ноль-первый регион. Это что у нас, Адыгея? И вот охота ли люди мотаться в такую даль? От нас до Майкоп никак уж и далеко. Да я не об этом. Просто все как-то... Ты про жорку? Ну да. Кому-то красивые номера, закон не писан, а кому-то... Мы же не будем отыгрываться за жорку на первом попавшемся автохаме. Спокойней, Тём. А лучше вообще не лезь. Я сам решу. Эй, подвинься, поехать дай. А по вежливе нельзя? Любезный, ведро своё подвинь, а то сейчас снесу. Ремонт и заставлю оплачивать. Готов? Я готов. Тебе что, повыделываться охота? Видишь, машина не просто так. На пропуск глянь. А что мне ваш пропуск? Вы бы нормального вежлива попросили бы в окно стучаться. По-хорошему, значит, не хочешь, а? Ну вот и всё. Теперь он наш. Статья 12.4-12.5. Незаконная установка эксплуатации световых и звуковых спецсигналов. Как незаконная? Почему незаконная? В нём же пропуск крутой. Да это понты обыкновенные. Что, липа, что ли? Ага. Ти! А вы же говорили, что мы не справимся. Справились? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый день. Капитан Кольцов, 102-й ФПСБАТ. Нарушаем, товарищ водитель. Здрасте. А где ваша машина? Я с вами даже разговаривать не буду. Почему? Да потому что. Где машина патрульная? Вы без неё меня даже останавливать не имеете права. Ошибаетесь. Вот мой нагрудный знак. Можете позвонить в части, убедиться. Могу вам предъявить своё служебное удостоверение. А машина вот моя. Ага. Это подстава такая, да? Этот, который в этом доме живёт, дружок ваш, да? Денег, значит, хотите? Ну хорошо, я заплачу. Заплачу. О! Баранов! Привыкаешь ходить пешком, это правильно. Привыкай. Года два придётся проходить теперь. Или посидеть. Ты правда думал, что вот эту вот фальшивку никто под лобовым стеклом не увидит? Увидели. Баранов, Баранов! Как ты так? Подделка документов. 327-я. У КРФ. До двух лет. Ну чего ты? Морда чмошная. Ты даже не выходя из дома решил меня на бабки поднять? Ты же даже не выходной козёл. Спокойно. Ну, руки убрал. Считай, до трёх применяю силу. Раз. УДАР УДАР Так, мужики, спокойно, мужики, спокойно. Там камера. Вам с дурением от Бога выйдет? Вы меня ещё запомните! А мы забывать не будем, да, товарищ пострадавший? Ты же меня первый ударил. Ещё офицеру руку ломал. Значит, чуще, чем пахнет. Понимаете? Давай. Пакуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, с наступающим, товарищи офицеры. Вас так же. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алёна. Андреевна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Командир, разговор есть. Совет нужен. Так, понятно. У нас геморрой. По рации думал, не стоит пока. Я тебе на мобилу звонил, но... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, 14 пропущенных. Интересно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы совсем охренели на всю голову, раздолбаевый, хлёпанный в нос?! Кто знал, что у него в министерстве мохнатая лапа? Так, начальству ничего не докладывать. Пока. Серёга, если батя узнает... Не узнает! Иди работай. Говори. Серёга, только давай без этого, ладно? Тёмка меня никогда не подводил. Ну, ни в чём. У меня вообще к нему претензий нет. Ну, Паша один остался. Ну, сам понимаешь, как ему сейчас. Поставь меня с ним покататься. Нет. Без объяснений. Свободен. Серёга, ты чего? Я чего-то не знаю? Мы все, Даня, чего-то не знаем. Решение принято? Нет. Ну, если ты из-за Жорки, ну, Пашка ничего не мог сделать. Ну, полез бы он, погибли оба. Ну, кому легче-то? Нет. А знаешь, я... Знаешь, Даня, я иногда жалею, что я вам не Мальцев. Потому что рядом с ним ты бы так не стоял. И не Нел над душой. За ваш с Рожновым косяк. Три в ночных неурочных. Без отгулов. Есть. Разрешите идти? Прощались уже. Да. Как вас звали? Сестру твоей бывшей. Катя, да? Да. Ты у Кончика? Разве я в анфас убил? Я сбоку почти со спины. Но все равно мне показалось, что кто-то знаком или... Как будто я его знаю. Ну, а в папке фотографии были все в анфасе. Ты понимаешь, что это все меняет, Сереж? Так нам будет проще его найти. Ну, на. Застроим весь батальон, наденем на всех черные очки и бейсболки и будем в затылки заглядывать. Сырщица. Хорошо. Кто это? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ты пенсию в постель заказывала? Нет. Странно. Это не я, но она в Испании. Посмотри. Тогда вдвойне странно. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Привет. Извини, что поздно. Одна. Без опергруппы. Значит, еще не тюрьма. Могу расслабиться? Не думаю. Пыталась тебе дозвониться, у тебя недоступен номер. Какой у твоей... Добрый вечер, Эра Ивановна. Добрый вечер, Аллена Андреевна. Не возражаете, мы с майором Чертановым поговорим пару минут наедине? Но это не мне решать. Вы же не ко мне пришли. Хотя, знаете, я могу пойти на улицу погулять, чтобы вы не думали, что я вас послушаю. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ален, убери ноутбук из кухни. Если ты думаешь, что я пришла просить у тебя прощения, это не так. Я так не думаю. У меня тоже к тебе есть разговоры, тоже не о любви. Сережа, помирись с Никитой. Вы все-таки братья. А я с ним не ссорился. Просто он мне изменил с тобой. Не знаю, как хочешь. Но знаешь что? Врываться ночью ко мне в спальню? Устраивать там сцену ревности, а потом затевать драку? Так, тихо. Ты для этого сюда пришла? Нет, не для этого. Можете проходить. Все-таки не удержались? Стояли, послушивали? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Бежи руки. Сережа, договорите и уходи вместе с ней, хорошо? Не уйдешь ты, уйду я. Решай. Алена, Алена, хорош. Сереж, все, мне ты уже надоела. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я тебя слушал, говори. Я проверила журнал. Да, по бумажкам все сходится. В момент угона машины вы, Юра, были в СК. Якобы. И якобы эту машину угнать вы не могли. Но это же не так. А как? Как было? Сергей, я не могу разглажать материалы следствия. Просто поверь мне, это точка, это конец, ты попался. У меня сейчас на руках есть практически все, чтобы прямо отсюда отправить тебя в изолятор, а оттуда отправить в суд. А оттуда в тюрьму? Не ерничай. Если бы это не было так серьезно, я бы сюда к вам ночью не пришла. Ты прекрасно знаешь, чего это мне стоило. Просто утром уже может быть поздно. Послушай меня. Единственный возможный вариант хоть как-то смягчить твою участь сейчас, это пойти и сделать чистосердечное признание. Только это может помочь, пока они сами не пришли за тобой. Когда они придут, будет поздно, ты это знаешь. Вера... Я не могу, я не могу сейчас прийти с повинной. Ты меня знаешь лучше других. Я прошу тебя, просто поверь. Скоро ты сама обо всем узнаешь. Я прошу, дай мне два дня. Зачем? Что поменяется за эти два дня? Что я пойму, Сергей? Вера, два дня. Неужели ты не понимаешь, что ты сейчас косвенно уже признал свою вину? Вера, ты меня не слышишь? Я прошу два дня. Думаешь, я сбегу? Не надо на меня орать. И не смей разговаривать со мной в таком тоне. Я не она. Простите, соседи спят. Давайте вы завтра закончите, ладно? И Вера Ивановна, я терпелива, но вы в моем доме, и у меня есть имя. Я вам не она. Вера, я прошу два дня. Бегать за мной не придется. Я хоть раз тебя обманул? Было такое? Хорошо. У тебя будет два дня. И по поводу Мальцева ты дала слово. Я помню. Я свои слова на ветер не бросаю. Это я знаю. Вот как? Значит, ее ты не обманывал, да? ГРУСТНАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Поехали быстрее. Не хватало еще, чтобы тебя здесь увидели. Зачем ты только за мною вязался? Герой, вообще-то я джентльмен. Ты ночью одна в этой заднице. Ты что, плакала? Они тебя обидели? Кто они? Поехали. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Извини, Верусь, я не так выразился просто. Интересно, он поверил? Поверил. Или просек, что ты блефуешь и притворился. Он может. Он не просек. Гражданин начальник, вы прямо прирожденный опера. Вам бы к нам в управление, мы бы там диванчик поставили. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А как он вообще? В жестком отказе? Я не я, и хата не моя. Перебездиланного вида не подаю, да? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вера, ты его расколола? Расколола. И в слезы. Понимаю. Любовь? Он попросил дать ему два дня. Потом пообещал прийти с повинной. Я дала ему слово. Вера, что ты ему дала? Ты вообще, ты себя слышишь? Он же врет. Зачем ему два дня? Машина твоя зачем? Ты же опытный следак. Он хочет что-то провернуть и слинять. Он не такой. А какой? Он преступник, Вера. Это еще нужно доказать. И ты это докажешь. И ты это знаешь лучше меня. Он же тебя использует. Играет на твоих чувствах, а трахает другую. В конце концов, ты баба или следак? Значит так, завтра праздник, и я не хочу его портить Кутузову. Вечером он сменится, и ты можешь держать Сергея в батальоне. Ну, слава богу. Дошло. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Зачем? Чтобы следить за братцем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, вы следишь, и что потом? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА По обстоятельствам. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА И где он сейчас? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, я не знаю, где он. Машину в батальону подставил. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Значит, она его выгнала. Очень хорошо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА У таких мужчин, как Никита, есть самый простой пароль. Имя любимой женщины. Вот и все. Выявили его варианты. Да потому что мы не герои, Яков Аркаевич. А не героям ночью положено что? Правильно спать. Для работы и рабочий день. Смотря чего мы хотим добиться, Руси, иногда до утра не тянет. Вот как сейчас, например. Прошу. Ваши пропуска коллеги. СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Здравствуйте. Мы здесь уже почти местные. Вот, нам разрешено по внутренним служебным пропускам. Пропустите? Пенебрегать пропускным режимом, Руси, это не наша кредо. Яков Аркадьевич. Проходите. Каждый раз на одни и те же граммы. Сколько можно? НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Сейчас первым делом кофейку, если не возражаете. Яков Аркадьевич, вы же криминалист. Чайные заварки, содержание кофеина много выше, чем в кофе. О, а вы к себе? Тогда не закрывай. А кто там? Там никого. А то есть вы там были один, вошли один? А где вы взяли ключи? А ключик у меня из прошлой жизни остался. Я в этой комнате столько ночей провел, пока вы меня оттуда не выжили. Диванчик мой там стоял, помните? А сейчас вы что там делали? Ничего. Зашел и вышел. Куртку брату занес. Пускай ночь на здоровье. Куртку? Какую куртку? Куртку. Кожаное. Он в курсе. И Вера Ивановна тоже в курсе. Ладно, ребятки, расслабьтесь. Я, так сказать, по-семейному заходил. Но уже ухожу по нолям. И вам того же. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК О! И правда, кожаная куртка. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Помните, Рустика, Никита Александрович рассказывал, она у братьев общая то ли в юности, то ли в детстве была. Мама заплатку ставила. Горячий еще. На нем только что работали. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Густик, не дыми! Чего? Подожди, давай еще раз. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Нет, нет, Вере, не надо звонить. Утром все скажем. Давай. Кто звонил? Рустика. Что хотел? Тварь, да он издевается надо мной. Кто? Рустик? Да какой нафиг Рустик? Братец мой. Залез в кабинет, взломал компьютер, еще кожанку оставил. Мол, на, наслаждайся. А машина его где? На месте. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А вы молодцы. Настоящие оперативники. Уголовный розыск, блин. Вера, чего ты смеешься? Я тебя спрашиваю, чего ты смеешься? Ты вообще ничего не понимаешь? В моем компьютере было вообще все. И на него. И теперь он знает, что мы следим не только за Мальцевым. Он знает про все нелегальные маячки. Ты понимаешь, это секретные материалы. И нам теперь вилы. Все. Никит, плевать. Вот правда, сейчас все равно. Ты главное, продолжай следить за его машиной. Вот ты скотина. Друзья, полковник, с праздником. Группа к торжественному построению в честь дня ГИБДД готова. Дверку прикрой. Пошли. Как у тебя с Чертановым, Мальцев? Что-то ты давно не жаловался на него. Так... не на что жаловаться, товарищ полковник. Справляется вроде бы. Да? Я тут представление подавал, чтоб Чертанову подполковника дали. Думал, к празднику приурочить. В кадрах зеленый свет дали. И тут узнаю, тут опалки в колеса вставил. Мою бумагу под самый низ представлений сумму. Товарищ полковник. Зиновь Ивакатович, ну вот чем хотите, клянусь. Не я. Не ты. А я подумал, что ты. И туда же твое представление сумму. Вот и хотите оба в майорах. Ну, чтоб не обидно. С праздником, Мальцев! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Зря ты не дала мне задержать его еще ночью. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да, это правда. Товарищи офицеры! Становитесь! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Равняйсь! Сверхно! Равнение налево! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищ полковник! Вольно. Старший лейтенант... Соломин! Я. Почему две фуражки? Вторая фуражка моего напарника, товарищ полковник. Лейтенант Анохина! Можно? А это что? Амулет, товарищ полковник. Покажи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Помните, мы банду лжигаишников брали, так вот, один из них в Жорку из дробовика выстрелил. Жорка потом дроби наковырял из броника и вот... ...отлил себе. На счастье. Да. Судьба. Врагу не пожелаешь. Бандиты не смогли убить, а тут... Товарищ полковник! Скорую, срочно! Татьяна, дежурку, быстро! Воды, воды принеси! Воды! Разошли, сказал! Ему воздух нужен! Тихо-тихо! Алёна! Звони отцу! Виталик, дай я свою трубу. Держи. Давай. Поедешь с Макарычем в больницу, оставайся там, пока не отзову. Командир, на мой мобильник перебьешься. Товарищ полковник! Тише, тише, тише! Это приступ. Ждем скорую. Тише. Вот вода. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК В чём дело? Я же сказал себе быть с Кутузовым. С ним скорая осталась. Если дело дойдет до госпитализации, Орлов обещал позвонить. Разрешите переодеться, товарищ майор. Алена, в чем дело? Что на тебя нашло вдруг? Вдруг? Ты зачем-то пришел к ней в спальню. Случайно застал там брата. А если бы не застал? Что ты там делал, Сережа? Ночью? Что я делал ночью у нее в спальне? Мне нужно было поговорить. Поговорить? Да. Вот как? На важную тему. В спальне? Да. Ночью. Выйди, я переоденусь. Как же я устала, Сережа, твоего вранья. Остальное в сейф убери. И не забудь закрыть. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здорово. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Завтра в 5 утра в твоем любимом кабаке. Они знают мой любимый кабак, но не знают, что в 5 утра он закрыт? Знают. Но мне сказали доставить тебя к пяти. Доставить? Я что, похож на посылку? Сам доберусь. Не прокатит. Это их условия. Так. Ладно. Тогда ты поедешь на мне, пассажирам. Это мое условие. На тебе? С Виталиком? Виталик тоже в теме? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА На мне это значит на мне. Не бзди, Соломин. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это роддом. У Юры сегодня жену выписывают. Это прекрасное место для сходки подельников. Мне интересно, Виталик с ними в теме или они его в темную? Никит, это роддом. У людей родился ребенок. При чем здесь Виталик? К тому же Сергей теперь прекрасно знает, что мы следим за всеми машинами батальона, в том числе и за ними. Вот именно. Он планирует все заранее. Поэтому и роддом. Я, гражданин начальник, не первый день в уголовном розыске. И как прикрываются женами и детьми, знаю не понаслышке. Пусть увольняют. Не знаю, в таксиста подамся. Я знаю, что только об одном жалею, что мы с Данькой этому козлу мало по рогам настучали. Баранов. В самый раз настучали, Виталик. В самый раз. На хороший срок потянуло бы. Просто скажи спасибо, что Мальцеву весь этот конфликт, как с серпом по яйцам. А батя уже, наверное, не вернется, да? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Слушаю вас, товарищ майор. Как там батя? Скандал такой закатил. С матами-перематами. Мобильник у него забрали. Правила здесь такие, которые я сейчас нарушаю. Нарушаешь, выпишем тебе штраф. Он сейчас рядом, можешь меня с ним соединить? Я же сказала, нельзя. Он сейчас на мониторах. С мобильником никак. Это приказ, Алена. Выполнять жду. Если я попадусь, обвиняй на себя. Диновий Макарович. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Он спит. Будить я его не буду. Все. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Еще какие-то приказания будут? Ну ладно, Ален. Ну что ты, на самом деле? Может, хватит? Давайте не будем смешивать личное и служебное. Ладно? Ну давайте. Давайте не будем. Ладно, я на связи. Жду информации. По нолям. Веник к бою, Виталя. Выходим. До свидания. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. О, мужики. Ну что, ребят, я вас поздравляю. Ну что вы, ну не надо было. Ну, Сереж, ну ты-то. У вас же сегодня праздник. Поздравляю. Спасибо. Ты ж не убрал? Ну ты чего? Я проверить соответствие образа. До месяца никому показывать нельзя. Давай открывай. Папашу. Не учи отца бояться. У меня уже четыре ходки в роддом. Угу. И три ходки в ЗАГС. И три ходки в ЗАГС. Это посерьезнее, чем зона будет. Сереж, сегодня не до того. А завтра приходи к нам в гости. Так сказать, на день рождения. Оль. Бои, только не завтра, а? Да, Серег? Мы же завтра не знаем как? Знаем. Завтра и если дома. Шуршишь по хозяйству. Как веник с электроприводом. Серег, ну блин, мы же договаривались. Закрыт вопрос. А что у вас завтра? Да все как обычно, Оль. Тяжелый день после дня гаишника. Понятно. Ты умная, ты все понимаешь. Угу. Поэтому, если тебе завтра мой муж нужнее, забирай. Не обижусь. Спасибо, Оля. Юрец, я передумал. Завтра от любимой жены не на шаг. Шучу. Не на пол шажка. Усвоил? Спасибо, Сереж. Поздравляю еще раз. Спасибо. Ты молодец. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА В ходу, Виталий, в ходу. СМЕХ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну что, все чисто? Погоди, погоди. Не так быстро. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да ладно? А я до этого момента сомневался. Все-таки маяк себе навесил. Поэтому и уперся, чтобы ехать на ней. А за ним на хвосте кто угодно. А есть варианты? Ментов на хвосте приведет, сучара. Вот тебе и Семен Семенович. Неужели мы в нем ошиблись? Шел бы он лесом. Давай я маяк по-тихому сниму. Не-не-не. Не будем ничего снимать. Чертанов решил, что он умнее всех. Ну вот пусть так и думает. Не будем его в этом разубеждать. Аленка молодец. Была права. Кажется, я его вычислил. Кто? Леня по крошке. Вот сучок, а! Знакомый приборчик? Радиосканер. Им угончики своих жертв спасут. А ты будешь с его помощью пасти меня. Держи. Разрешите, товарищ полковник? Давай. Это телефон его подруги, Леонова и Алены. Телефон проходит у нас как ВИЧ-док, поэтому решили задействовать его в качестве канала связи с Чертановым. Встречаемся завтра в 5 утра. Так что за адрес? Это кафе. Чертанов там завсегдаты. Так. Передай ему, пусть ночует в батальоне. Ровно с ноля часов вокруг батальона этого кафе выставляешь наружку. И подготовь дроны для удаленного видеонаблюдения. Есть. Сейчас позвони Тяжеловой. Пусть она и ее группа в полном составе до утра дежурят в кабинете. До моего особого распоряжения. Вера Ивановна, добрый вечер. Францев. Из комитета звонили. Приказано оставаться здесь до утра. Видимо, что-то серьезное намечается. Ну это отлично. А тут как раз мой братец возвращается. Скоро будет. Где Рустик? В целом, ладно, хрен с ним был. Сам возьму его. На входе. Никита, постой. Послушай, зачем тебе все это надо? Давай я вызову его сюда для беседы. Ну конечно, так он к тебе и пришел, Дарусь. Все знаю. Ты хочешь взять его при всех, да? Граждане, где шляемся? Быстро за мной. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Опа! Клепать меня колотить! Вовочка! В самоволочке, а? Почему в самоволочке? В увольнении, до утра, все как положено. Сегодня же праздник все-таки. Командир. Ну здоров, студент. Наручники забыл. Я взял. Отлично, Рустик. Держи, на готове. Ну что? Смотрите по камерам. Этого не может быть, это просто невозможно. Хорошо, жду. Еще не все приехали. А, понятно. Командир, он так и помрет не очень. Сейчас. Говори. Кутузов сбежал. Его тут все ищут. Я не знаю, где он. Возвращайся в батальон. Из кабинета не ногой. Пока не разрешу. И опять же, это приказ. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Экипаж Чертанова заезжал? Только подъехали. У входа стоит. Еще не заходили? Говорю, только подъехали, он анекдоты травит. Хорошо. Яков Аркадьевич, вы тогда здесь? А мы с Рустиком будем встречать. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Виталя! А? А что дописать? Идет. Приготовьтесь. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Пойдем. Иди садись в машину. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну и что вы здесь шаритесь? Чертанова ждете? Он только что уехал. На машине своей жены. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ваш брат не придет. В смысле уехал? Он же только что заехал. Уже уехал. Мать! Вот же сучок. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Алло. Юрец. Ты ничего не попутал? До утра еще далеко. Планы изменились. Они сказали пораньше тебя привезти. Ну, вези. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Давно ты с ними? Я еще не с ними. Но обратной дороги уже нет. Почему? Потому. Ты, конечно, крут. Но поверь, они тоже умеют за горло прихватить. Ну, это мы поглядим. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА И тебя, как я понимаю, взяли. За что прихватили? Да с женой поссорился. Нажрался со зла. Каршерин взял. Не справился с управлением. Ну, и старушку сбил. Пока в больницу ее вез, она... Я в панике. Что делать? Смотрю, на перекрестки наши стоят. Я к ним. Заручайся без пар. Наши, говоришь? Дай-ка угадаю. Из первой роты? Майков и Зыкин? Павлуша! Пасть закрой! Идабельный ствол у него забери, давай мне. Девачу говорит. Он дурак, он выстрелит. Слышь, ты! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Не берет. Может, преследует брата? Вера Ивановна, взгляните. Осторожничал, как мама дорогая, но так и дал маху. Ошибся всего один раз, но нам этого достаточно. Чего этого, Яков Аркадьевич? Здесь не разобрать ничего. На глазок. На глазок не разобрать. Но после компьютерной обработки... Подождите, это же... Знакомые все лица. Соучастник угона машины Столетовой и убийцы Шмеля. Уголовная кличка Колян? Надо было вас с братом на контейнерах грохнуть. Ствол давай, я сказал. Шмана еще. У него еще один ствол за пазухой или за поясом. Шмана-то не надо. Щекотки боюсь. Доставай. Все, успокоился. Куда едем? Ват! Ты же так свой любимый кабак называешь, да? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здесь все закрыто. Надеюсь, для тебя это не новость, Колин? Для тебя-то здесь всегда открыто. Машину не глуши и вылезай. Павлуша, за руль. С тобой мы еще чутка покатаемся. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Все закрыто, Чертанов. Водички. И то никто не нальет. Давай без нежности, Майков. Не туда? Да. Но сначала я должен проверить тебя на жучки. Угу. Я вне службы с нагрудником не хожу. А ты? Скажи, ты микрофона не носишь? НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Может, ты тайком на СБ работаешь? А? Может. Мне нравится дверь открыта, никто не держит. И что потом? Вы меня как шумели? Или как Новикову? Почему же потом? Не вижу смысла откладывать. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК АПЛОДИСМЕНТЫ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вера, ну не сейчас, а то меня остановишь. Какого... ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Колян засветился в трех эпизодах. Смерть Новикова. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Похищение Лексуса Столетовой. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Нашумевший угон Мерседеса. Да, и мы сравнили маршруты всех экипажей, Ирина Ивановна. Во всех трех случаях вокруг Коляна неизменно крутились одни и те же офицеры батальона. И в это время у них всегда был отключен глонасс. Первая рота. Майков. Изыкин. Да, и чтоб вы знали, прямо сейчас они его опять отключили. Скорее всего, будет что-то новое. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Значит, убийца бывший веечник. И эти двое. И Сергей. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Не сходятся. Он ненавидит таких, как эти. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Зачем ему два дня? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вы сказали, что глонасс у них опять отключен? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Эй! Слышишь? Полицейский заходил, куда пошел? Стой, говорю! Полицейский заходил, куда пошел? Что, не понимаешь, что ли? Гаишник заходил в форуме! Полис! Понимаешь? Туда, туда. Зараза! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот жопротим, понимаешь? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вера Ивановна, можете поздравлять, я снова обосрался. Тихо, Вера! Где они с радара пропали? Значит, они там. Все, как сяду в машину, я перезвоню. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Он... ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Пашка, дурак! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Зря ты ему все слил. Нам еще ехать успеет обдумать. Да какая разница? Пусть думает. Думай, черт! Думай! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Чего расселся, Вулася? Теперь догадываешься, почему мы тебе глаза не завязали, а? Догадываешься. Ну вот здесь мы тебя и взяли с трупом в багажнике. Осталось только ментов вызвать. И смотри без глупостей. Побежишь, застрелю. Пошел. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Они прошли. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Сиди. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Покарыч? ВЕРЬ 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 Извини, мы очень торопимся. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Удивлен, майор? НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА К чему? К тому, что это ты, Тюленив? Я давно тебя вычислил. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Здравия желаю, товарищ полковник. Привет. Ведяной Макарович, вам в больницу вернуться, а то уже каждые пять минут названивают. Так, свободен. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Не понял, товарищ полковник. Нахрен пошел? Так, понятней. Я здесь приказываю. Пока что. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Приветствую, Михаил Юрьевич. Живой пока-нибудь. Сбежал вот. Да вернусь я... Куда же я денусь? А то телефон отобрали, а я без него как... Ни одного телефона не помню. Дожил. На батальоне после себя оставляю от Чертанова. Все-таки нешарашка какая-то. Спецбады. Спецбады. Думал, я не узнаю, что ты работаешь на Следственный комитет. А я знаю. Я знаю все, что знают они. А они пока ничего не знают. Узнают. Ты допустил ошибку, заказав устранение Новикова. И они поймут, кому это было выгодно. Новиков алкаш был и трепло. И ты болтлив. Ты сам разболтал, что жаждешь внести. Поклялся найти и покарать угонщика. Что в итоге в твоем багажнике его труп. Паша не тот кого искал. Мне не за что было его убивать. Твоя болтовня многократно записана. И это реальный мотив. И не важно, что ты агент под прикрытием. Все знают, ты психопат. Ты вычислил Пашу, убил и скрылся. И первый, кто поверят в это, твой братец и твоя бывшая. СМЕХ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здрасте, Алена Андреевна, я к вам. СМЕХ А как вы? Так у вас не закрыто было. Я захожу, смотрю, здесь никого нет. Ну, я и... Да? Странно. Мне казалось, я закрывал. Да? Ну, теперь действительно закрыто. Ты убил Новикова. Уничтожил видеозапись его показаний против себя. Но ты не учел одной детали, Тюленив. Ошибаешься. Думаешь, я не знаю, что эта сучка Столетова передала тебе запись? Вот видишь, я знаю все. И ты отдашь мне эту запись. Правда, что ли? А? А, или я умру. Умрешь. Но позже. Алена Андреевна уже в батальоне. В своем кабинете. В唉. Но не одна. ГОВОРЯТ Ты понял, о чем. Блефуешь, гад? Это не покер, Чертанов. Это шахматы. Тебе шах. Мы с майором Чертановым выполняем одно и то же задание. Он, правда, об этом не знал, но теперь знает. Я вам послал меня сюда обеспечить вашу личную безопасность. Он сейчас позвонит, а вы ему только... У меня все в порядке, мы едем к тебе, а он все поймет. И мы поедем к нему? Куда? Ну, там, где он будет нас ждать. Слизь нельзя говорить. Вам ясно? Ясно. Хорошо. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Да, Сереж. У меня все в порядке. Мы скоро приедем. Алло, это подвал! Алло! Без записи, Чертанов. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В патрульке у моего напарника. В багажнике под запаской. Ну, ты гнида, а! Да врет он. Мы все обыскали. А, вру. А может, нет. А может, да. Отпустишь Алену, получишь запись. Поехали. Ален, быстрее. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, да, хорошо. Я только таблетки не ду. А то я задохнуться могу. У меня бывает такое. АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошо, только побыстрее. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Э! Тебе чего надо? Доброй ночи. А мне это, баллонный ключ нужен. Не найдется? Не найдется. Куда прешь? К тебе. Не орать же. А чего ты так со мной разговариваешь? Нет никакого ключа, давай вали отсюда. Ладно, что ты нервничаешь? От машины отойди. А что, твоя, что ли? А тебе какое дело? Вали отсюда. Слушай, а может, вместе поищем? Полиция, еще вопросы есть? Ты на хрена мне это суешь? Мужик, я тебе русским языком говорю. Мне баллонный ключ нужен. Может, завалялся где? Давай посмотрим. Медленно. Закрыл и отошел. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Уголовный розыск. Только перни. Сколько стволов уголов в здании? Майор снимем? Так ты что, из-за гроб? Так я же тебе к силам показал. Давай договоримся. Руки за голову. На колени устал? Протельник черта! Падла, как он нас вычислил? В машине глушилка стоит. Так он же сказал, что он из уголовки. Да, он из уголовки. Ты чего? Я сейчас набегу. Несы! Он сам по себе за братом следит. А, прикольно. Значит, старший брат на комитета работает, а это ничего не знает? Откуда дешевому оперу знать про дела комитетчиков? Тем более, они с братом друг другу на дух не переносят. Бабу никак не поделят. Обыскивай, чего стоишь? Да сейчас что-то орешь. Записи, Чертанов, где? Это еще что такое? Откуда он взялся? Выследил как-то. Как-то? Тебе на пальцах объяснить? По маяку в его машине! Я только что все проверил. Сигнал не проходит, глушилка работает. Маяк в моей машине? Буду знать. А ты не знал. Не смеши меня, Чертанов. Хотел на дурачка проскочить. Ты сам себя подставил. Если бы не маяк, я бы не стал вообще пробивать тебя по гентурным базам. Думал бы до сих пор, что ты такой же, как я. И твой говеный Семен Семенович, пусть рисковая, но умная идея, копнули поглубже, а там следкомовская ловушка. Вот тогда я и поручил своему человечку вскрыть агентурные базы, а там. Поэтому ты изменил время встречи. Ясно? Я не планировал убивать Павлушу. Ты меня надоумил. Это не он лажанулся, а я. Извини, Серег. Я маячок поставил. Сейчас сдохнешь, тварь. Не спеши, Колян! Ты, Никита, зачем? Я думал, ты... Серега, ты... И главное, не сказал никому, ни мне, ни Вере. Ты бы хоть подмигнул чуть-чуть. Мы же все-таки не чужие люди. Ошибаешься, Никита. Чужие. Я его типа предал. Самое время поговорить об этом сейчас, да? Ну, хочешь, убей меня. Прямо здесь и сейчас. Не вот этот вот, а ты. Вот. Вот, как важно терпение. Не вот этот вот, а ты. На тебе еще один труп, чертанов. Ну что ты ждешь, пока вот этот? Так он же мазил, Серега. Помнишь, на контейнерах? Он же в упор в меня не попал. Да потому что ты засранец, Никита. Ты говнюк. Как был говнюк, так и остался. Понял? Я тебя прикрывал всю жизнь, а ты к моей жене в постель. Лучше б ты там сдох, гаденешь. А ты не жалей. Я как трахал твою веру, и буду трахать. Что ты сказал? Понял? Что ты говорил? Тащил отсюда! Тащал! Скажи, что она за спиной про тебя говорит. Скажи, давай, скажи, если не стышь, давай. А может, прямо здесь и сейчас? Пацан сказал, пацан и сделал. Как в детстве, давай? Как в детстве. Что, погнали? А погнали! ВЫСТРЕЛЫ ВЫСТРЕЛЫ Замерли. Губанов, возьми пистолет. Возьми, говорю. Это табельно, Чертанова. Пристрели из него в опера. Ошибаешься, Тюлеев. Это не мой ствол. Колян стволы перепутал. Твои барбоши мой номер могут по расе пробить. На пушку берет. Стреляй, говорю. Ну, давай, Губанов. Зарабатывай себе на пожизненное. Мента убиваешь. Сука! В бетон закопаю, падла. Пыль замучаешься глотать. Ушами пошевелить, Тюлеев. Вселену слышишь? Стреляй! Стреляй! А не то. Не взви, Губанов. Тюлень в себя из табельного. И выстрелит. Полиция, руки! Бросили оружие! В чем дело, товарищи офицеры? Я заместитель начальника службы собственной безопасности. Провожу задержание особо опасных преступников. Разберемся, товарищ полковник. Оружие вам бы опустить. Стволы опустили, кому непонятно. Я Депси. Мы с майором уходим. Помешайте, он труп. Ты куда забрал? На Кудыкину гору. Теперь каждый сам за себя полковник. Слышь, Колян, давай махнемся. Я тебе обещаю, со мной тебе веселее будет. ВЫСТРЕЛЫ ВЫСТРЕЛ Володя! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Усилиями Веры Ивановны наша операция завершена. Главарь задержан. С поличным. И кто он? Кто? Тюленив. Из главного управления. Получается, Вера Ивановна у нас герой. А Чертанов как же? Да никак. Такая была договоренность. Этого в больничку. Увести. Свой. Гражданин начальник, а вещички из базара можно забрать? Можно. Спасибо. Свой. 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 Развернулись. Уводим. Увести. 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 Сергей, тебя мы тоже не задержим. Тогда я сам немного подзадержусь. Не надо! Кто и куда везут Аленова? Говорите, Увленив. Я ж тебе горло сломаю. В муках подохнешь. Кто и куда везет Алену, сволочь? Покровский везет. В заброшенный дом в лесу. Ему сказано, баба в подвал, в машину в сарае и ждать указаний. Леня Покровский, подыхай, смотри. Подыхай. Сергей! Не качи! Виталик, возьми у этого адрес. Вбей мой навигатор. На руки. Сергей, прости. Я всегда тебе говорила. Я не знаю, как в тот раз у меня... Да ладно, Веронечка. Серега не в обидках. Правда, Серега? Никита, замолчи. Из-за тебя убили человека. Могли убить Сергея. Пардон, гражданин начальник. Вообще-то и меня могли. Остановись. Ты никогда не знаешь, когда остановиться. Патрульку вашу конфисковали, вещдок. Держу. Никитаус. Спасибо. Командир, смотри, это за Бонифатовкой. В старом дачном поселке. Тут рукой подать. Поехали. Это выводите. Виталик, мой пистолет. Сюда нюхните, Ленив. Вот это мой табельный. Из-за него никто еще не стрелял. Тебе мат пожизненный. Запись телепередачи у тебя? Это же... А это тебе, Вера Ивановна. От Енины Столетовой. Здесь все о делишках этого шахматиста и прокурорского сыночка. Взяточника. Прости. Уже и тебя, и брата. Дальше уж выскакнуть сами. Меж собой. За мной, Виталик. В ходу! Самовольничайте, товарищи офицеры. Виноваты, товарищ майор. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ируся. Никит, давай не сейчас. Все нормально. Спасибо, Орлов. По нолям. Ну? Они в машине Алены. Выехали 20 минут назад из спецбата. Она за рулем, скорее всего, Леню ее посадил. Под угрозой жизни. Ну что, командир, объявляем план перехват? Эта крыса наверняка прослушивает эфир. С полгнем неизвестно, на что он способен. Так что смотри оба. Они должны быть где-то рядом. Баскуда. Ладно, сами его возьмем. Отставить, Виталик. Догоним, он мой. Командир, смотри, впереди габарит. Задница, как у Алены. Слышь, ты притормози. Да не тормози, а давай за ним. Это они. Ближе подъедь. Еще, еще подъезжай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Командир, за рулем не Алена. Вижу. Это он, Виталик. Я его узнал. Он? Тот самый урод? Ага. Который мне жизнь сломал. Сука! Ну что, командир, полицейский таран. Алены в машине нет. Скорее всего, в багажнике. Так что никаких таранов, Виталик. Никаких погон. Командир, давай за ним. Не суетись. Гоним дальше. Там тупик, куда он ушел, я знаю. Никуда не денется. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Эм, мы поедем сегодня или нет? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А ты куда спешишь, Тарковский? Оп! Это финиш, Леня. Не подходи, убью. Так убей. Или ты меня, или я тебя. Уже давно пора поставить точку в этой слишком затянувшейся погоне. Что, не можешь забыть, как я тебя тогда поимел, да? Ну тогда за мной ответочка. ВЫСТРЕЛ Черт! Черт, я тебя предупреждал, понял? ВЫСТРЕЛ Командир, ты как? А этот? А этот сказал, что меня поимел. Больше никого поиметь не сможет. Добить бы тебя кастрат, а? Но у меня командир слишком добрый. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СТУК Тихо, 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 тихо. Сереж! Иди-ка! Он сказал, что он поедет к тебе. За городом попросил влюсти. Не надо, не надо, не продолжай. Я все знаю. Извини, это я. Я виноват, я не додумал. Сереж, ты его убил? Нет, не совсем. А надо? Послушай, тогда ночью ты пришла в кабинет с планшетом, ты спросила. Это признание, а я... Ну, я, короче, что-то отшутился там. Так вот, да. Это было признание. Я тебя люблю. Я хочу быть с тобой. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Я тебе все сказал, не названивай мне. С меня хватит, папочка. Все, давай, до свидания. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Красивая тачка. Дорого брал? Прицениваешься, майор? Конечно. У меня же на ней сейчас ехать. На площадку Вещдуков. А я-то думал, проехали. Разин? Геннадий Валерьевич? Ну что, доволен? Спецбат? Я готов ответить. Мне давно это жить мешает. Только за то, что сам делал. Другого не повесишь. Я? Доволен. В самый раз. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай. Привет, Алленка. Привет. Как все прошло? Ты скоро? Возникли кое-какие сложности. К завтраку не жди. Я не могу тебе все объяснить. Шучу. Буду через час. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова